Девушки отдыхают Мать мальчик умерла Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь, я знаю Ты богиня Была первой среди ванов когда-то, теперь уже нет Есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда Для начала отрубить мне голову Один тебя ищет, брат Особенно после того, как ты стал убивать его родню Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек Но правда в том, что я родился богом, так же, как и ты И можем делать все, что захотим Убийство бога приводит впоследствии Мама Нет, отойди, Кратос, мне не нужно Нет, 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 мой мальчик Мой милый мальчик Это мама, смотри, она великан И я великан Великаны называли меня Локи Этот вопрос мы отложим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голоден? Что дальше? Домой В югу усиливается Пойду к упряжке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помочь? Помочь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Готов? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья создавал DimaTorzok Слышишь? Да Это она? Это она Граница близка Готовься Баркинг Так просто она не отстанет, да? Надо уборить. Будь готов. Крестец! Отпусти его! Держись. Нам надо оторваться. Я пытаюсь. Смотри, кто у нас. Берегись. Деревья, они падают. Что за дело? Сейчас снова ударит. Я не хочу с тобой поелать. Не удержаться. Отец! Держу. Держись. Защитная граница уже рядом. О, нет. Держи, мы тебя не тратим. Держи, стой! Прошу, не вынуждай меня. Крадос! Крадос! Мы под защитой. Мы добрались. Идем домой. Спеки! Свану! Оп! Прости, что я не выстрелил. В этом не было нужды. Я все думал, она отступит. И спас ей жизнь. Я убил ее сына. Такое не прощают. Да. Смерть Бальдра и впрямь вызвала Фимбулвинток. С того дня снег не прекращается. Может, однажды все наладится. Возможно. Но худшее все еще впереди. Нужно быть сильными. Я сам. Можешь. Возьму оленя. Ешьте. Ну, притих. Обычно приветствуют нас. Атрей. Фенрир. Как ты, дружище? Все хорошо. Я с тобой. Знаю. И я скучал. Где еда? Ты голоден? Ну, давай. Надо поесть. Съешь. Что? Помельче? Вот так. Молодец. Атрей, близится час. Ты должен быть готов. К чему? Он же ест. Он хочет жить. Он умирает. Ты хороший. Храбрый. Быстрый. Сильный. Но пора отдохнуть. Ладно. Я справлюсь. А ты отдыхай. Не мучай себя. Connie. Твой сын. С bendитин. Афра. Ты су. С Tan. Петан. Супна. 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 Продолжение следует. Нашим врагам ночь не помеха. Зачем? Какой смысл? Мы постоянно тренируемся. И что? Этого мало. Сколько нам прятаться? Мы не прячемся. Мы готовимся к бою, но мы пока не готовы. Идем. Время уходит. За Фим был Винтером, последует Рагнарек. Грядет война. Чтобы не должен был делать Локи, делать это нужно сейчас. Моя история не закончится в этих лесах. Я должен пойти и узнать, кто я, кто такой Локи. Я не позволю тебе драться с богами. Я не хочу ни с кем драться. Мне нужны ответы. А если они приведут к войне с Асгардом? Может, мама того и хотела. Мы не знаем, чего она хотела. И, видимо, не узнаем. Послушай. Дай мне время проститься с Фенрером. Прошу. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Присоединишься? 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 Я не могу. То я его подниму? Молодец. Сюда. Фэй. 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 Фэй! Время уходит, любимый. А сделать нужно много. Брат. Брат. Брат? Где Атрэй? Затем и Бужу. Ушел хоронить волка и пропал. Давно уже. Далеко уйти не мог. Думаешь, он пошел упражняться? Прямо посреди ночи? Я ему посоветовал. Правда? Но с чего бы вдруг? Он горевал. Эх, Кратос, знаю, ты стараешься... Ну-ка, следы ведут к застывшей реке. Наверное, там он и копал могилу. Огонь уже затухает. Куда он мог отсюда отправиться? Он пробрался здесь. Мечтал беспокойнее, чем обычно. Кошмары? Прошлое снится почти каждую ночь. А, Греция, да? Сражение? Нет. Фэй, она будто хочет что-то сказать. Только не говори, что снова с призраками болтаешь. Нет. Но это не просто воспоминания. Выражайся яснее, брат. Следы оборвались. И мы тут не одни. Пятые налетчики. Их не должно здесь быть. Надо проверить защитный пояс. Вон там впереди дерево, да? Ты был прав. Защита пала. Оттого и гости. Что же тут было? Медведь. Растерзанный. Но кем? Другим медведем. Но его ранили. Они сломали дерево. Надо найти отроя. Да. Лютые звери, злобные налетчики. Он наверняка искал, где укрыться. Мы найдем его. Иди дальше. С чего пареньку уходить одному? Мы повздорили. Он сказал, что я прячусь от Одина. И что? Это разумно? Ты же убил троих его родичей. И расплачусь за это. Поэтому Атрей должен уметь справляться сам. А, ты о том пророчестве. Ну, то, что великаны нарисовали твой труп на стене рядом с... Другими точными предсказаниями. Я не верю в пророчество. Да? Славно. И во что именно ты веришь, Мимир? Я всегда был скептиком. Хоть мы и встречали то, чему нет объяснений, скажу тебе, как умнейший из живущих. Понятия не имею. Может, Атрей искал укрытие, увидел налетчиков, пошел дальше, а уже затем тут прошел медведь. Картина боя не впечатляет, надо сказать. Думаешь, медведь шел за Атреем? Ну, а может, наоборот? Медведь был ранен, и Атрей хотел ему помочь. Ты же его знаешь. Атрей! Где ты? Мы нашли медведя, но убили его в нас. Спотай его, пока он уничтожит. Не убили его, она уничтожит. Х Resource! Гадо! Сколерь с ним в нем, ты просто уничтожит. Так, алари мне не изучал torque. Сегодня problema. Атрей! 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 Атрей. Что? Сперва залечи раны. Что случилось? А ты не помнишь. Я похоронил Фенрера, а потом, я не знаю, мне было грустно, потом была злоба и страх. Я помню, как бежал, а потом медведь бросился на меня, и я на него. Но это же был сон. Твои эмоции тебя преобразили. Я не знаю, как я это сделал. Ты ничего не делал. Они взяли верх. Вот почему рано бросать тренировки. Мы не знаем всех твоих способностей. Нужна дисциплина, чтобы ты мог управлять ими. Дисциплине ты меня научил. Мне нужно больше, нужны ответы. А их у тебя нет. Их знала только твоя мать. И утаила от нас. Вдруг кто-то мог бы нам помочь. Ответить на наши вопросы о великанах и рассказать про роль Локи. Атрей. И мы бы поняли, в кого я превращаюсь. Атрей! Послушай меня. Я мог тебя убить. Пока ты не владеешь собой, мы не станем рисковать зря. Бездействие тоже риск. Ты так сказал. Забудь ненадолго, что ты отец, и подумай, как полководец. Нет! Соберись. Соберись. Ну, может поговорим о том, что парень стал медведем? Да, поговорим. Позже. Надо восстановить защиту и вернуться домой. Погоди, а что случилось с защитой? Ты сломал. То есть ты винишь меня? Я не виню тебя, Атрей. Да? А судя по голосу... Итак, помимо знания языков и общения со зверями, есть у тебя какие-нибудь еще волшебные способности? Вроде, нет. А Фенрир? А что он? Когда он умер, ты колдовал. Нет, я не... Но я видел свет. Я не понимаю, о чем ты? Это шуточки Фимбул Винтера. Уж я их повидал. Куда столько крови? Это твоя. Серьезно? Ну, или добычи, которую ты тут протащил. От этого спокойнее не стало. Вот это. Асия. Я не хотел. Желание не важно. Только последствия. Что с ними делать? Ничего. Природа справится сама. Грядет буря. Мало нам мороза. Мы почти пришли. Да, задай им жару. Ого! Сколько их тут? И так было всю ночь. Пробрались внутрь, пока не было защиты. Жаль, что теперь нельзя выбраться из Мидгарда через храм Тюрер. Говорят, Фимбул Винтер затронет все миры. Ясно, но разве может быть еще хуже, чем тут? Эй, Свана, тебе не страшно? Храбрая девочка. Молодец. Храбрая. Да, да. Ловко он с ними. Стоило ожидать. Спеки. Как ты? Это всего лишь гром. Хорошая девочка. Умница. Многовато событий для одного вечера. Хотя, надо признать, мне вспомнились былые времена. Давненько мы втроем не пробирались по неизведанным лесным тропкам. Вернее, будет сказать, это ты с нами давно не пробирался. О, ну, я от этого просто устал. Одна охота похожа на другую. Как ты можешь устать, если никогда не спишь? Усталость бывает разная. Сам узнаешь, когда подрастешь. Отдохните как следует, братья. Сами знаете, утро вечера мудренее. Что это? Перелуг. Ты кто такой? Можно войти? Я принес мед. Из меня плохой собеседник. О-о-о. Нам точно найдется, о чем поговорить. Уютно. 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 Сказал бы сразу, что не будешь. Зачем ты пришел? Из-за вежливости. С виду ты спокоен и рассудителен. Ты же спокоен и рассудителен. Если того требует момент. Я бы сказал, что требует. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, кто я. Незадолго до начала зимы произошло некое недопонимание, о котором я сожалею. Но теперь мы все лучше осознаем, с кем имеем дело. Так, то, что ты сделал с его детьми – самозащита. Мы, асы, живем ради смерти. И, скажем прямо, они были никчемными. Но Байдер – другое дело. Он был моим следопытом, лучшим. Да, он утратил свой разум. Но от него была польза, а теперь его нет из-за тебя. Понимаешь? За тобой должок. И ты тоже надоел. Что тебе нужно? Предлагаю мир. Может, мир устроит почтенного бывшего бога войны? Давай не будем убивать друг друга. Может, посидишь дома, дашь отдых ногам? Не будешь искать ссоры со мной? И я отвечу тем же. При условии, что он, он перестанет искать Тюра. Да, мы знаем, чем ты занимаешься. Хватит. В старой порядке Тюра мертвы. Он мертв. Понятно? И тогда все, мы в расчете. Я даже пойду вам навстречу. Можете оставить себе пленника. Моего пленника. Ха-ха-ха-ха. Да-да, я знаю, что ты здесь. Рядом, сладкоречивый гаденыш. С какой стати нам тебе верить? Чего стоят твои обещания? А вот и он. Мой старый подельник. А он похудел. Что бы он вам не сказал, это ложь. Чему ты их учишь? Что, умнейший среди живых внезапно ослеп? Мы ведь хотим одного и того же. В общем, предлагаю тебе честную сделку. Я договорюсь со своей бывшей. Фрея вас больше не тронет. Никакой угрозы для парня. Тебя ведь это заботит, верно? Ну, что скажешь? Нет. Не затягивай. Наконец-то. Я давно этого ждал. Ты не здешний. У нас есть обычай. Кровавый долг. Это значит, ты поплатишься за то, что причинил боль моей семье. Сейчас объясню. Это Забальтра. А теперь покажи-ка мне, что умеет убить собаков. А без Табара ты драться не можешь, Курус? Мой брат сам затеял ту драку. Ха-ха-ха. Мне плевать. А. 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 Да, нечаянно, Чур. Старый ты, зануда. В бою ведь не бывает нечестных приемов, да? Неужто мои дети умерли, потому что тебе просто повезло? Тупица! Ты думал, здесь ты станешь отцом и начнешь новую жизнь? Так не бывает. Ты разрушитель, как и я. Ну уж нет. Я скажу, когда хватит. Покажи мне, какой ты на самом деле. Вставай! Этот человек, не свергнув ты с Югрум, королеву Валькирии? Это за Моди! Даже теперь он на последнем месте. Что ты сказал? Моги искал нас, боясь тебя. Он умер от нанесенных тобой ран. А ты у нас примерный отец. Знакомое чувство. Что? Не важно. Не насрать на твои отеческие советы. Покажи мне, бога войны. Ты начал это, а я закончу. Где твоя любовь к дракам? Но это тебе не поможет. Но это тебе не поможет. Хоть уже и не тот, что прежде. Но я не мои сыновья. А твой сын у все отца есть виды на него. Вот он. Вот он, бог войны. Считай, твой долг уплачен. Свидимся. Говорил же он справиться. Кратос! Это Синдри и Брок. Ну и драка была. Может... Домой, живо! Сатра и Модин. О, нет. Я подготовлю, брата. Ну, пошли. Тут все рядом. Как славно, что ты заводишь друзей. Мьёльнир, конечно, лупит. Будь здоров. Ты же знаешь, что его сделали мы? Ты уже говорил. Говорил, да. Просто не был уверен, что ты слушал. Но этот топор хотя бы теперь кому-то служит. Иначе в чем был смысл? И вот еще что, малыш. Раз асы смогли заявиться к вам на порог, значит, сдохла ваша защита. Как вы, Швырнишодина, советую поискать другое пристанище на сегодня. Иначе можно и не проснуться. Я не оставлю свой дом. Да ну, сам знаешь, всему дец ничем не гнушается. Может, и шпионится тобой, и разнести твой дом по бревнушку, пока ты спишь. Он на все способен. Иди за мальцом, а я кое с кем потолкую, и, может быть, смогу устроить вас на время к нему. Брат! Я уж хотел тебя искать. Ты ранен? А ты? Что он хотел? Ну, заплатить за крышу. И он позвал меня в Асгард. Ишь ты! За дверью-то я вас не слышал. Я отказался. Само собой. Хорошо. Для чего ты искал Тюра? Скажи я, что ищу его. Ты бы мне запретил. И ты скрыл это от меня. Я хотел тебе рассказать. Правда хотел. Но раз ты узнал, я должен тебе показать. Нет! Поверь, тебе нужно. Поверь! Поверь! Ты лишился доверия. Так дай мне его вернуть. Дай показать, что я нашел. К тому же, Один наверняка вернется. И Тор. А они, похоже, могут выбить дверь и войти сюда всякий раз, когда им вздумается. Есть лишь один способ от них избавиться. И, кажется, я знаю, как. Отец. Покажешь. Собирай вещи. Собирай вещи. Ты готов? Собирайся. Иди. Сдачи не надо, ублюдок! Куда мы идем? В старый храм, в Диколесье. Зачем? Будет проще объяснить на месте. Один тебе снаружи сказал еще что-то? Да. Он сказал на Йотунхейм, ему уже плевать. Он сам предотвратил Рагнарек, и тайны великанов его не волнуют. Думаешь, он знает, что они мертвы? Меня больше тревожит его безразличие. Что он задумал? Что он задумал? Что тут случилось? Дом совсем рядом. Налетчики терпируются друг с другом? Это не их стрелы. Тут есть кто-то еще. Тут тоже тела? Свежие. Они пробрались сюда, когда защита угасла. Ну, или Один сам сломал защитное заклинание. Почти у моста. Ой, похоже, он обвалился. Поищем другую дорогу к храму. Парень, как тебя вообще сюда занесло? Мне снилось, что я здесь. Сны. Ого, этот еще живой. Нет, посмотри. Налетчик нежить, но кто убийца? Полагаю, надеяться, что их враг будет нам другом не стоит. Да, пожалуй. Серьезно, кто делает такое с налетчиками? Стой. О, проклятие, брат, что это было? Что-то сильное и опасное. Будь на чеку. Да, я все время на чеку. Помнишь, я сказал, что кое-кто способен помочь нам узнать больше о великанах и Локи? Ты про Тюра? Старого бога войны этих земель? Он умер. Но если он умер, то почему Один так старательно его прячет? Верно. Он знает, что Тюр может поднять миры против него. И Тюр был союзником великанов. Так что... Хватит. Прошлый раз этой колонны тут не было. Как я уже говорил, Тюр был союзником великанов. А значит, он согласится нам помочь. И если кто и знает что-то обо мне, то это он. И если он жив, его надо найти. Разве не так? Слишком много «если». В чем ты уверен? Скоро увидишь. «Отец!» «Отец!» Ловчая! Берегись, брат! Похоже, вот и наш личник! Твоему счету конец, брат! Главное, не стой на месте! Это последняя капля! Фимбул Винтер, Фрея, налетчики, незваные Тор с Одином, а теперь еще и ловчие! В лесах стало небезопасно! Отец! Мамин щит! Тор разбил его, но... Может, гномы смогут его починить? Может. Потом. Идем! Тут можно пройти! Идем! Смотрите! Неожиданно! Идем! Атрей! Стой! Не, стоять он не будет! Парень! Что это? Где мы? Там, где могли побывать лишь великаны! Святилища хранят их истории! Но их главная правда! Их тайны! Все это хранится тут! Внутри! Помнишь историю о Сколе и Хате? Двух варгах! Один поймал их, потому что думал, что это поможет ему, когда начнется Рагнарёк! Да, помню! Но это не конец истории! Смотри! Тут великаны освобождают Сколе и Хате! Освобождают? А это было или будет? Зависит от того, когда посмотреть! Говоришь, как великан! Видишь? Волки живы и здоровы! Где-то в Ваннахейме! Да, там Один не сразу станет искать! Снова гонятся за Солнцем и Луной! Снова за свое! А потом... Вот! Луна исчезнет! Ее украдут! От Рэй! И Хате! Нечего будет преследовать! А говорят, от кражи светила никто не страдает! Уж не знаю, кто это! Но кто-то придет и освободит Луну! И тогда она закроет собой Солнце! Полное затмение! Такого не было уже сотню зим! Потом они побегут за стрелой и все станет как было! И как все это связано? Сейчас расскажу! Смотри! Вот Рагнарёк! Видишь, кто возглавляет армии, идущие на Одина? Это Тюр! И если он будет во время Рагнарёка, значит он все еще жив! Верно? Мимир! Это так? Один сказал, что убил Тюра, и тогда он мне доверял? Ну, по-моему! А что, если он его не убил? Что, если он просто держал Тюра где-то все эти годы? Снова эти если! Хватит! Стой! Мы идем домой! Стой! Ты должен увидеть еще кое-что! Оно прямо тут! Что это? Все, что я нашел! Ну, почти что все! Работа великанов? Ты снова был в Йотунхеме? Нет! Нашел в одном из других святилищ! Других? Во скольких ты побывал? Я, ну, во всех! По крайней мере, во всех, что есть в Мидгарде! Я не знаю, что это, но оно важно! Как и все это! В одном из святилищ я видел изображение плененного Тюра! Но не понял, где он! В других святилищах есть намеки! Там говорится о черном дыме и кровавой земле! Но мы так и не смогли понять! Он мне помогал Синдри! Слушай, это не он придумал! Я его попросил! Просто, чтобы он меня прикрывал! Чёрный дым! Кровавая земля! Может, тюрьма в Муспельхеме? Навряд ли! В первозданных мирах слово Одина не имеет веса! Кровавая земля наводит на мысли о шахтах! Возможно, мир гномов! Сварт-Альфхем! Очень может быть! Их шахты изрыгали чёрный дым! А Один долгое время держал гномов за бороды! Значит, туда! Тюр где-то в Сварт-Альфхеме! Заточён в шахте! Ну что? Идём? Домой! Сюда! Парень! Даже если мы решим искать Тюра, как нам попасть в Сварт-Альфхем? Сам знаешь, Один замкнул границы всех миров! Синдри сказал, у него есть идея! А когда он говорил иначе? Ну, почти дома! Брат, на два слова! Не вини паренька за любопытство! Это свойство юности! В моей юности учили послушанию! И ему ты хочешь такого же? Брат, он всё равно выберет собственный путь! Если не хочешь, чтобы он ушёл от тебя, возьми себя в руки и иди вместе с ним! М-м-м-м! Если найти способ отправиться в Сварт-Альфхеме, наверняка там найдётся много снаряжения, которое может нам... Хватит! Мы пойдём! Правда? Но, если тюра там нет, ты оставишь поиски. Совсем! Ладно! Ты не пожалеешь! Синдри! Что мне провалиться? Это от Рей? Как время-то бежит! Ты так вырос! Ну да! Ну, идите за мной! Брок сказал, что вам нужно где-нибудь переночевать! Так что ваши друзья-гномы помогут вам с убежищем! Мы же всё ещё ваши друзья-гномы! Так других гномов мы и не встречали! Прекрасно! После вас, друзья! Куда мы идём? В самый чистый дом во всех девяти мирах! Надеюсь, таким он и останется! Ни на кого конкретно не намекаю! Кратос! После вашей встречи с Тором мы подготовили пару комнат, чтобы вы могли спокойно обдумать дальнейшее! Почти пришли! Как видите, мы устроились в мире между мирами! Жилища скромные, а зато Фимбул Винтер сюда не достаёт! Шпионов Одина тут нет, а если вам по душе мерцающие серые бездны, то и вид понравится! Тут замечательно! Кстати, мы хотели обсудить с вами наш план! Любопытно! Заходите! Заходите! Только, пожалуйста, как следует вытирайте ноги! Я подожду! Вы не будете вытирать ноги, так ведь? Ладно! Ваши комнаты там, а кухня, она вот здесь! Кто? Кто-нибудь голодный? Кратос? Поешь! Мне не нужна еда! Нам нужна помощь, чтобы попасть в Свард Альфхейм и спасти Тюра! Тюра? Он жив? В смысле... Что? Не бойся! Я всё рассказал! Рассказал? Ты поощрял неповиновение! Нет, я присматривал за ним! Для тебя старался! Никакого риска! Всё безопасно! Да не молчи ты! Нам главное сейчас попробовать снова найти путь между мирами! Ты сказал, что знаешь как! Да, точно! Только... Просто там... Вы так натоптали! Тогда почему ты до сих пор не открыл путь? Ну, если честно, нам бы не помешала ваша помощь! О-о-о-о! Братьям Хульдрам наконец требуется помощь умнейшего из живущих? Да, именно так! Так! А ну, стоять! Чё это ты притащил? Во имя Хиля, это ещё что? Это мой сын! И что во имя Ярнсмита с ним случилось? Надо же какая-то дилда, а? Ещё и выглядит... Так! Это ты виноват! Ладно, пошли подберём ему что-нибудь подходящее! Он же просто растёт, балбес! Ты что ли в юности не выглядел странно? Эй! Ладно, с этим уже ничего не поделать! Но советую тебе наконец взяться за ум, если он у тебя есть! Он пытается, поверь мне! Ну что, давайте вас, недоумков, будем снаряжать в путь-дорогу! Сперва это! Серьёзно помят! Может, проще будет изготовить новый? Этот для меня дорог! Ну... Ладно, посмотрю! А пока что... Давай найдём тебе на замену что-нибудь толковое! Дай знать, как будешь готов! Как отворить миры? Нужно одна штука из мастерской! Идёмте! И голову не забудьте! Так! И где именно заточили Тюра? Его держит в какой-то шахте! Пока что это всё! Хм... Ты ж понимаешь, в мире полно шахт! Нужно узнать точнее, где искать! О! Дурлин может помочь! Дурлин это... Он вроде как наш родич! Заботится о безопасности города! И у него наверняка есть самые разные сведения о шахтах! И Одина он точно недолюбливает! Поэтому, когда твоя мать затевала восстание, она обратилась к нему! Готовы? Восстание? Ты про это знал? Не знал! Лидер восстания, который знал маму! Та-дам! Похоже, он-то нам и нужен! По-моему, вы пропустили моё! Та-дам! Ну да ладно! Я всё в два счёта подготовлю! Идите к вратам и ждите! Лидер восстания? Дурлин-то? Ха-ха! Вот это вы его сейчас приласкали! А? А ты... Вечно мелешь то, что сам себе и напридумывал! Так ведь? Небось, вот думаешь, Дурлин только и ждёт, когда ему на голову свалится парочка баламутов! Ты о чём, Брок? Он поможет или нет? А, кто меня слушает! Не пристало Броку заниматься всякими измышлениями насчёт родни! Ну, кроме вот этого вот чистоплюя! Я не слышу! Вперёд! Идите, ломитесь к Дурлину! Сами увидите, что будет! Но, учтите, он не такой приветливый, как известные вам гномы! Да! Карактер у него мерзкий! И выражается он, не пойми как! Да уж! Не то, что другие! Всегда хотел увидеть ваш мир! Свард Альфхейм, похоже, особенный! Свард Альфхейм! Хех! Дурацкое словечко асов! Мы похожи на тёмных эльфов! А, да! Вы называете его как-то иначе! Не довели! Главный город называется так же! Там и надо искать Дурлина! В эту дыру сейчас столько прихвостневодина набилось, что ни один уважающий себя гном там даже не покажется! Грубо, но метко! Слышите? Это что, такие драконы? Они так далеко, что не понять, большие ли они! Нам понадобится биврёст и голова! Брок, возьми его! А, так вот в чём заключается моя помощь! Ну да, артефакт был создан специально для тебя! Глаза биврёста помогут тебе иначе взглянуть на проблему! Ну ладно, а я могу им как-то управлять? О, нет! Нет-нет-нет-нет-нет! Это лишь удержит тебя, пока мы светим тебе в глаза! О, чистый, грязный ублюдок! Открой глаза! Открой! Мне совсем не хочется применять распорки! Давай! Вот так, так... Хорошо! Теперь выпускай! Всё равно! Неприятно! Наш вперёд! Давай, скорее! Да иду я! Иду! Во имя яиц, Хрёсвельд! Ну зачем так-то? Скоро узнаешь! Подрегулируем! Готово! Всё в порядке! Видишь? Ничего непоправимого! Я тебе покажу непоправимое! Кратос! Брось меня в него! Рогами вперёд! Да ладно, козлина! Чё ты шуток не понимаешь? Беврёст треснул! Мы перенастроили врата так, чтобы они работали с помощью семян Игдрасиля! Больше не нужны ни стол, ни лампа Беврёста! Лампа давала свет! Ладно, намек понял! Я что-нибудь придумаю, но сперва давай покажу тебе, как это работает! Так, наведи ключ на руну Свартальхейма справа! Сосредоточься! Врата приведут вас на болото у Нидавелира! Идите на городскую площадь и в таверне спросите о Дурлине! А в таверне о нём знают? Дурлин всегда был закоренелым пьяницей! Конечно, с годами он мог поменяться, но, судя по опыту... А ты не пойдёшь с нами? Ну, я мог бы заскочить, но в болотах так... сыро! И там повсюду злобный! Гнусные, склизкие, вонючие твари! Но вам удачи! Спасибо! Постой, что? Я говорю, удачи! Ого! Чувствуете? Ты о чём, парень? Во всём вокруг! Тут тепло! Можем поплыть на этой лодке, если я смогу её спустить! Оставай! Какие же они шустрые! Но ещё occupants! С寸и! По yachtах счётные. Смотрю, начало неплохое! Отроей, ты потерял бдительность... Зато добыл лодку. Как соберешься, можем отправляться по каналам. Мне все не верится, что мама возглавила восстание против Одина. И ни словом не обмолвилась. Может быть, от того, что восстание провалилось. Чем она занималась до нашей встречи? Ее дело. А ты интересовался? Смотри по сторонам. В воде есть ресурсы. Ты ни разу не спрашивал маму, чем она жила раньше? Да о чем вы вообще с ней говорили? Или ты говорил лишь? Женщина, стереги дом. Я пойду, но ловлю рыбы. И уходил на пять дней? Нет. Твоя мать рыбачила куда лучше меня. А может ли быть, что тут так тепло не потому, что холод сюда еще не добрался, а потому, что в Свард-Альхеме просто все иначе? Точно. Фимбул Винтер влияет на все миры по-разному. Странно, что он не несет предсказанную стужу повсюду. Но он принес ее в Митгард. А тут, как видишь, его влияние выражается более газоподобно. Обрати внимание на гейзеры, на упомянутый запах. Здесь и прежде такое бывало, но сейчас всего этого стало слишком много. Если гномы этого мира похожи на Брока и Синдри, это они будут работать науке? Частенько у себя под носом не видишь ничего, кроме немедленной выгоды. Один предлагал им безопасность, а спорить с ним к себе дороже. Так может, парочке богов стоило помочь им развернуть войну против него? Атрей, мы здесь не за этим. Да я пошутил. Война не шутка, особенно если воюют вне боги. По-моему, ты хочешь переманить Тюра на нашу сторону. Я просто обдумываю разные варианты. Пойдем дальше. Здорово же вместе изучать новый мир, да? Может, просто порадуемся теплу? Парень, скажи-ка, а что именно ты хочешь вызнать у Тюра? Ну, я же говорил. Я надеюсь, что он знает что-то про Локи. И еще я бы хотел послушать его рассказы. О путешествиях в другие земли, о великанах. И, может быть, о том, каково было сражаться тогда, в те времена. Просто интересно. Интересно. Будем надеяться, после долгого заключения Тюру захочется поболтать. Ведь не все узники Одина так словоохотливы, как я. Мы не знаем точно, здесь ли Тюр. Верно. То землетрясение. Думаешь, будет еще одно? Вряд ли. Но такие пертурбации штука непредсказуемая. Если гейзеры и запах тут сильнее, может, Фимбул Винтер повлиял и на землетрясение? Да. В твоей догадке есть смысл. Атрей, что впереди? Ого! Похоже, это и есть город. Добро пожаловать в недовелир. Эй, гномы! Они разбегаются. Тревога Я бы подал такой сигнал, только если бы тело было еще при мне И возникла угроза, что меня его лишат Ну а мы-то здесь при чем? Они напуганы Это явно сигнал тревоги Почему все спрятались? Будь на чеку Эй, у нас есть пара баба Уходите Толку от них не будет Придется самим искать таверну, о которой сказал Синдри И надеется... В чем дело, гном? Знаете, я рад, что еще раз побывал тут до Рагнарека О, если бы эти камни говорили У них были бы рты Грязные мерзкие рты Ты не мог бы дать мне свой лук? Давно пора болотить его сменить Давно хотел попытаться извлечь Ани Выгоду из структурной предрасположенности некоторых материалов к определенным звуковым вибрациям Ну, что ж, спасибо А что изменится? Терпение Думаю, некоторые вещи лучше... Увидеть... Увидеть... Фух Вот О, стреляй в те ворота Но перед выстрелом Скажи Скиальфа Вовсе не обязательно было будить половину пещерных парень недовелиха Откуда же я знал, что они там? Ладно Итак Дурлин Синдри, не знаешь, где таверна? Я что, по-твоему похож на того, кто ходит по тавернам? А вот стоки, в которых ты пробил дыру, выглядят перспективно Для вас По ним можно попасть на другую сторону Потому что вряд ли здесь найдется иной путь Значит, все попрятались из-за нас? О, да конечно Власть Одина здесь так сильна, что местные боятся любого чужака Как это характерно для Одина? Ты думаешь, это он? Эй, будьте настороже Тут, знаете, бродят какие-то пришельцы А, это вроде как мы А, ну, если вы собираетесь меня убить Дайте хоть песню, сперва закончу Этот звук так попал в тональность Мы лишь ищем друга Его зовут Дурлин Ну уж будет вам врать-то У Дурлина больше нет друзей Но если вам нужен он Идите вон там в обход И прямо за рекой найдете его контору Только остальных не трогайте, пожалуйста Простите, еще кое-что Хотя мне незачем просить прощения за свои дары А вот вам стоит сказать спасибо В общем, вот Будьте осторожны Как красиво Спасибо И прям красиво, верно? А еще очень полезно С ним вы отыщете что угодно Что захотите Правда? Ну, если ты и твой отец захотите отыскать одно и то же место То да Правда Это компас Да, но красивый компас Теперь в путь И это его лавка? Ну, на это указывает знак Подвешенный так, что вот-вот рухнет кому-нибудь на голову Мы ищем Дурлина Вам назначено время Нет А сюда приходят только если назначено? Пришел что-то у меня требовать? Думаешь, прицепил отрубленную голову на пояс И я так напугаюсь, что сразу возьму и соглашусь на предложение Эстрит, а? Мы ищем пленника Одина Он заперт в какой-то шахте Друзья сказали идти к тебе Откуда у тебя? Ты ей им голову отрубил, а? Она была моей женой Мы с закуской Сгадали, куда она исчезла после провала бульта Да Провала Смотри, смотри Да Фэй умерла Кто остался в живых платит за все Я боюсь, что не могу помочь вам с поисками этого пленника Но он может знать, как остановить Одина И избавить сварт Альфхей Матасов Я больше не желаю идти против всеотца Стойте, пока не ушли Возьмите Что это? Штраф Вы нарушили закон о чистоте, разгуливая с гниющей головой Дважды упомянули истинное имя всеотца И... эээ... Покорежили мой стол! Штраф? За платы можете не спешить А теперь пошли вон Привет тебе! Какая часть фразы вон из моей лавки вам не ясна? Ее зовут закуска? Эээ... да, конечно Тогда спасибо Так вот, я хотел сказать Похоже, Дурлин дал нам указания Гном дал нам карту Вроде того Ты ж чуял, как от него пахнет Но ведет она в шахту за той горой Тюру! В целом, Дурлин нам помог Не все воюют топорами и стрелами Наверное, на нем получится подняться в гору Может, там и будет эта шахта? Поездка на поезде гномов Такая редкость Эй, Даня, вот уж чье имя не хочется слышать Ты сам только что его произнес И Дурлин Ему и говорить не надо было Все было написано у него на лице Вернее сказать, выжжено На голове Выжиг след на голове Дурлина? Зачинщиков провальных бунтов Карают быстро и беспощадно Он стратег Одина? Да И владелец Гьялархорна Убежденный сторонник Одина Уверенность в своей правоте Очень опасное качество Кажется, мы на месте Идем Сюда! Там еще вагонетка Поищем, как перебраться Идем 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 Если он хочет этой войны Я не буду ему мешать Это что? Дреки? Что тут было? Осторожней Кажется, он мертв Да Точно Мертв А вот интересно Отец Берегись Готов Вместе Тяжкий был бой Путь начеку Тут могут быть и другие Думаешь, тот Треки убил первого? Если это и так Их обоих сгубила жажда крови Там внизу Я вижу шахту Должно быть о ней и говорил, Дурлин Слева есть пути Наверно там еще одна вагонетка Отец А что если это война не только Тюра? Но и наша тоже. Война не единственный путь. Мы же боги. Добрые боги. Мы хотим остановить Рагнарёк и помочь всем. Что делать, если невозможно без войны? Атрей. Ого, какой маленький. Ладно, нам нужно налево. Стой, влево от меня. Продолжай. Почти вышло. Еще чуть влево. Да, вот так. Еще разок. Начнем. От Кракена ты получил камень. От Кракена? А, закуски. Да, он весь в тине. Я хотел показать его Броку и Синдре, когда вернемся. Вот. Итак, мы решили разыскать Тюра, потому что не доверяем Одину, верно? Если так подумать, война бы... Ой-ой-ой. Слева! Слева! Что сигнала? Найди тормоз, Маганетский. Тут должен быть какой-то рычаг. Нашел. Заклинило. Поднажми, братец. Отец! Нормози! Кажется, он сейчас... Нет! Сука, сука, сука! Вставай! Отец! Тролль! Вставай! Ну и поездка! Кошмар! Полностью согласен, братец. Знаешь, парень, следил бы ты за языком, а? Просто слово. Я и не такое слышал одно. Дело не в слове. Ты вышел из себя. Мы падали. Летели вниз. Я думал, нам не выжить. И ты хотел, чтобы это было твоим предсмертным словом? Нет. В миг опасности. Паника бесполезна. Опуздай ее. И используй. Надеюсь, Тюр здесь. Атрей, нам нужны лишь сведения. Знаю. Перестань говорить так, словно я пытаюсь начать войну. Но ты этого не отрицаешь. Братья, может, оставим эту тему хотя бы на время? Принес вам кое-что. Синдри! Что это? Раз у вас при себе нет источника света, простите, и вы не видите, какие ужасы могут прятаться во тьме, возьмите. Ну ладно, все. Ступайте своей дорогой. Спасибо, Синдри. Погоди, а что ты имел в виду под ужасами во тьме? Синдри. Сюда. Отлично. Не тупик. Пойдем узнаем, куда она ведет. О, кажется, я понял, откуда взялись эти Эдлы. Их может быть слишком много. Будь рядом. Она мертва. Надо разобраться с оставшимися. Ух, вроде это все. Как же мерзко пахнут эти твари. Это от того, что мы потревожили их гнездо. Идем дальше. Прости. Я знаю, ты запретил, но я все равно думаю об этом. Мы все время боремся со злом. И я не понимаю, почему нельзя делать это вместе с Тюром. Мы его не знаем. Мы же видели. Он был лидером. Пошел против Одина, в отличие от прочих. Раз смог один раз, может быть, сможет и снова. Давние рисунки не способны поведать всю правду. Там дверь. Выберемся, проверим. Вдруг Тюр там. Он должен быть рядом. У меня такое ощущение, что ты на меня за что-то сердишься. Как мы попали в сварт, Альфеем, ты недоволен каждым моим шагом. Если, по-твоему, я не должен вести нас, так и скажи. Речь сейчас не о твоих способностях. Ладно. Но что это значит? Дело в твоих намерениях. Эта шахта огромна. Наверное, ее очень долго строили. Еще дверь. Надо ее тоже проверить. Турнен не написал, какая нужна. Нет, сами разберемся. Те твои слова насчет намерения. Я намереваюсь помочь Богу Вайне остановить Одину. А для этого нужно сперва освободить его из плена. Ну, друзья, готовьтесь. Синдри? И осторожнее вылезайте оттуда. Не торопитесь. Тут везде торчат ржавые гвозди. Где искотюры, не знаешь? Думаете, я бродил по этому зловонному лабиринту? Нет. С этим вы и сами справитесь. Не знаю. Вода вроде бы тут чистая. Вот-вот. Вроде бы. Смотри. Сразу за провалом дверь. Может, Тюр там? Тюр? Ну, кого-кого, а Тюра тут точно нет. Ну, где-то ведь он должен быть. Шахта огромна. Атрей, что ты хочешь не дать Одину совершить? Ты как будто знаешь о его планах. Я не знаю его планов, поэтому мы... Братья, настал Фимбул Винтер, близится Рагнарёк, и Один пойдёт на что угодно. Что бы он ни задумал, навряд ли это принесёт пользу кому-то, кроме него. Вот именно. Ну вот, пойдём. Надо подняться. Тюр где-то тут. Ладно, тогда вот что. Подумай, каково Тюру сидеть в заперти в этой шахте. Если бы Один заточил меня, а затем я освободился, я хотел бы отомстить ему. Но в целом мне бы просто хотелось драться. С кем угодно. Просто потому, что я снова мог бы это делать. Ялза! Тюр! Что это за уловки, Один? Какие игры ты затеял сейчас? Мы не с Одином. Мы хорошие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это бог войны? Эти клинки. Я тебя знаю. Бога-убийца. Ты пришел за мной, да? Дать тебе свободу. Нет, не подходи! Брат, дай-ка я! Тюр, Тюр, слушай, ты ведь меня знаешь, да? Ты убил Мимира? Нет, 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 нет! Да, мы же его оживили! Нет, не подходите ко мне, убийцы! Стой! Он нужен! Тюр, все в порядке. Все будет хорошо. Нет, оставь меня. Тюр, послушай, клянусь, мы не причиним зла. Мы вытащим тебя. Уходи прочь. Отведем туда, где Один не достанет. Пожалуйста. Это мой отец. Мы помогаем. Я должен вернуться, прошу. Он ведь рассердится. Разве ты не воин? Разве ты не лидер народов? Соберись! Мой сын привел нас сюда. К тебе. Глянь на него! Ты... Зачем? Ты меня не знаешь. Знаю, за что ты боролся. Ты помог великанам. Мы хотим вернуть долг. Мы? Мы уходим. Ты идешь с нами. Вот. В озере была статуя. Там ты с копьем. Я решил, тебе нужно... Дереться? Нет. Спасибо тебе, но я... Справлюсь сам. Ну... Ладно. Я... 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 Я бежал, ибо не... Не всегда вижу реальность. И порой... Порой я... Я... Не стыдись этого, брат. Сейчас очень непростое время. Вы тоже его слышите? Пора возвращаться. Ты чувствуешь? Ветер дует вот отсюда. Может, поблизости есть выход? Как мне следует называть вас? Я Атрей. Мимира ты уже знаешь. А это мой отец. Кратос. Отчего сын Спарта решил поддержать Йотунов? Моя мать была последним великаном Микгарда. Лафей. Лафей. Я помню это имя. Она тоже пыталась помогать всем. Она ушла в свет Альфхейма. Соболезная. Позвольте мне помочь вам. Хотя бы в этом. Зачем приходить за мной гнева тетина? Ну, грядет Рагнарек. Надеюсь, ты знаешь. Мы думали, ты поможешь. Вы пришли со мной, чтобы начать войну? Нет. Тюр, приятно наконец повстречаться с тобой лично. Мимир, что с тобой стало? Пошел по твоим стопам. Предательство, бессрочное заключение, кошмарная пытка от рук всеотца. Ты такого не заслуживал. А кто заслуживал? Ну, у меня хоть вид из тюрьмы был получше. Мы нашли его на вершине горы. Он весь врос в дерево, и чтобы освободить его, пришлось вот так. Изящное решение. Главное, все довольны. Ты как? Просто я. Так давно не видел света. Впереди есть лесок. В тени тебе не будет так резать глаза. Идем. Ты сказал, Рагнарек грядет. Значит, Бальдер... Бальдер. Освободить его пришлось вот так. Изящное решение. Главное, все довольны. Ты как? Просто я. Так давно не видел света. Впереди есть лесок. В тени тебе не будет так резать глаза. Идем. Ты сказал, Рагнарек грядет. Прежде чем мы пойдем... Ответь. Чего именно вы хотите? Ты говоришь о Рагнареке. Вы пришли сюда за богом войны. Такой тюр вам нужен. Рагнарек грядет. Патрэй. Я... Простите. Я благодарен за свободу. Но если вы хотите, чтобы я участвовал в войне... Или еще хуже, возглавил ее... То лучше убейте меня. Я не хочу войны. С меня довольна. Никто тебя не убьет, брат. Это лучше, чем дожить до Рагнарека. Мы не хотим войны. Нам нужны ответы. Я не знаю, как вам помочь. Это не важно. Великаны тебе верили. Вот какой тюр нам нужен. Нужен ты. Ладно. Мне нужно лишь отдохнуть... И немного поесть. Вы убили охрану, что несла мне еду. Брат, может, расскажешь, чем закончилась та история? На нас напали сыны Тора. Мы их убили. Бальдор хотел убить Фрейю. Я его убил. А про то, как мы бились с Валькириями и освободили их? И что великанов больше нет? И что они назвали меня Локи? И что мы нашли святилище? Что с великанами? Когда мы попали в Йотанхин, все были... мертвы. Мертвы? Думаете, это Один? Мы не знаем. По-моему, мы очень вовремо уходим отсюда. Ого! Что это? Подкрепление из Асгарда. Энхирии наверняка захотят выяснить, куда я подевался. Они путешествуют между мирами по небу? Одинам запасит трюки, о которых мы и думать не смеем. Их не довели отправиться. Гномам ничего не грозит? Теперь можно об этом умоваться. Надо уходить. Скорее! Продолжение следует... Игдрасиль. Я давно его не видел. Уже позабыл его красоту. Тюр, ты когда-нибудь слышал от великанов что-то про Локи? Прости, но это имя мне не знакомо. Великаны очень скрытные. Были скрытные. Ну еще бы. Возможно, отдохнув... Дом в дереве. Господин Тюр, вы правда живы? Я жив? Возможно. Ясно. Он просто устал. Я сказал, что у вас найдется приют и пища. А, ну разумеется. Что ж, посмотрим, что можно устроить. Прошу, входи. А, мы сейчас. А, будь я проклят. Ну что, обсудим? Что делать дальше? Нужно все обдумать. Поговорим утром. Ну, ладно. Утром так утром. Спокойно, спокойно. Да! Спасибо. Так намного лучше. Видишь? Доброй ночи, Тюр. Я пойду спать. Завтра много дел. Что ж, Тюр, нам пора выполнить обещание. Давай-ка устроим тебя на ночлег. Прошу, за мной. Эй! Иди сюда, взгляни, что у меня есть. Уверен, мы тут никому не помешали. А я все обустрою. Вероятно, по твой рост придется изготовить новую кровать. Прошу, не нужно так хлопотать. Я отвык от просторных мест. У вас есть коморка для метел? Да, но там хранятся метлы. Мне подойдет. Если честно, там мне будет спокойней. Что ж, а как насчет еды? А, я неприхотлив. У вас есть сухари? Э, сухари? Или морские галеты. Тоже подойдет. Я... И немного соли. Ну, сейчас что-нибудь отыщу. Возможно, этой ночью я смогу уснуть. По-настоящему. Спокойным сном того, за кем не следит око все отца. Знаешь что? Они наверняка в кладовой. Я тихонько гляну. О чем думаешь, брат? Я думаю... Я хочу, чтобы все было как раньше. М-да. А я бы хотел вновь залезть на дерево. Кое-чего уже не вернуть. Атрай в последнее время слишком беспокоен. Я тревожусь за него. Я знаю, брат. Но чрезмерная опека его не убережет. Парень хочет учиться на собственных ошибках. И как ни горько, но тюр одна из них никогда не видел настолько сломленных, как он. И его боль свежа. Не требуй многого. Да. Возможно. Жаль, Фрей еще хочет твоей смерти. Нам бы ее в союзники. Этому не бывать. Да. Я уже понял. Что, не сбиться? А! Шшш! Не смей так ко мне подкрадываться. У меня есть дела в Нидгарде. Без меня? Я думал, мы напарники. Ну да, но... Вдруг ты бы не пошел со мной. Хочу навестить подругу. О, ясно. Хотя, возможно, не стоит этого делать, учитывая, что она хочет тебя убить. Она не станет. Слушай, это здорово, что ты видишь в людях лучшее. Я одобряю. И будет чудесно, если ты продолжишь так делать, при условии, что тебя не убьют. Это риск, но... Она нужна. Уверен. Позволь предложить другой вариант. Менее рискованный, но тоже способный дать ответы. О чем ты говоришь? Об одном твоем знакомом, которого ты давно не видел. Об огромном знакомом. Йормунгант? Ты его нашел? Давай покажу. Это все равно по пути к мстительной богине, что хочет твоей смерти. Заодно еще раз обдумаем, надо ли к ней идти. Так ты знаешь, где Фрея? Нет, нет. Ну, вернее, да, но... Слушай, давай сперва поговорим со змеем, а потом я не отведу тебя к Фрею. Что скажешь? Стой. Ты что делаешь? Я пошутил. Хорошо, что ты прихватил ключик Драсиля. Я выскочил, забыв свой. Ха, уже устал от такого количества гостей? Что? Нет, просто решил подышать воздухом, и все. Надеюсь, холод тебе по душе. Может, сперва заглянем к вам домой? Возьмем с собой твоего мохнатого приятеля? О, нет. Я же тебе не сказал. Фендрир умер. О, мне очень жаль. Для волка он был крайне... чисто плотен. Спасибо. Я бы тебя обнял, но... зачем нам обоим давить на нервы? Ладно. От башни Хельхейма веет чем-то ужасным. Помнишь, как туда идти? Ага. Мимо Грибцов. Но... ты поэтому думаешь, что Йормангант рядом? Говорю тебе, чую. Да... С тех пор многое случилось. А мне нужны ответы. Это замерзшая молния? Так. Хочешь посмотреть? Нет. Ну, так что произошло? Отец сказал, когда Фенрир умер, я сотворил заклятие. Но я не знаю, о чем он говорит. Случайная магия? Тревожный знак. Случайная магия — это не все. Еще я превратился в медведя. В медведя? Если люди были. Да. Но я не сдержался. Фрейл лучше всех понимает магию. Она поможет. Но не магию великанов. Ладно. Давай сделаем по-твоему. Огромный ядовитый змей явно безопасней. Он... ядовитый? Как думаешь, это может случиться снова? Ну, то, что ты станешь медведем и впадешь в буйство? Не знаю. Ну вот, рычаг управления сломан. Ты ведь справишься, да? Или весь талант действительно достался твоему брату? А вся сила досталась твоему отцу? Если я скажу «да», ты считай, согласишься, что весь талант у Брока. Все. Пойдем. Почему ты сегодня такой нервный? Для меня главное заботиться о тех, кто мне дорог. Чтобы с ними ничего не случилось. Фрейл меня не убьет. А Йорманганда тут, скорее всего, даже нет. И потом, я ему нравлюсь. Он съел меня всего однажды. Я сделал все, чтобы забыть эту сцену. Ну, мы на месте. Говорил же, его нет. Так, может, его позвать? Мы пробовали трубить в рог. А я говорю не про рог. Ну, да, совсем не странно. Тсс. О, блядь! Тсс. 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 Девушки отдыхают. 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 Так что да, именно такой. Сука. Девушки отдыхают. 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 тебя убивать спасибо успокоил так успокоил привет фрея что я не могу навестить знакомую что тут странно ну даже если я виноват в смерти твоего сына это не значит вот об этом пожалуй лучше не упоминать что что почему у меня на шее наконечник стрелы то есть что убило твоего сына отличный вопрос мне конец ну попробуем фрея лучше бы ты остался с синдри стой хватит где твой отец отвечай не здесь он послал нет он не знает зря не он отнял у меня сына почему ты считаешь что я не отомщу ты не такая поставишь на это свою жизнь да что ты знаешь обо мне но ты меня еще не убила и пока ты об этом думаешь может отпустишь меня и я скажу ну зачем пришел если просить за своего отца не утруждайся его судьба решена ты же знаешь кто во всем виноват мне не одолеть одина да и не надо рагнарёк его убьет да а если я скажу что он приходил в мидгард он пришел к нам предложил мир если мы не вмешаемся сказал что рагнарёка можно избежать он лжет возможно но ты ведь знаешь пророчество гро все зависит от армии великанов великаны ждут войны в йотунхейме нет я там был нет никакой армии великанов больше нет лишь я ты в йотунхейме мы узнали правду моя мама была последним стражем великанов в мидгарде и это не все у великанов есть пророчество обо мне они зовут меня локи и возможно мне суждено остановить одина как то но раз великаны погибли а тебе не убить одина он уже победил может нам объединиться ты же можешь сражаться я не та что прежде ладно ладно но мы нашли тюра может если ты поговоришь с ним тюр жив? да мы пошли за ним в сварт альфхейм это невозможно девять миров закрыты для всех нет мы открыли путь но не знаем что делать дальше но если мы объединимся молчи хватит сейчас же уходи и никогда не возвращайся иди пока я не передумала и не жди пощады для своего отца не знаю я остался жив но ответов не получил так что похоже все это время потрачено скустое и я ни за что не признаюсь в этом передсиндре А где жерелье? А? А, я решил избавиться от него. Она его забрала, да? Тебе сегодня повезло. А теперь скажи, каково это питаться хаосом? Я... Ну ведь только починил! А, починю все потом. Пойдем отсюда, пока еще кто-нибудь не попытался нас убить. Да, хорошая мысль. Хочу спросить, мы расскажем твоему отцу? Раз уж ты вышел оттуда живым. Нет уж, он тебя убьет! Верно. Кстати, к слову о секретах. Я хочу с тобой поделиться кое-чем. Я очень давно скрываю это от брата. На обратном пути, скажу. Пошли. Пойдем к башне Альфхейма. Так о чем ты? Задолго до твоего рождения в кузнице кое-что произошло. И Брок умер. Но я не смирился. Я отправился к озеру душ в Альфхейме, чтобы его вернуть. Полчище душ пытались мне помешать. До сих пор ощущаю их жуткие касания. Вот только я смог вернуть лишь три из четырех частей его души. Синдри. Брок решил, что просто отключился. С тех пор я ему лгал. Но теперь это меня гложет. Ты должен сказать. Он имеет право знать. Надо выбрать время. А ты должен сказать отцу. Это совсем другое. И все же. Ты сделал доброе дело. Ты спас Броку жизнь. А от меня одни проблемы. Нет. Я сделал выбор. Хоть и не должен. В каком смысле выбор? Я не мог остаться один. Когда его увидели другие гномы, они прогнали нас. Мы ушли. Построили себе дом. Ну, изменить прошлое нельзя, но оно тебя не определяет. Вернемся, пока отец не проснулся. Самая здравая твоя идея за сегодня. Тре. Тре? Это... Отстань. Так ты возражаешь против прозвища? Ах, вот что это было. Дело твое, Лок. Нет, так хуже. Сказал и сразу сам понял. Как же паршиво возвращаться ни с чем. После неудачи с Тюром мне так хотелось... Постой-ка, юный Йотун. Тюр не тот, кем ты его представлял, но... Неудача? Ты спас его от ужасной участи. Разве это пустяк? К тому же, может, он еще поможет нам. Может быть. Но отец не будет вечно мне потакать. Он, небось, уже выбрал, где мы будем прятаться теперь. Тогда, тем более, постараемся не попасться. Когда придем, я замету наши следы у врат и войду с черного хода. А ты... Веди себя естественно. Но немедли. Риск в этом деле меня не заботит. Но надежен ли предреченный ими путь? Я верю в их мудрость. Почти то же самое, что поговорить с ними лично. Уверен, что великаны не хотели бы войны. Я же сказал, они были мудры. А мудрецы обычно предпочитают мир. Вот и ты, братец. Говорил же, не волнуйся. А Трей, где ты был? Писал. Ну, кому жрат вы? Я бы поел. Я отлично выспался, а вы? Спускаюсь. Это колбаса? Ну да, почти. Раньше и да было вкуснее. А ты попробуй наготовить на такую ораву. Наготовлю. Что? А Трей, мы обсуждали дальнейшее. О, и куда идем? В Альфхейм. В мир эльфов. Альфхейм? Ты его ненавидишь. Зачем нам туда? Зачем? Затем, что нам нужны сведения. Святилище Гроа, Атрей. Твой отец сказал, ты нашел его. Гроа? Хранительница знаний? О, я смогу раскрыть там какую-то тайну? Да. Нет никого лучше всевидящей провидицы. Я не думал, что ты... Не важно. Отлично. В Альфхейм. Эй, не забудь вот это, чтобы туда добраться. Знаете что? Я сделаю нам слов побольше. Значит, мое. Тюр, ты правда хочешь пойти с нами? Да. Когда соберешься. Ну, вернее, когда твой отец соберется в путь. Если мое присутствие поможет вам найти ответы, я хочу хотя бы так отплатить вам. Ну и... Думаю, свет Альфхейма пойдет мне на пользу. М-м-м, да, эльфийский свет охрененная штука. А кто подал эту идею? О, разумеется, Мимир. Я просто спросил, как вы меня отыскали. И он рассказал о тайных пророчествах в святилищах великанов. Занятно. Ну и потом мы начали перечислять разные святилища. И тут твой отец припомнил, что у Храма Света был Храм Гроа. И теперь, когда в Альфхейм снова можно попасть, дальнейший план действий стал очевиден. Умнейший в мире человек не сделает неверного шага. И не потому, извиняюсь, что у него нет ног. Я всегда был рад твоим речам. Да. А я рад, что ты, наконец, свободен, дружище. И тебе я благодарен, Брок. Ты был очень щедр, дав мне эту одежду. Это точно. Я уж не говорю о том, что мне пришлось отдать домовладельцу в обмен на семя Игдрасиля. Домовладельцу? Он не домовладелец. Ясно. Я за тобой. Буду ждать вас около врат, друзья. Господин! Можно я на вас погляжу? Обещаю, я быстро. Поразительно. Потрясающая форма. Сдается мне, вы способны на множество самых разных бесчинств. Что происходит? Это белка, которая ухаживает за древом. Какой прелестный аромат. Возможно ли? Простите за вторжение. О, да! Это смола. Ореховый вкус с ноткой чернил кальмара. Нет. Что, не любите гастрономические эксперименты? Погоди. Если ты рототоск, почему, когда мы тебя зовем, ты другой? Это долгая история. Ну, вы правы. Я и впрямь рототоск. Тот рототоск, которого вы знаете, лишь одно из моих воплощений. Причем довольно неприятное. Я считаю его настолько далеким от себя, что это почти другая личность. Кстати, о нем. Пакостник. Не хочешь повидать друзей? Пошел в жопу! Я занят! Этого следовало ожидать. Ну что ж, я очищил для вас это семя от смолы. Желаете его забрать? Это семя? Конечно. Семя Игдрасили, если точнее. С тех пор, как мои гномы-постояльцы устроили тут перепланировку, без таких семян не открыть новых проходов в моем древе. В твоем древе? Да, в моем. Сейчас, я покажу. А, вот зачем господину Броху было нужно семя Альфхейма. Похоже, у вас там какие-то важные дела. Семя, что вы нашли, открывает путь в Нифельхейм. Мир древний и немножко липкий. Но если вам понадобится что-то от гномов, Свартальхейм всегда открыт для вас. Может, расскажете мне по дороге о своем прошлом посещении земли эльфов? Конечно. Первым миром, куда мы попали через твой храм, был Альфхейм. Фрея хотела пойти с нами, но... Один ее заколдовал. Она не может покинуть Митгард. Ужасно. А потом мы разбили армию темных эльфов, чтобы добраться до света. Вы вмешались в их войну? Нам пришлось. Мы пытались наполнить биврёст, а они напали. И темные эльфы хотели покрыть его своей липкой жижей. Мы его освободили, и светлые эльфы вернулись. В Альфхейме стало лучше. Вот как. Альфхейм. Сколько лет прошло? Не знаю, в какой стороне храм, но... Святилище Гроа будет там. Вижу, эльфы продолжили войну. Да. Похоже, дела тут обстоят неважно. Фимбол Винтер не пощадил Альфхейм. Нет. Такое творилось в песках Альфхейма и до Фимбол Винтера. Что ты слышишь? Похоже на животное. Но как можно выжить в таких условиях? Под песком скрыто много пещер. Это, конечно, не роскошные дома, но... Темные эльфы выживают как могут. Там. Храм света. Святилище Гроа наверху. А Фрейр так и не вернулся больше в Альфхейм, да, Мимир? Нет, полагаю, судьба его мира была для него важнее. Погоди. Брат Фрей? Да. Он совсем на нее не похож. Впереди преграда. Что это за сверкающие камни? Сумеречный камень. Редкая порода. Он создается тысячелетиями. Красиво, верно? Свет Альфхейма понемногу пропитывает камень и затвердевает, нарастая как мох на дереве. Одно из чудес девяти миров. Брат Фрейр. Причем здесь он? В стародавние времена, Ван по имени Фрейр отправился в Альфхейм, где перед ним предстала земля, обезображенная войной. Пустив в ход свои божественные силы, он сумел привести эльфов к хрупкому перемирию. Не забудь, что как только у Норфел хрупкое перемирие рухло. Я к этому вел. Слышите? О, нет. Довольно, прошу. Не нужно этого делать. Мы не хотим вам вредить. У нас нет выбора. Зачем вы с нами бьетесь? Мы ведь вам помогли. На трейд. Соберись. Дуратский Альфхейм. Слева. Как печально. Они напали первыми. Пойдем внутрь, нападут снова. Неужто другого мужчины? Они не дают нам особого выбора. Так считает твой отец. Полагаю, я просто на них. Нет. Ты просто веришь в лучшее. Подношение фрейру от эльфов. Видно, он оставил его здесь, когда поспешил в Анахейм. Что это? Оберег от кошмаров. В данном случае, кошмаров фрейра. Какой высокий. В прошлый раз мы спускались сверху. Я и не знал, что тут внизу столько всего. Это старые ворота. Их построили, чтобы наладить отношения между эльфами. Но похоже, они давно заперты. Как нам войти? Берись за колесо, я покажу. Я первый. Атрей, дай знать, когда буду на полпути. Так, что сейчас происходит? Это печать, символ равновесия царившего, когда тот был фрейм. Свет и тьма, существующие в гармонии. Ну как, Атрей? Вроде неплохо. Отец, теперь ты. К несчастью для Альфхейма, фрейру не понравилось решение сестры стать женой Одины. Он бросил этот мир и вернулся в бан. Если честно, в тот раз асы все-таки его подпалили. Мир должна была открыться. Ты уверен в равновесии? Да. Но в мире его нет. Уже нет. Отец, потяни в другую сторону. Да, так. А ты, Тюр, толкай вперед. Ты молодец, Атрей. Идем? Что статуя темного эльфа делает в Храме Света? Так они и выглядели до разделения. Разделение? Да. Вообще-то эльфы не всегда делились на темных и светлых. Это статуя эльфа до войны. Тогда они еще не знали силы света. Это свет. Отец. Отец. Это свет. Отец. Когда эльфы поняли его силу, они построили храм, чтобы обуздать его. Идея увенчалась успехом. И многие пристрастились к новой обретенной силе. Так и появились светлые эльфы. Отлично. Хотя, думаю, светлые эльфы будут недовольны. Думаю, я знаю, как надо перебраться. Нам повезло, что отказ от насилия не включал в себя насилие над постройками. Сюда. Святилище ждет. Храм выглядит совсем иначе, чем прежде. Когда мы были тут, он был в руинах, и повсюду были темные. С помощью света Альфейма эти эльфы смогли восстановить храм. И, кажется, свои силы. Да. Они выглядят куда опаснее, чем в тот раз. Это были обычные солдаты. Чем дальше наверх, тем опаснее враги. Здорово. Раз эти эльфы с помощью света создавали двери и делались сильнее, чего хотят темные имя? Вернуть его обратно в исток. Для них природный ресурс Альфейма священный. И, прежде всего, священин сам светлый. Да. Светлые эльфы добились успеха ужасной ценой. Вскоре после создания храма некогда полные жизни пески Альфейма превратились в голые пустоши. Теперь я понял, почему они еще сражаются. Темные эльфы хотят, чтобы души покоились в свете, а светлые эльфы используют их. В общем и целом, так и есть. Тогда кто из них прав? Это непростой вопрос. И не нам отвечать на него. Это война эльфов. В прошлый раз в Альфхейме я сказал то же самое. Ясно. Сколько же световых дверей? Хм. Укрепления. Да. Не хочется, чтобы темные эльфы снова тут заправляли. А, кристаллы еще создают мосты. Но теперь светлые эльфы их носят. Умно. Еще чуть-чуть. Давайте я. Мне кажется, ему начинает нравиться разрушение. Еще немного и будет горшки крушить. Продолжим путь. Ну, по крайней мере, мы уже близко. Посмотрите вверх. Видите? И снутри он кажется еще выше. Не верится, что тут внизу все это. Норм. Ну зачем им устраивать эти сомнительные эльфы? Тебе должно быть виднее, брат. Я уж и не помню, как я в последний раз был урок. Да и не хочу. Снова световая дверь. На щите той статуи сумеречный камень. Но угол неудобный. А можно сделать так, чтобы эльфы больше не сражались? Если бы Фрейр не ушел, здесь царил бы мир. Но теперь... Ты говоришь, будто Фрейр во всем виноват. Эта война началась задолго до него. Но он был способен исцелить эту землю и прекратить войну, нет? Он сделал выбор. Неверный. Может, для Альфхейма. Но не обязательно для себя. Что ж... Каждому предназначено идти своим путем. Не вам. Тюш, когда мы были здесь в прошлый раз, мы убили короля темных эльфов. Очень печально. Я часто думал, что же стало со Свардальёфором. Нам пришлось защищаться. Но, умирая, он сказал, что мы помогали не тем. Ясно. Неплохо, брат. Сюда. Еще немного. Ты все еще слышишь вой раненого существа, Фрейр? Вроде бы. Возможно, дело в буре. Узнаем тайное пророчество загадочного провидца. Сможем заняться этим. Ах, свет Альфхейма. Он прекрасен. Ничего. Что не так? В прошлый раз я слышал там маму. Но больше не слышу. Теперь ее душа слилась со светом. Этот закон древнее самого Одина. Она нашла покой от Рей. Надеюсь. Когда отец побывал в свете, он сказал... Ты побывал в свете Альфхейма? Да. И тем не менее, ты здесь, в здравом уме и даже не обгоревший. Ответь мне, Кратос, что ты там видел? Это лишь мое знание. Но для меня прошли мгновения. А вот для меня не мгновения. Я был заперт. А Трэй приложил немало сил, чтобы меня спасти. Даже не представлю. Ну что ж. Триптих Гроа ждет. А ты встречался с Гроа? Много раз. Но ее терзали видения и... Разговаривать с ней было трудновато. А почему? Мы не думаем, когда вы меня с ней... С裡面 было трудновато. Вот мой ревер. Ах, мы... Это вдвоем. Для тебя нарубил. Ах, мы... Да. Что ты делаешь? Я что-то слышал. Отец, ее уже нет. Да. Идем дальше. Почти на месте. Ха, тут кое-что изменилось. В прошлый раз тут было полно ульев и много темных эльфов. Я... Я всегда думал, что король темных эльфов, что все темные эльфы... Тюр. Да? Мы помогали не тем. Ты уверен, что это правильный вопрос? Я... А какой вопрос правильный? Есть ли в этой войне те? Вот именно. Что думаешь, Атрей? Есть ли в этой войне правое? Я... Я не знаю. Тогда не стоит и выбирать. Там что-то есть. Великаны всегда любили прятать свои тайны на риду. Взгляните-ка на это. О, да. Тут у нас Гроа ищет своего пропавшего мужа. Она не оставляла своих попыток, целыми неделями погружалась в тонкие миры. Но, увы, нашла она... Нечто иное. Видение о Рагнарёте. Весть об этом видении достигла Одина. Он разыскал ее. И потребовал все рассказать. И новости ему не понравились. Ярнвид? Это же... Не знаю, что это. Мифическое убежище великанов. Интересно. Так оно в Йотунхеме. Некоторые великаны в это верили. Но Ярнвида нет, парень. Это лишь идея. Метафорический рай. Его нет. Считается, что Гроа попросила, чтобы когда она отправится в свет, ее пепел вернули в Йотунхеме. Сложно представить, что Один к ней прислушался. Значит, воин. Наверное, это буду... Я. Слишком много догадок. Да. Не воспринимай эти абстракции так буквально. Пророчества всегда туманны. Хотя... Некоторые порой очевиднее прочь. Рагнарёк. Да. Конец всему. Так значит, все. Мы никак его не остановим. Должен быть способ. Иначе зачем это прятать? Смотри. Тюр. Вот что мы видели. Тебя. Ты сражался в Рагнарёк. Нет. Я не... Я не могу. А это что? Интересно. Асгард погибнет? Но другие миры целы. А Один мёртв. Она солгала. Гро-л-гала. Ну, конечно. Один полагается на лжепророчество. Значит, мы переживём Рагнарёк. Победим Одина. В этом пророчестве мы не присутствуем. Но это же Тюр вел армию на Асгард. И там были воины Исхеля. И эльфы. И воин. Ладно. Кто он такой, неважно. Но мы впервые знаем что-то, о чём не знает Один. Знаем, что можем победить. Тюр. Я не дам пророчеству решать за меня. Но... Но мы же видели... Нет, Атрей. Так нельзя. Идём. Нужно всё обсудить. Нам пора. Мы не в силах остановить его. Но мы можем победить. Если Асгард будет уничтожен, погибнет далеко не только Один. Должен быть иной способ. Ну, что вы видели? Много. Гроас алгала Одину. Рагнарёк не несёт гибель миру. Он несёт её Асгарду. То есть он грозит уничтожить целый мир. Вместе со всеми жителями. С животными. Вместе с теми, кто невиновен в прегрешениях Одина. Хватит. Обсуждать всё будем, как вернёмся домой. Вместе с теми, кто невиновен в прегрешении. Всё кончено. Ничего, не кончено. Я... Всё будет в порядке, Тюр. Ты же видел, что случится. Я сказал, что не пойду с вами, но в итоге тащу ни в чём неповинного Эльфа. И иду по пути разрушения Асгарда. Разве у нас есть выбор? Выбор есть всегда. Я не стану возглавлять войну. Не стану. Я уже недобро. Я не хочу сражаться. Но с вами тремя этого не избежать. Ваш путь ведёт к множеству жертв. К невероятной боли и страданию. Нет! 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 Отрой! Проклятье! Держись! Сюда! Используй клинки! Держись! Согласен! О! Ты ранен? Нет! Ээээ... Тюр! Спасибо! И прости, мне не стоило, ну... Нет! Мне не стоило! Не стоило быть здесь! Лучше поспешить! Слушай, я просто хочу поступить верным. А если вспомнить пророчество... Хватит о пророчестве. Война не даст тебе цели в жизни, Адрей. Война — это смерть. Тогда что нам делать? Сложить оружие? Бездействовать? Хватит. Обсудим всё это в более безопасном месте. Хватит. Хватит. Хочешь войны, Адрей? Взгляни, что война сделала с равнинами. Я уже по горло этим сыном. Незачем спешить Нужно самим взглянуть на эту пустыню Я понимаю Нельзя доверять пророчеству Но и закрывать глаза на то, что мы видели Неправильно Мы не закрываем Поговорим дома Давай поищем того раненого зверя Что ты слышал Ты... правда? Да Ладно, тогда хорошо Привет вам, странники Атрей слышал крик животного в пустыне Такую бурю? Ничего себе Ты же хорошо знаешь, Альтхейм, да? Что там может находиться? Нет, прости Эльфы и я... Короче, нам лучше держаться друг от друга подальше А ульи... Слишком липкие, как по мне Но удачи вам в поисках Засуньте в уши тряпки, чтобы песок не забился Сначала попробуйте, а потом говорите Не ожидал увидеть тебя здесь Ты ведь не любишь песок Ой, терпеть не могу Но Брока выгнали из Альфхейма Так что теперь я буду за вами присматривать А за что Брока выгнали? Дело в том... Не знаю, можно ли... Ну... Вы знаете, что такое сочная нёка? Нет Ну, благодаря Броку эльфы теперь знают А что значит сочная... Нет Что это за звери? Гулоны Они живут в Ванахейме Откуда они тут вселись? Кто-то обучил их тянуть сани Повезло Отклашенные гулоны? Ну и дела Есть идеи, где может быть это твоё животное? Или будем наслаждаться прогулкой? Я ничего не слышу Может, найдём пещеру и там сориентируемся? Какой манящий сундук там, если бы не песок? Не знаю, что это, но думаю, зверь там Что бы там ни было, оно выбрасывает немало песка Как до него добраться? Тут полно пещер и туннелей Найдём туннель и посмотрим, куда он выведет Пещера простирается под пустыней Зверь точно там? Да, судя по звуку Надо идти, мы его найдём Что это за место? С виду убежище тёмных эльфов После запрета появляться в храме их осталось мало Прекрасно То существо, что оно говорит? Не всегда так бывает Порой звери просто... Я чувствую то же, что и они, понимаешь? А этому существу очень-очень больно Ясно Почему спрашиваешь? Просто интересно Правда? Я умею испытывать интерес Ладно Раньше тебе не было интересно Когда я говорил с животными Или с зачарованными кольцами Или... Многое изменилось для нас обоих Ну, да Я просто пытаюсь понять Зачем тебе помогать какому-то зверю Разве ты этого не хочешь? Нет, нет, хочу Просто странно, что ты тоже этого хочешь Мы точно поступаем правильно Если хочешь бросить зверя, мы уйдём Нет, я не хочу его бросать Но если придётся убивать тёмных эльфов, чтобы к нему попасть Знавал я паренька, который до сей поры ради раненого зверя перебил бы армию Драуграм Но это не Драугры, нежели Это эльфы Просто хочу убедиться, что мы не повторяем своих ошибок Не лезем туда не стоит Вон, смотри Думаю, бомба поможет Просто такое чувство, что всё, что мы делаем в Вальдхейме, вредит тёмным эльфам Мы здесь, чтобы помочь зверю, которого ты слышал Я знаю Обычно это я тащу нас спасать всяких животных Почему тебе это так важно? Ты о чём-то мне не сказал? Нет Ладно Ого Нашли Кевьон, милосердная Это же самая большая хавгуфа из всех, что я видел Я не просто понял Она пытается петь Это песнь песков Обычно под землёй они так не поют Из-за этого здесь бурят Да Судя по тому, сколько материи улья на неё давит Она здесь уже десятки зим Не бойся, Снеть Мы тебя вытащим Что за имя? Зверя, похожего на кальмара, звали закуска И... Ух ты Я оценил твою попытку быть остроумным, братец Но это просто ужасная игра слов Мне даже стыдно Ну что ж Не всем везёт Боже, она может пошевелиться Но не выбраться Мы убрали материю ульи Теперь можно выпустить её снаружи Зачем её тут держат? Ковгов и часто роют норы Так что я бы не стал всю вину взваливать на тёмных эльфов Но она покрыта материей улья Материя улья не собственность тёмных эльфов Как и свет не собственность светлых Это лишь ещё один природный ресурс Аль-Эйма Который эльфы с давних времён научились использовать Светлые эльфы пренебрегают ульям А вот тёмные эльфы на равнине применяют его себе во благо Если мы расчистим этот улей Тёмные эльфы пострадают? Ты хочешь бросить зверя здесь? Нет Тогда за дело Вот здесь! Место, где можно выпустить хавгуфу! Налетит? Ну конечно! Это же хавгуфа! Её голос стал радостным И буря закончилась Да Может теперь тёмные эльфы будут к нам более благосклонны? Отец Спасибо, что перевёл нас урон Но ты не обязан идти на такое, чтобы отвлечь меня от Рагнарёка Понимаешь? Я тебя не отвлекал Да? Тогда зачем мы пришли сюда? Ты так и не понял? Он просто хотел побыть с тобой, парень Пока ещё может Правда? Мы не знаем, что нас ждёт Но если Рагнарёк близко Хочу насладиться оставшимся временем Я... Не знаю, что сказать Спасибо Что привёл нас сюда Я рад, что мы здесь И я тоже Я кое-чего не могу понять В пророчестве о Рагнарёке, о котором знает Один Все миры будут уничтожены Включая Асгар В том, что Гро оставила в тайне Асгар тоже падёт Разве Один не попытался бы предотвратить это в любом случае? Какой был смысл в её лжи? Я думаю об этом так Чтобы разрушить пророчество, необходимо знание Без полной картины, без предыстории Мельчайшие детали могут привести к неверной трактовке и трагедиям На родине я как-то принял участие в заговоре Ховена болотных вень, которые стремились свергнуть правителя Они нашли влиятельного Тана, верного власти человека, и поведали ему, что ему суждено стать королём Они предсказали ему несколько событий, которые точно должны были случиться И когда так и вышло, Тан уверился Он стал помогать пророчеству сбыться Он убил короля, мирно спящего в его покоях Убил тех, кого звал друзьями, убеждённый, что им суждено выступить против него А затем ведьмы нанесли ему новый визит С помощью немногих искусно подобранных слов Они убедили дурачка, что он стал неуязвим для любого вреда Физического и магического Да, только, увы, это было не так Всё это закончилось настоящей кровавой баней Тан лишился головы, а его имя так прокляли, что никто не смеет его произносить И всё благодаря коварному обману пророчества Тебе нужно записать эти истории, Мимир Попробую Челюсть очень сводит Но спасибо Те, с кем мы сражались в Сварт-Альфхейме, были Энхириями? Я думал, Энхирии — это духи, ждущие Рагнарёка в Вальгале Это были не духи Верно, брат Подин нашёл какую-то лазейку Сумел раньше времени набрать себе армию Возможно, лишь потому, что не нашлось честных Валькирий, которые бы это пресекли Ну, надеюсь, у Тюра было достаточно времени, чтобы обрести спокойствие духа Да уж На миг я увидел в нём прежнего бога войны, но он тут же исчез Любой имеет право выступать против войны или против пророчества Это справедливо Как знать, что именно Великаны имели в виду? Разве вы уже забыли, что они предсказали всё наше путешествие в Йотунхейм? Если Великаны видели, как Тюр возглавляет армию в Рагнарёк, то я им верю Вопрос в том, как заставить поверить в это Тюра Мастер Кратос, нам надо поговорить Говори На случай, если вам понадобятся мои услуги, а меня рядом не будет Я установил вот такие колокольчики, чтобы вы могли меня уведомить Просто бросьте в них топор, и я буду к вашим услугам Может, попробуете сделать бросок? Великолепно, Мастер Кратос! Вы и правда мастер? Отлично! Вы знаете, как меня найти? Помимо всего прочего, я готов обсудить с вами что угодно Есть вопрос? Великолепно! Я только счастлив поощрить любознательность Над уступом, который возле тех врат, я заметил драконов Драконов? Нет, молодой Мастер Атрей То были лендвурмы, дети Нитхёк Нитхёк? Она их мать? Верно! Кроме того, она важная часть Игдрасиля и круга жизни Я отвечаю за верхние ветки, а Нитхёк жует корни, чтобы предотвратить разрастание Хрупкий баланс Так они добрые? Ну, они далеко не так приветливы, как я Но пока вы не нарушаете их покой, не стоит ожидать с их стороны враждебности Нитхёк строгая мать, защищающая своих детей и прививающая им дисциплину Звучит... знакомо Не буду больше отнимать у вас время Ах, рад снова тебя видеть, Атрей Иди сюда, помоги мне А, хорошо Поедим, когда скажешь Похлёбка настоится и станет лишь вкуснее Рад, что ты успокоился Да, там слишком многое на меня навалилось Прошу прощения Занятно? Именно приготовление пищи меня успокаивает Просидев столько лет в заперти Забываешь, сколько радостью кроется простых вещах Я тебя разочаровал Я так не говорил Ты слишком вежлив Но я вижу это в твоих глазах Я всё ещё на тебя надеюсь О, лучше перестань Ты воображаешь, что я воин добра А Один воин зла В жизни всё куда сложнее Думать, что жизнь проста, опасна Значит, ты нам всё-таки не поможешь? Вы всегда можете спросить моего совета Я бы хотел сделать больше Правда Но пока что Прошу Позвольте готовить пищу Вы хоть видели, что он набросал В эту свою, якобы, похлёбку Овощи Сраные овощи Вот прям из земли Ну что это за похлёбка? Атрей Поешь Подожди, подожди Спасибо Ешьте Ешьте, друзья Да А назад не полезет? Это тебе Пища, достойная воина Хватит Я сказал больше об этом ни слова Да Конечно Не хотел обидеть Да Я не обижаюсь Просто слово Затмевающее твой разум Ты правда думаешь Оно ничего не значит? А просьба мамы развеять её прах? А то, что мы видели в Йотунхейме Для чего всё это? Ты не задумываешься? Каждый день Но я не верю, что мать хотела подвигнуть тебя на глупые авантюры А вдруг великаны на меня надеются? Великаны? Я на тебя надеюсь Не рискуй Будь умней Ты должен думать как мужчина, а не как ребёнок Но что, если без Локи в Ярн виде не получится? А Трей Мой сын И только Ты понял? Что-то аппетит пропал Прости меня, Кратос Я сказал это, не подумал Ты всё же поешь Меня уверяли, что Это дело полезное Я не понимаю Откуда взялись рассказы про Локи И воины Ярнвид Если всё это ложь Он такой Он такой Во сне Во сне все вопросы решаются сами собой Ага Конечно, поспать Отлично Я серьёзно Я тоже Иди давай отсюда Уже ушёл Ярнвид Ярнвид Локи Локи Мой сын Уже Ярнод Хорнод Мой сын Ярнод Ярнод Мой сын Откуда Ярнод Ярнод Что это? Если бы в Альфееме я знала, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Что происходит? Эта маска? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. Где я? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Мелкие беды мелких смертных. Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных. Успоминания печальные. Ты сломал ворота! Как попасть в йотанки? Что тебе нужно? Спусти! Друма! Я не понимаю! Не убегай! Объясни, где я нахожусь! Перестань! Надо выбираться. Ясно! Он заплатит за слова о маме Нет Но мы боги И можем делать все, что захотим Прошу, стой, подожди, нет Да что происходит? Этот нож получше, чем мамин Нет, не надо! Девушки отдыхают Тихо Эй, ты куда? За тобой? Ладно Тогда увидимся на той стороне Где я? Ты меня понимаешь? О, привет Так, куда мы идем? Понял Мне приснился очень странный сон А потом я очнулся здесь Это Ярнвид? Как я сюда попал? Я пришел сюда во сне? Возможно, так оно и было Я же здесь Запах? Какой запах А, наверное, это запах фенрера Жаль, что вам не познакомиться Ха, а у вас тут много, да? Что за запах? Так, здешний воздух Он как будто сладкий Может, это пахнут деревья Вы бы сказали, если бы хотели меня съесть? Это шутка, да? Никогда не видел подобного леса Сюда? Я ее еще не закончила Это краска из коры Ярнвидских деревьев Деревья хранят память леса А значит, она остается и в краске Память о прошлом И будущем Кровь на ней ни к чему А, это правда ты? А, ты знаешь меня? Что? Всю жизнь я ждала этого мгновения А ты более странный, чем я думала О Прости Это было грубо? Слегка Проклятье Вот я уже все порчу Ты просто первый, с кем я заговорила За очень долгое время И странный не значит плохой А, спасибо Начнем сначала Я Ангар Бода У тебя, наверное, много вопросов? Ну, да Где мы? Иди за мной Скоро ты получишь ответы Ну, часть из них Ты сказала, что знаешь меня А еще, что скоро ты получишь ответы Ладно Или это не твое имя? Нет Это мое имя Я Локи Кто? Ого Сюда Я Сам выберу путь Так все же, где я? Я попал в странный туман О, вот Ангарде легко растеряться Но здесь в Ярнвиде безопасно Ого Я думал, что Ярнвида не существует Умно, правда? Один не станет искать не из великанов Если сочтет, что его не существует Не из великанов Как его называют? Ну, называют Что это? Брошь Большая Разве? Я думал, великаны на деле Ну, не велики Чем ты тут занимаешься? Рисую, собираю, выживаю Сохраняю, что могу Ну, зачем ждать меня? Потому что моя судьба Рассказать тебе твою Берегись! Я прикрою! Лови! Ты неплохо управляешься звуком Не видел, чтоб с драукромы так сражались Спасибо Спасибо А что ты делал, прежде чем Пытался пережить Фимбел Винтер Стоп, сюда он тоже дотянулся? Ты знала о нем? Знала Я буду наверху Но ты иди дальше Это кольчуга? Интересно, что сказали Боброк и Синдри Что? Они вроде как дяди Вроде? Вы медвежские великаны странные Вообще-то они гномы Все равно Да почему здесь тоже кошмары? Ярпа! Тебе нравится ломать вещи? Это я перенял у своего... Знаешь что? Забудь Красавец! Спасибо! Стоп, что? Говорю, ты правильно выбрал направление А, да, конечно Стоп, что там? Отлично! Я встретил великаншу Может, ту, что владеет моей судьбой Что? Извини Просто так здорово с тобой разговаривать Ну ладно Все нормально, да? Да, просто я В волшебном лесу, которого не должно быть Говорю с другим великаном И она... Да Держу! Спасибо Кажется, я еще не привык к этому месту Куда мы идем? Мама записывала видение Пророчество Подумала, ты захочешь взглянуть Где твои родители? Их тут нет Они что? Я знаю, у тебя много вопросов, но... Об этом не будем Ладно? Прости Ты хорошо сражался Почти как герой Спасибо Ты тоже? Поможешь мне? Да, конечно Постой! Теперь давай! Ого Это медальон Иди На перегонки? Что? Давай! Ну ладно Тебя подождать? Уже отборился А первый тот победил Что ж, ты победила Ну, я ведь уже знала дорогу Не совсем честно Святилище, где мама записала пророчество Гроа, уже рядом Она хотела сохранить наследие нашего народа Вопреки стараниям Асс Стой, это мое святилище? Я так хотел снова его увидеть Многие великаны рады увидеть свой путь и пройти его А других, безусловно, будущее сбивает с толку Готов? Да, я готов Я это видел Где мы развеяли мамин прах На стене Все случилось ровно так, как там сказано А это было разрушено Ха, это мы А что в сумке? Ха, это кто такой? Стоп Нет, нет Не может быть Все это неправда Нет, 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 нет Нет, этого нет Ярнвида нет Иотангарда нет Ничего этого нет Локи Эй, эй Все, все, спокойно Спокойно Не переживай Все хорошо Посмотри на меня Эй, 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 эй 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 Успокойся Успокойся Тише Дыши Спокойно Эй Эй, дыши Хорошо Молодец Все хорошо Успокойся Возвращайся Все Ты в порядке Прости Я не знаю, что произошло Да не бери в голову Такое со всеми бывает Такое со всеми бывает? Я не про волка А про страх перед будущим Оно не может быть таким Здесь я служу Одину А отец умирает Так не может быть Слушай, исход событий уже предрешен И тебе придется с этим смириться Проклятье Это было грубо Знаешь Ты пока не думай об этом Забудь будущее Забудь Локи Ты великан И Ты открыл в себе силу Которую сам пока не понимаешь Давай пройдемся Поможешь мне кое с чем А премудростям великанов Я Тебя научу Идем Локи Локи Нужна твоя помощь Что это? Бери Идем Куда мы идем? Раздобыть еды Посадить кое-что Обычные дела Но сначала Я хочу тебя кое с кем познакомить Это Ялла Привет Рад встрече Ух ты Какая большая девочка Иди сюда Помните Ганга Слушай Ты наверное знаешь Про воина велика Йотунов? Да Хочешь Я буду так тебя называть Нет Лучше Локи Ага Герой Так Куда говоришь Мы идем Надо набрать фруктов Если пойдем вдоль реки Что-то найдем Какие цветы? Молчок Молчок Нет Так их называют Растут только в Йотенхене Мы с мамой шли сюда подремать Когда наши бабушки ссорились Одно из немногих мест Мне надо было Хорошо Ага Вот оно Собираем? Для кого это? Волкам же надо есть Так Никогда не видел таких плодов Это кислогруши Мама каждый день пичкала меня Для силы Они просто отвратительные Зато эффективны В смысле? Похоже, ты ей нравишься Ага Да Сорвешь вон ту? Ага Эти волки Ты о них заботишься? Еще бы Мы друзья Не терпится увидеть остальных Сколько еще тебе нужно? Хочешь скорее уйти? Нет, просто Теперь мне, видимо, надо спасать отца Локи Время есть Я вижу фрукты Тогда и нам нужно наверх Ну? Стой Ты это мне или своему ягоду? Дай помогу Спасибо Не за что После тебя Слушай, я понимаю Мы весело проводим время Но Пора обсудить то, что ты видел на фриске Того, что я видел, никогда не будет Я не примкну к Одину, если из-за этого отец Я усвоила от мамы один важный год Эти предсказания неизбежно сбываются Так или иначе А мой отец говорил мне Закрой свое сердце Но Я не могу Это слишком Знаешь Хоть я и думал явиться в Асгард Но Никогда этого не сделаю Да? Отец не пытался мне помочь узнать свою судьбу Но когда я говорил с Одином Тот предложил меня учить Ты говорил с ним наедине? Он бы легко тебя убил Ну Так уж и легко Давай заберемся на уступ Так ауком был Еще плод У нас уже много, но можно его взять Как понять, что они спелые? Меня родители учили Нужно правильно угадать Ну Тогда ни в каком будущем нельзя быть уверены В важных событиях можно Ты каждый день все это делаешь Собираешь плоды Кормишь своих зверей Иначе они умрут Для твоего возраста это тяжко Нашего возраста Ага, ну да Когда я в последний раз говорила с отцом Он сказал, что ему жаль, что он меня не уберег Что мне пришлось быстро произрослеть Но он хотя бы сожалел Отцы вечно говорят, что ты не дам Знаешь, может, ты зачем-то нужен, Один Или, может, есть какой-то скрытый план Может, это я обманул Одина А ты так хорош в искусстве обмана? Я пару раз соврал отцу О, тогда ты просто мастер Складывай кислогруши в ведро Слушай, а если мне нужно, к примеру, починить лук Можно я... Конечно Возьми, что нужно в ящике с инструментами Я кое-что для тебя отложила в ящик с инструментами Как соберешься идти, встретимся у Ялы Мне можно еще тут побыть? Сколько захочешь Эй, а это что? Я нарисовала это для бабушки Тогда у меня не очень получалось Ангрбода Ты сказала, что в Утангарде легко растеряться Но что это такое? Слышал про Эмира? Первый великан Он умер давным-давно, так? Его убил Один Да Один уничтожил почти все, что от него осталось Кроме одного Его снов Просто не смог до них дотянуться Они принадлежат нам Что теперь? Обычно дальше я собираю вист корень и смешиваю их Но ты, кажется, хотел уйти? Нет Я останусь Я хочу остаться Это тоже ты нарисовала? Так здорово Ну, не особо Я могу лучше А мне нравится Знаешь, я тоже рисую Но не краской И что ты рисуешь? Все подряд Чудищ Артефакты То, что нам с отцом встречается на пути Ну, а твой отец тоже рисует? Нет Там выше есть немного корней Давай, крошка Ты сможешь А у тебя есть животные, которые, ну, бегут быстрее Без обид, Яла? Конечно Но только она не выдержит нас обоих Так куда проще Понял Этот я возьму Чуть дальше есть еще Бери, сколько нужно Видишь? Нож ни к чему Их легко отломать Вот Совсем немножечко Просто крутишь и все Вот так? Именно Идем мы, идем! Там есть еще корни Похоже, я ей не нравлюсь Нравишься Просто единственный человек, которого она знает, кроме меня Не очень нравится Праун, на переде! Волки, покажи мне волка! Вот так Ты справишься А-а-а-а Вместе! Ты в порядке? Меняться так странно Я будто с собой не владею А тебе это нужно? Ну, одно хорошо Тут есть корни Подбирай, пока ищем выход Без ножа, руками А-а-а Да Ну, не так уж все и ужасно Ки-я-кала! Все хорошо А как насчет тебя, Луки? Что ты чувствуешь? Меняется Только Гнев Часть не задействует гнев, выпуская зверя Может, тебе нужна другая часть? Направлять его? Ну как? В сражении в твоем сердце может пылать не только гнев Если гнев выпускает зверя, что-то еще поможет тебе остаться собой Куда ведет этот мост? Постой Вау! Тебе было весело, да? Возможно Снова дома? Да Давай сложим корни вон в то ведро слева А потом Я хочу показать тебе еще кое-что Ты как? Ничего. Нам надо бы вернуться к воде. Пойдем. Ничего, если мы еще тут побудем. Мне, может быть, надо кое-что починить. Да. А ты умеешь превращаться в животное? Пока нет. Но, может, это умение богов, а не великанов. Задел за больное. Прости. Я шучу. По туннелю направо, Ялов. Нам в ту сторону. Ха, тупик. То. Мне нравится эта заклятинка. Идеальная маскировка. Поэтому я и не чуял других великанов, когда мы с отцом тут бывали. А что за душа внутри ножа? Что? Ну, там, внутри душа. Внутри ножа. Разве ты не знал? Нет. Чья душа? Знаешь, наверное, лучше не трогать его, пока не выслушишь. Но как? Я ведь не занимаюсь тем, что крадут чужие души. Поднимемся на эту возвышенность. Яла проплывет вокруг на ту сторону, к нам. Что делаешь? Расслабляюсь. Интересно, сколько раз у меня получится? Попробуешь? Это вроде просто. Тебе помочь? Нет, я вроде понял. Что если... Один. А, теперь ты надо мной смеешься. Я смеюсь не над тобой, а... Нет. А над ситуацией. Ага. Так, ладно. Не откажусь от помощи. Попробуй кидать в плоскости. Надо выбрать момент, когда отпустить камень. Ладно. Смотри... Выпусти волка, Лондри! Поконтролируй его! Все, готово. Мой последний бросок не считается. О, считается. Из воды в Элистраугер. Ну, и что? Потом еще раз попробуем. Когда закончим, пройдем под этой аркой. Какой бросок? Слишком поздно. Надо раньше отпускать камеру. Неплохо. Еще немного. Ого! Ты видела? Куда идем теперь? Я кое-что припасла. Вроде подарка. Мне уже бояться? Нет. Но... Но... У меня нет... Ничего для тебя. Я... 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 А можно тебя спросить? Конечно. А ты... А мы... Последний из великанов? Вроде того, это... Сложно объяснить. Я хочу знать. Куда проще тебе будет показать. Честно. А как же мое пророчество? Если это правда, что мне тогда делать? Это не важно. Конец все равно будет тем же. Можно сколько угодно пытаться его избежать, но не будет. Хочешь сказать, никто не смог изменить свою судьбу? Ни разу? Ну... Какие-то мелочи изменить можно, но результат остается тем же. Лучше идти своим путем, чем наперекорник. Нашел еще. Эйстли это понравится. Она вечно голодная. Что это? Подъемник. Яллу придется оставить тут. Отправимся наверх. Фара! Этот подарок. Кажется, ты не особо хочешь его дарить. Это значит, мы почти пришли. О чем ты говоришь? Ты... поймешь, когда доберемся. Что ж, пора выполнить мою часть пророчества. Иди за мной. Я сама. Я сама. ищем, че. Иди за мной. Иди за мной. Да, в Мидгарде. Не эти, но похожие. Где? Во фресках твоей мамы. О, ну это же... Они есть и там. Так что это? Смотри. Сиядце. Родер? Осторожно. Бара. Они принадлежали великанам? Это и есть великаны. У них был выбор. Остаться в Йодунхейме. И ждать, пока Один найдет и убьет их. Либо спрятаться. Отец помог сокрыть их души в камнях. А перед смертью... Передал их мне. Так они... Обрели покой. Теперь ты за них, вот Витя. Ты уверена? Ну... Это предвидела мама. Когда придет время, ты поймешь, что с ними делать. И когда? Не знаю. Пойдем назад. Это... Очень большая ответственность. Верно. И она на тебе. Стой. Ты в порядке? Да. Да, теперь на этом все. Наверное. Я отдала их тебе. И моя роль в этой истории окончена. Ты ведь можешь пойти со мной. И тоже сражаться с Одином. Если бы я могла это сделать, не пропала бы с твоей фрески в середине пророчества. Я понимаю. Ну... Лучше держать ко мне вместе. Правда же? Пойдем. Гора выше всех прочих. Я был здесь один раз. И тогда мы с отцом забрались на нее. Знаешь пальцы великана? Там я развеял пепел мамы. Кажется, так давно. Слушай, забудь о том, что видела на фреске. Это не конец твоей истории. Я знаю. У меня есть планы. Просто... Для великанов все уже кончено. А кто тогда я? Мой друг? Ну... Эти камни. Все, что осталось от великанов? Но здесь не все. Каких-то... Не хватает. Но... Где же они? Точно не в девяти мирах. Насколько я знаю. Фара! За этими скалами есть колодец. Мы спустимся туда. Нужно... Что-то не так? Никто не верил, что это место есть. Представляю, как все удивятся. Локи, ты никому не должен говорить про Ярнвид. Даже отцу нельзя. Это место так безопасно, лишь потому что Один его не ищет. Мои охранные чары могут отогнать зверей, но если асгарцы начнут искать... Я понял. Прости. Я никому не скажу. Одну. У нас гости. Ух ты! Привет! Пока! А вот еще. Значит, Ирпа... Вожак стаи? Нет. Вожак Нот. Одна из самых старших. Впереди колодец. Там водится много тварей. Раньше я брала там материалы для краски. Да? Надо их оттуда выгнать. Краска – дело важное. Ну, если хочешь. Эээ... Конечно. Почему нет? Лина. Да. Идеально. Эй! Эй! Я... Убил цветок? О, я... Это подарок. Спасибо, но лучше оставь себе. В общем, нам нужно найти гнезда Эдул. Там будут нужны и мне вещи. Так что смотри, Вова. Ты в порядке? Да. А ты? Готова уходить. Ну все. Пора домой. Я думал, что если узнаю свою судьбу, это что-то изменит. Но я остался собой. У тебя было так же? Ты всегда будешь собой, Локи. Главное – смириться с этим. А ты смирилась? Я думала, да. Я хотел спросить. У твоей мамы бывали видения. Все великаны видят будущее. Некоторые. Во снах. Точно. Как-то раз мне снился Тор. Тор? И сон сбылся. Он пришел в наш дом. Что? Серьезно? Звучит немного жутковато. Да. И не говори. Что это? Светлячки? Они опасны? Какая прелесть. Симпатичные. Да. Как вовремя. Ты о чем? Я знаю, все было очень странно. Во многих смыслах. Но я рада, что ты пришел. Я тоже. Ты о чем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, вряд ли я тогда буду занята Субтитры создавал DimaTorzok Давай, крошка, ты справишься А что там? Так ближе Умница! Давай, Яла, я в тебя верю Яле, надо отдохнуть Но вообще-то я серьезно Слышишь? Насчет рисунков Они хороши Пытаешься меня подбодрить? Да А выходит? Спроси меня через пару Ну, наконец-то! Что за... Заткнись Уже поздно, Скули Можно Проклятье Кто это? Грила Она... Нет 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 Что это с ним? Я ничего не чувствую Нечего чувствовать Грила забрала его душу Знаешь, где ее дом? Что ты задумал? Мне надоело хоронить волков Иди за мной Грила, не делай ничего сгоряча Ладно? Почему? Она моя бабушка Что? Она не всегда была такой Поняв, что мой отец не собирается перечить своей судьбе Она... Изменилась Ясно Похоже, придется найти другой путь А много великанов тут жило? В целом Хочешь узнать о своей матери? Она целую жизнь прожила тут, прежде чем родить меня А я ничего об этом не знаю Прости Я ничего не слышала Твоя мать покинула великанов задолго до моего рождения Это дом Грилы Света нет Наверное, она еще проверяет ловушки Но внутри могут быть другие звери Нам надо спешить Я тебе помогу Так, зачем Гриле понадобились души зверей? Чтобы пожить их мгновением Познать свободу Лежать навстречу ветру И никаких тревог Было бы кого съесть и где поспать Но... Все это и все Грилы еще нет Ого, ее вещи просто огромные А где волк? Я вижу дверь в подвал Может, она держит животных внизу? Я хочу уйти отсюда И чем скорее, тем лучше Ключ уже в замке Надо лишь повернуть Надо спешить Почти... Есть Есть Ничего не чувствую Как и раньше Она забрала душу Тут уже ничего не сделать Подержи Что ты... У тебя случайно нет нелюбимого великана? Что? Не важно Этот Нет Так нельзя Твоя мама считала, что я пойму Да, со временем Я их тебе только что дала Знаю Но... Нельзя прятаться вечно Так? И нельзя оставить ее умирать Ты уверен? Нет Если честно, не знаю, что дальше Ясно Ясно Произнесем вместе Произнесем вместе Векья 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 Что? И все? Куда она? У нас хоть вышла? Я... Не знаю Держи Держи Что, уже сдаешься? Ведь ты за них в ответе Не сдаюсь Нет Просто Пусть лучше будут у тебя Локи Ты уверен? Зови меня, Атрой Ладно Пойдем обратно Вернемся к лестнице Прости Я лишь... Уходить надо тем же путем, что пришли Нельзя, чтобы она узнала Тогда лучше вернуть чашу на место Как было? Да Нам надо закрыть дверь Сделаю Эй Помоги мне Она тяжелее, чем кажется Прячься Хватит скулить Через миг ты об этом и не вспомнишь Нет Она же его убьет Нет Потому что мы не позволим Я долго была в стороне Она не в себе Вообще-то Ты должен быть благодарен Какой вообще прок от души Это лишь сосуд для боли Я тебе почти завидую Так Котел Без него ей не будет проку от души Я ее отвлеку Ты выпусти волка И разобьем котел Ты уверена? Нет Но вечно прятаться нельзя Иди Бабушка Я сказала Сюда не возвращайся Да Взгляни на меня Я столько всего забыла А ты не даешь себя забыть Но это не должно быть так Если Рагнарёк В самом деле близок Может лучше встретить его вместе Что хорошим Талантом судьба Моей матерь Суждено было Умереть юной Твоему Суждено было На этой дурёке Ах ты ж Ты еще и друга привела Локи 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 Отпусти Да Бега Вон из моего дома Сюда Со мной Иди сюда Сюда Правильно Беги Наверх Так мы вернемся на кухню Где вы? Ты точно хочешь вернуться? Говорим уже, нам придется Я вас слышу Я вас слышу Смотри Надо разбить Вон тот котел Сможешь добраться? Куда ты делась, а? Прячешься? Вот лучше бы и дальше пряталась И рисовала картинки Не трогай его Не трогай его! Сам воитель Йотунов Моей скромной обители Решил развлечься, пока отец не помер Не смей говорить об отце Нет Нет, хватит! Нет 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 Ой, как мне Кудила Нет, пожалуйста Нет Не Нет Что ты наделала? Я спасла тебя. Лучше бы я бросила тебя волкам, сразу как вытащила из утробы матери! Уходи! Я же... Уходи! Нет. Пойдем. Думаешь, ты чего-то этим добилась, внучка? Ты — ничтожество! И никто тебя никогда не вспомнит! Даже Локи! Ты будешь забытой главой его истории! А он будет лишь лить слезы по своему отцу! Еще раз придешь! Пожалеешь, что пережила родителей! Лейн! Мы что, так ее здесь и оставим? А вдруг она пойдет искать... Она меня кормила! Что? Говорила, что ей до меня нет дела. Но иногда поутру я видела, что кто-то принес буханку хлеба. Испеченного по ее рецепту. Испеченного по ее рецепту. Она не чудовище, пойми! Ей тяжело! Пройдемся? Да. Пройдемся? Да. Сюда. Тебе... ...возвращаться. Ты здесь куда дольше, чем кажется. Ангробода. Ничего. К этому ведь все и шло. Переберемся через перевал и считай добрались. Ну, тогда до двух побед. Атрой. Побежали! Давай! Я знаю, зачем. Ты хотела повторить, почему ты не делаешь? После прошлого раза. Я благодарна, но... В тот раз я тебя обогнала. По-моему, была ничья. А по-моему, нет. Так докажи это! Раз, два, три! Ладно. Ты идешь или что? Вперед! 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 На листе! Так нечестно! Легче на повороте! Понятия не имею, что ты говоришь! На этом поле всегда так славно пахнет! Сейчас у тебя обоняние острее! Но не отвлекайся! Ты опять дашь мне тебя обогнать? Это вряд ли! Эйза, быстрее! Сейчас догоним! Ну уж нет! У-у-у-у! Еще немного! У-у-у! 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 Да, пришлось бы, напрячься! Напрячься? Ты словно на волшебных крыльях летела! О, окей. А, Трей, спасибо. Жаль, что тебе от нее досталось. Мне тоже. Ну, теперь ты готов вернуться домой. Я буду у святилища. Приходи. Я должен уйти? Нет, если не хочешь. В пророчестве не сказано точно, когда тебе уходить. Пророчество. Я не могу. Потеряв душу, они забыли, как добывать себе еду. Я привожу их сюда, потому что иначе им не выжить. Но с этими камушками ты мог бы... Нет. Прости меня. Просто все это насчет пророчества. Это давит. Ты ведь прихватил еще кислогруш? Если хочешь, можешь покормить зверей. Спасибо, что пособирал еще кислогруш. Животные тебе признательны. Да и я тоже. А, не за что. Мне не сложно. Было интересно узнать, какие они разные. Ты и правда очень о них заботишься? Это так. Рисунок прямо как живой. О, спасибо за комплимент. Мне очень нравится, как ты подобрала краски. О, с этим темно-синим цветом для неба я здорово намучилась. Это заметно. Очень красиво. Спасибо. О, это мой любимый. Я страшно горжусь этой рукой. Серьезно. Посмотри. Нет, это потрясающе. Руки рисовать очень трудно. Вот именно. А этот ты закрыла? Да, я не хочу его никому показывать. Может, я Али. Ну, не так же все плохо. Может, когда-нибудь я тебе и покажу. Но не сегодня. До сих пор не веришь. Так ведь? Да. Думаешь, я глупец? Я думаю, ты так сильно любишь отца, что сама мысль о его смерти для тебя невыносима. Подойди. Я тебе кое-что покажу. Лафей? Мамин? Мне жаль, что он пуст. Но... Я знаю, каково это. Потерять родителей. Причем обоих. Твоей матери нет. Но отец... Еще и есть время. Попрощаться. Я понимаю, о чем ты. И я это ценю. Правда. Но... Не знаю. Я не верю, что мы просто истории с известным финалом. А что будет с тобой? Не знаю. Как я сказала, с твоим уходом моя роль завершится. Так что... Можешь не спешить. Думаю, она завершится, когда ты захочешь. Что ты предпримешь? Без понятия. Но я не допущу, чтобы отец погиб. Мне нужно вернуться. Ладно. Звезды здесь другие. Нет. Ты другой. Мы точно еще увидимся. Конечно. Значит так. Закрой глаза. И держи его крепко. Смотри, не потеряй. Дом. Думай о нем. Повторяй. Дом. 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 Так, да? О, нет. Другой дом. Другой дом. Другой дом. Другой дом. Другой дом. Другой дом. Надо вернуться к Синдрии и подумать, как спасти отца. А еще, как сохранить тайну Ярн-Видея Ангербоды. Во что я ввязался? О чем ты думал? Я ходил проведать Фенрера. На два дня. Я... Больше не лги мне! Зачем ты сюда пришел? Один. Смерти ищешь. Не больше тебя. Зачем? Ответь! Что ты от меня скрываешь? Я пытался тебе довериться. Мы тебе потакали. Но вы мне вообще не верили. Но шли следом! Потому что главное – оберегать тебя. Но это совсем не главное. Кто оберегает тебя? Твоя защита мне не нужна. Уверен в этом? Что ты знаешь? Я не могу сказать. Но ты должен доверять мне. Ведь я же тебе верю. Это совсем другое. Почему? Вы с мамой многое скрывали. У вас были причины. Есть и у меня. Так почему ты... Позже. Ты нас забыла? Ты уверен, что мы знаем эту Валькирию? Что ты взял? Она не бесплотна, но выглядит иначе. Похоже, этот ублюдок своего добился. Мы хотим драться! А Фрея? Тебя ждут всевозможные страдания и боль. Нет! Атрей! Ты этого не хочешь! Успокойся! Контролируй себя! Она была другом. Начинаетすごい. Я убьюсь! Ты души! Глас BR- КОНЕЦ Пока что, на данный момент, ты будешь полезней мне. Живым. Атрей, иди домой. Домой? Вот как? Ты достаточно натворил. Мы проводим. О, королева. Счастлив снова вас видеть. Браун Днефр. Не спускайте с него глаз. Тебе все ясно, парень? Ну, давай, потопали. Чего ты хочешь? Я не хочу быть прикованной к этому миру. Отправимся в Ванахейм. Ну, значит, тогда пошли. Сейчас будет вам проход в Ванахейм. Привязанная к этому миру. Как ты уйдешь? Я сделала амулет, который не даст чарам утянуть меня из этого мира. Должно помочь, пока я не найду, что ищу. И что это? Источник магии, привязавший меня к Мидгарду. Мы его отыщем и уничтожим. Я тебе помогу. Но это не изменит того, что я сделал. Знаю. Поэтому после я могу тебя убить. Мы идем или как? Без этого никуда не попасть. Хе. Что бы вы недоумки без меня делали? Без этого никуда не попасть. И ты чего тебе вообще компания Кратоса, госпожа? Ты ведь легко справлялась с заклятиями Одина без посторонней помощи. Многие проклятия ослабли из-за Фимбул Винтера. Но одна я их все равно разбить не могла. Это очень крепкое. То есть, когда ты пытаешься его прикончить, эту богинь значит, будь добр, помоги? Не припомню, чтобы я тебя об этом просила. Так ты и не просила. Я все равно подумывал навестить старую приятельницу как раз в том мире. И подозреваю, что если вам подсоблю, то попаду аккурат туда, куда надо. С чего ты это взял? С того, что, по слухам, моя знакомая завела дружбу с твоим тупоголовым братцем. Фрейр, тут ни при чем. А я вот считаю иначе. Печенкой чую. Я чувствую нить спутывающего заклятия. Его источник там. Иди за мной. Тут еще больше дерьма, чем в Буст, Вильхейме. И пахнет почти так же. Небось, из-за Фимбул Винтера. Но если так они помирятся... Это лишь на время, Минир. Для чего-то более серьезного нам не достает доверия. Ну, хватит. Сама знаешь, что Некратос виновен в твоих страданиях. Вы оба способствовали моим страданиям, как и прочие. Эй! Давайте я вам загадаю одну загадку. Что есть и у людей, и у кораблей? Легко, нос. Есть что-нибудь посложнее, Брок? Ну, погоди, у меня умник. Сюда. О, нет. Что-то не так. Заклинание. Оно будто соскальзывает. Ну, так Фимбул Винтер на дворе. Ты не понимаешь? Меня вырвет из этого мира. Что нужно сделать? То, чего я надеялась избежать. Похоже, у меня нет выбора. Ну, идем. Все это время ты могла сбросить заклятие Одина? Нет, только после того, как вы открыли путь между мирами. И это не лучшее решение. Я мало что могу в таком виде. Ну, так Фимбул Винтер... Не надо. Смотри, куда идешь. Из-за влажности они особенно агрессивны. Я узнаю этот рынок. Сюда съезжались со всех деревень. Почему его не отстроили? Да, вот это помогает расшевелиться. Я уж забыл, как сильно люблю набить кому-то морду. А ты ничего полезного не пропускаешь. Куда же они все подевались? Видимо, отступили. Спрятались в глуши и замели следы с помощью магии. Теперь уже никак не узнать, сколько их осталось и где они. Асы устроили, Гуд, редкостный бардак. Скажи спасибо Мимиру. Я не предлагал начать войну с Ванами. Я предложил брачный союз, чтобы ее остановить. Еще какой успех. Неизвестно, что обернулось хуже, этот мир или этот брак. Он снова вторгся, как только меня изгнали. Рынок, да? Они побросали много всего нужного. Жаль, если вещи будут пылиться. С этой точки зрения, да. Чего ты ждешь-то, а? Пойдем. Очень жаль. Прекрасное ведь место, чтобы открыть лавку. Гномы в ванахейме. Любопытное было бы зрелище. Эй! Чем дальше, тем опаснее становятся растения. Надеюсь, ты сдюжишь гнину. Слушай, мне тоже известно, какими уродами могут быть родичи. Мы с Синдри так надолго расплевались, что я начал забывать, что у меня есть брат. Ну, отчасти вина лежит и на мне, потому что я просто взял и ушел. Но это никогда не мешало мне почти во всем винить его. А? Ничего не напоминает? Что ты хочешь сказать? А то, что это все не конец света, ясно? Когда мы в итоге перестали дурить, сразу все вернулось на свои места. А он продолжил доводить меня до белого коленя, как и всегда. Родичи все такие. Стараешься держаться поближе, а они сводят тебя с ума. Зачем ты мне сейчас все это говоришь? Моя цель – вернуть себе свободу. И я не собираюсь ни на что отвлекаться. Слушай, в общем, я о том, что если тебе все же доведется потолковать с братцем, не обязательно так держаться за всю ту дрянь, что когда-то прозвучала. Хватит. Я снова предстану перед фрейром только тогда, когда буду твердо стоять на ногах. Тебе понятно? Они сейчас не в таком абсурдном положении. А, так это значит дело принципа. Ну, надеюсь, у тебя это пройдет быстрее моего. Очень душевная история. Иди в жопу. Сам иди. Я прошу, здоровяк. Твой народ не принимает гостей? Не знаю. Это уже не мой народ. Ну! Ну-ка, подкинь. Только не вздумай никому рассказать. Влезай! Небось, Рат и счастлив, что старинопрок был рядом. Ой-ой-ой. Пожалуй, надо его забрать. Не расслабляйся. Тихо. Так-так, кто же это? Одноглазый послал вместо себя очередного бога? Что, Тор занят? Мы не служим Одину. Нет? Тут ведь не лучшее место для прогулок. Правда же? Ну-ну. Не надо угроз, брат. О, знакомый голос. Знаешь, я б снес твою башку, но, похоже, меня опередили. Да, метко подмечено, брат. Нет, я тебе не брат. Ты продал мою сестру этому уроду. Мы заключили мир. О! Правда? Ну и где же он? Хм? И где моя сестра? В Асгарской тюрьме? Или в могиле? Отвечай! Тогда ответит твоя кровь. Хватит! Что это? Почему у птицы ее голос? Это я, Ингви. Некогда объяснять. Послушай. Эти двое служат мне. Я верну себе то, что у меня отняли. Уже поздно. Сделанного не исправить. Нет. Я исправлю. А теперь пропусти их. Итак. Вы слуги сестры. Как и все мы. Срежь его. Не могла сразу меня оттуда спустить, старая карка? Ой, уймись, Блавар. Иди сюда. О! Вот я и нашел, что искал. Пожалуй, я догоню вас позже. О! Да что ты! Делай, что хочешь. Брат, если ты не против, я бы потолковал с господином Фрейгером. Брат, ты совсем обнаглез ставить твою лапу около моей кузни? То, что я тебя обняла, не значит, что я тебя простила, склочный недомерок. Мы все обустроили так, что ты можешь спокойно ходить между мирами. Не благодарись. Куда я пойду? Это моя семья. Ты, может, семьей не дорожишь, но я не такая. Это я-то не дорожу. Я, если хочешь знать, помирился со своим безмозглым братцем. Упаться мне в лунном свете. Неужто братья Хульдры снова взялись за дело? Мы даже живем вместе, как порядочные братья. Ишь ты, не дорожу. О-хо-хо-хо-хо! Тогда помоги мне в кузнице, а заодно все и расскажешь. Эй, бро, не представишь меня своему бравому красавчику-защитнику? О чем разговор? Это Кратос. Хотя можешь называть его, как тебе вздумается. Кратос Лунда. Вторая подруга. Ну, это лучше, чем ничего. Этот лагерь не должны найти. Тебе ясно? Я не выдам вашу тайну. Да, ни в коем случае. Хорошо. Приветствую, слуга Фрей. Не говори с ним. Шел бы ты своей дорогой, чужак. Может, он поможет нам? Зачем говорить с ним так резко? Я могу назвать с десяток причин. Уходи. Иди к своей пташке. Мне жаль, что наше знакомство не заладилось. Мы привыкли видеть в этих краях только асов. Приветливые лица для нас редкость. Это... Это ведь приветливые лица. Его зовут Кратос и нет. Асов в Ванахейме? Мы на осадном положении уже... Ах, очень давно. Какой план? Мы его еще обсуждаем. Брат, думаю, тут я могу помочь. Если меня выслушают. Я не откажусь. Пожалуй, без меня твоя задача станет существенно легче. Закончишь, вернешься за мной. Эй, Кратос. Пока ты помогаешь моей сестре, смотри, не подведи ее. Она ошибок не прощает. Боюсь, уже слишком поздно. Ну ладно. Посмотрим, как обстоят дела. Расскажи о своей армии. Она перед тобой. Что, пятеро? Против армии Одина? Ну, считая, Пса шестеро. Будь я проклят. Ага. Ты хоть знаешь, сколько их? Сколько их, где ходят, где караулят. Разведка у нас на высоте. У нас не хватает бойцов. Ясно. Ну, тогда давайте взглянем на карту. Теперь, когда можно сосредоточиться? Выслушай мои слова. Говори. Гнев, что вызывает у тебя твой брат, мне знаком. У тебя есть брат? Его звали Деймас. Когда мы были детьми, его забрали двое богов, одержимых пророчеством. Боги моей родины мало кого оставляли в живых. О том, что он не погиб, я узнал слишком поздно. Гнев настроил его против меня. Но я не переставал любить его. Ты считаешь, мой гнев необоснован? Ты только познакомился с Фрейром и уже занимаешь его сторону? Я не занимаю. Нет. Просто делишься мыслями о том, в чем ничего не смыслишь. Я знаю, к чему ты это. Ты хочешь, чтобы я прониклась к тебе сочувствием. Я лишь пытаюсь помочь. Не нужно повторять ошибки прошлого. Незачем рассказывать мне о своих ошибках. Мне хватает моих собственных. Все так и спешат дать мне совет. Как будто все знают, что мне нужно. Самой страшной потери я обязана тебе. Ты спасал меня. Хотя я прямо запретила тебе это. Но это был мой сын. Мое дело. Вальдер не был безупречным, но он был моим. Я знаю. Знаешь? Ты считаешь, что можешь хоть как-то понять боль от потери ребенка? Да. Могу. У тебя был ребенок. Дуатрея? Ее звали Калиопа. Калиопа. Что случилось? Это было давно. Не отвечай. Мне не стоило спрашивать. Надо добраться до смотровой башни. Придется пересечь долину. Сюда. Я знаю историю твоего сына. Расскажу, что стало с моей дочерью. По приказу кровожадного бога я уничтожил одну деревню. Плену его чар, я не понял, что убил жену и дочь, пока их кровь не обогрела мои руки. И я поклялся отомстить. Я не сомневаюсь. Их смерть я искупил тысячи раз. Я даже сжег Олимп дотла. Но вина гложет меня. Возможно, ты убьешь меня, Фрея. Но это не принесет тебе покой. Пожалуй, я и не ищу покоя. Сколько раз мы встречались. Почему ты отказался со мной сражаться? Любой исход был бы поражением. О чем ты? Фрея, я никогда не желал тебе зла. Ты помогла нам. Спасла Трэй от болезни. Я не хотел умирать, но и убивать тебя я тоже не хотел. Вот как. Ты легкие и так близко к деревне. Их песнь делает их союзников неуязвимыми. Они не дадут тебе пройти. Перебей их. Моя деревня. Я едва ее узнаю. Мы с Фрейром раньше играли в прятки в полях. А днем частенько воровали медовый хлеб из большого зала. Во время жатвы мы плясали и пировали до самого восхода. Как же проста была жизнь. Зачем я только вернулась? Столько воспоминаний. Одину было мало того, что он сделал со мной. Он осквернил мою память о доме. По крайней мере, тебе есть о чем вспомнить. Детей в Спарте забирают из семьи и растят согласно Агуге. Воспитание было жестоким. За любые объедки приходилось драться. Старшие колотили нас так, что мы не могли встать. Мы возвращались в бараки в сумерках. Одни на радость волкам. Вот как становятся спартанцами. Зная о том, как растут спартанцы, неудивительно, что ты стал таким. Твоя судьба была предопределена. Судьбу можно побороть. Раньше и я так думала. Когда Норны поведали мне о судьбе сына, я решила, что смогу ее изменить. Сам знаешь, что из этого вышло. Норны. Богини судьи. Верно. Ты противишься пророчеству на свой страх и риск. Атрей бы с тобой согласился. Он вслепоринулся навстречу судьбе, предсказанной великанами. Исчез на два дня в попытках доказать, что он их воин, которому суждено биться Рагнарёк. Что? Я знаю все пророчества о Рагнарёке. Там нет героя великанов. Гро о нем умолчала. Этот воин убережет остальные миры от Рагнарёка. Обречен только Асгард. И еще Один. Получается, Один, который одержим всем, что касается Рагнарёка, не знает об этой важнейшей детали. Очень умно, Гро. Атрей не станет пешкой пророчества. Все еще борешься с судьбой? Даже когда предсказана победа? Я не отправлю своего сына на войну. Он не спартанец. И это меня устраивает. Хочешь говорить со мной о том, как защищать детей? Мое горе тебя ничему не научит. Сражаясь с судьбой, ты тратишь драгоценные часы, что вам отпущены. Сражаясь с судьбой, ты берешь пешки. Идём тебя! Держи, что ура! Не приказывай мне убивать. Что? Я защищаю сына, помогаю друзьям. Но я не буду ничьим палачом. Хватит с меня. Не тебе делать этот выбор. Ты передо мной в долгу. Я здесь не из-за долга. Я бы и так тебе помог. У меня столько отняли, а я должна обо всем забыть? Фрейра. Хватит! Вот. Я чувствую источник магии, привязавший меня к Мидгарду. Что это за место? Мой дом. Здесь я родилась. Стой. Что-то не так. Опенбера. Корни мирового древа, связанные проклятыми узлами Одина. Вот как ему это удалось. Ну, же! Фрея! Это тварь! Она служит Одину? Нет! Она защищает Мордов. Просили, где бы они ни были. Убил, как я это и рассчитывал. Держу! Держу! В таком случае! Скорей! Наконец-то! Ты свободна! Убана Хейми, да, но есть еще Корни. И она будет их защищать. Она уходит! Мы не позволим! Я должна освободиться от Одина, а ты мне мешаешь, Ласса Крифа! Ааа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все кончено. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Послушай. Все, что между нами случилось, не объясняй, не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя, и не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Жалеть на рамк! Иди! раз теперь я снова я то мне пора встретиться с братом а что потом не знаю давненько я не принимала решение сама дай мне насладиться момент вон посмотри вернемся в лагерь по этой тропе я могу помочь с лианами твой брат кажется не против твоего возвращения он я думаю был бы только рад если бы все вернулось на круги свои и ответственность легла бы на мои плечи не то чтобы я хочу злиться на фрейра он мой брат половину моей жизни он был важнее что ли хати ванахеме оказалось великаны спасли их от одина и спрятали здесь смотри солнце пробудило видишь как они тянутся ему навстречу разве это не чудо совсем не то что снежные поля мидгарда которым я уже привыкла переселение на восток все как мне запомнилось по крайней мере этот мир не растерзали хищники и захватчики здесь есть еще за что бороться есть что защищать несмотря на понесенный урон может тоже относится и к фрейру я так давно видела фрейра в последний раз даже не знаю с чего начать чего ты от него хочешь сперва извинений я хочу его простить хочу верить что он изменился у меня больше никого нет а ты просил прощения у достойным все чем у меня научил мой бывший супруг это то что нет предела тому как глубоко душа может погрязнуть во тьме я вышла за него чтобы спасти свою родину но он все равно ее забрал развеял мой народ по ветру может пора положить этому конец может пора кому-то осуществить пророчество кро фрей я не хочу войны война страшная вещь кратес но есть нечто пострашнее если от рей ринулся навстречу рагнареку сможешь ли ты его остановить смогу а если нет я научил его выживать без меня если придется и чем ты займешься раз не подготовкой к войне и я не знаю но я не хочу рисковать от рейн лучше соображай быстрее иначе кто-то примет это решение за тебя готова готовее никуда это и впрямь ты ты наконец вернулась да отпразднуем ты сядешь на трон начнем заново мы снова будем вместе а как в былые деньки я не останусь не понимаю ты здесь вместе мы смогли бы вернуть то что наше я только вернула себе то что мое у меня много дел ты ведь видела что стало с миром так не уж то тебе все равно сомневаешься в моей верности ванахем от меня отвернулся все не можешь забыть старых обид я должна была спасти как можно больше наших людей это была моя обязанность ты не принимал это всерьез тогда ты и теперь похоже тоже думаешь для меня это все игра твой безумный супруг отнял абсолютно все что у нас было его родичи попытались сжечь меня и как я должен был поступать как мой брат как тот кто с детства всегда меня поддерживал и тот кого всегда поддерживала я даже несмотря на его эгоизм я думала что ты найдешь меня что хотя ты зол и обижен ты не бросишь меня когда я в тебя нуждаюсь я думал ты мертва я столько лет жил с теми жестокими словами что сказал тебе нер commandments представляешь каково это знать что твое себя любье покупило самого дорогого тебе человека бросить тебе я скорбел Я так по тебе тосковал Я тоже, Ингви Но теперь я свободна и не хочу быть привязана к еще одному миру Делай то, что должна Так, так, ну все, хватит Вам что, делать больше нечего, кроме как глазеть на семейные дрязги? Вы двое, пошли Да не ты Я хочу обсудить с вами пару вещей Во-первых, заберите свою голову Во-вторых, я чую на твоем луке магию печатей Пожалуй, я украду эту идейку А тебе дам взамен заклятие звука По рукам? Хорошо В-третьих, раз вы отправитесь дальше Стоит упомянуть, что мы с Индри держим ночлежку для безработных барков Как надоест морозить задницу в Митгарде Приходи с бородачом Проведай своего друга Тюра Это очень мило, Брок Очень может быть Ну что ж, ладно Тогда встретимся дома Или, если надо, могу что-нибудь смастерить Брат, забери меня Мне тут больше делать нечего Ну, брат Потолкуем с нашими новыми союзниками Ну, ты потерял тут что? Извините У вас не найдется времени помочь девушке? В чем дело? Я мастерила всякую всячину для жителей поселений в Дельте-реки Как явилось воинство Одина Я смоталась оттуда быстрее, чем Тацельвурм с подпаленным хвостом Так спешила, что оставила там пару незаменимых вещей И каких же? Ну, не пару, а одну Сферу Можете найти? Я была бы очень признательна Что это? А если вам попадутся мои старые шедевры доспешного дела Я могу из этого старья смастерить для вас что-нибудь оригинальное Что это за сфера? Просто принесите мне ее сюда, и я буду прыгать от счастья А, и если наткнетесь на мою броню, тащите сюда Я для вас бесплатно золотаю Как думаешь, брат, что за сферу мы ищем? Понятие не... Фрейр нашел ее еле живую в джунглях Наверное, она сбежала с фермы к северу отсюда Там разводят бляд Хундер Мы ему толковали, что ее уже не спасти Но... Он не отступился Она поправилась И с тех пор стала одной из нас Она чудесная Она чиста сердцем Она верит, что ты хорошая Даже если... Может, попросим? Это невежливо Что невежливого в просьбе о помощи? Бюгвер, любовь моя, не отвлекайся Нити нужно класть чаще Ваш союз необычен Думаю, Кратос хочет сказать, что прежде не видел Как светлые и темные эльфы работают бок о бок Славное зрелище Надеюсь, однажды оно станет привычным Мимир сказал, ты не боишься приключений Если дорога заведет тебя в запретной песке Альфхейма Это спорная территория за равнинами Говорят, есть святилище Где старейшины спрятали от нас некоторые артефакты Все, что может пролить свет на историю Альфхейма Пойдет на пользу Раскрыть тайны истории? Такие приключения по мне Нас двоих свело именно знание общего происхождения эльфов Но истории об Альфхейме до разделения на светлых и темных Запрещены Ну, а тебе это не помешало о них рассказывать? Потому ты очутился в тюрьме Там-то мы и встретились Сперва мы были врагами, но сбежали уже друзьями Больше, чем друзьями Так, все, замолчи Понял Удачи вам там Фрея, идем? Да, я иду Я помню, где должен быть проход За мной Кажется, по достижении цели ваши отношения стали налаживаться Могу я надеяться на то, что этот союз продлится? Мне кажется, сейчас у нас есть общий враг Кратос, пусть ты не считаешь, что Рагнарёк неотвратим Но все-таки ты осознаешь, что Один опасен Что бы ни случилось Вместе у нас больше шансов выжить Ты согласен? Да А о том, что предлагал Брок Как думаешь, ты смогла бы жить под одной крышей С двумя бывшими врагами И не поддаться искушению отомстить? Не буду я тебе мстить И тебе Даю слово Таких замков ты еще не видел Чтобы его открыть, надо заколдовать резец Бруно Давай, высеки букву Суна Это заклинание Я произнесу Су-на Славно Духу сотрудничества Открываются все двери А Он всегда так выражается? Так это правда? Тюр жив? Ну Он не в лучшей форме Пока что спит в чулане Надо дать ему время Как вы его нашли? Спасибо Атрею Он отыскал пророчества, которые великаны хранили для своего народа Мы узнали об этом только, когда к нам заглянули Тор и Один Ваш дом? Он уцелел? Чудом! Но эта стычка нужна была лишь для того, чтобы отвлечь нас, пока Один говорил с Атреем Один с глазу на глаз с твоим сыном? Знаешь, о чем они говорили? Да Атрей сказал, Один пригласил его в Асгард, чтобы помочь ему найти ответы Ради которых он так несется навстречу судьбе Это тревожно Если ты готов с ним поговорить, врата прямо впереди А если нет, есть у меня здесь одно дело, и мне пригодилась бы помощь Или можно отправиться в то эльфийское святилище в пустыне Если хочешь отправиться дальше, придется убрать это бревно из реки Что это такое? Эмблема Скирнера Он считал себя самым умным Что это? Я не знаю Но ее точно сделали великаны Здесь два волка Наверное, они как-то связаны с нашими друзьями на небе Пока что это останется загадкой Ладно, теперь можно плыть дальше Надеюсь, мы сможем исправить старые ошибки Взять Последнее Давайте Взять 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 Под dentist Под revolution cumulative Взять Взять Немнож Вы Слушай, брат, прежде чем говорить с парнем, может, обсудим, как именно? Он расскажет мне, где пропадал. Вот и весь разговор. О, классика спартанской дипломатии. Стой. Ты сказал, что Один звал его в Асгард, и после того он исчез на два дня? Да, но у парня наверняка хватит мозгов, чтобы... Имея в виду, Один крайне убедителен. Он скормил моему сыну столько лжи. Думаешь, с твоим будет иначе? И передай этому одноглазому ореха Лизу, что он мне должен! Иди в жопу, и так потеряйся! О, гляньте-ка, рад видеть вашу божественность. Я наложил чары печати на лук нашего юнца, но потом они с Синдри из-за чего-то повздорили. Не знаю, кто там на кого орёт, но, сдаётся, мне обоим надо надавать по шее. Привет! Я рад видеть, что колокольчик работает. А вот эти призрачные белки, твои чувства принимают форму маленьких призраков? Полагаю, это не самое изящное объяснение. Мои спектральные проекции — грани моей личности, которые я нахожу раздражающими. Я могу не только выпустить их, чтобы на время обрести душевную гармонию, но и благодаря им узнать, что творится за пределами древа. Почему самому не посмотреть? Я его вечный хранитель и не могу покидать его ветвей. Взамен я получил своё распоряжение бессмертия и всё такое. Спектральные проекции позволяют мне наблюдать за миром, причём с весьма любопытных точек зрения. Звучит здорово, но злющая проекция тебе не очень удалась. Я прямо здесь! Ты, Чурбан! Ах, я могу извиниться, но что это даст? Ну, берегите себя. Всё, наболтали сюжет, проваливай. С белками болтаешь, да? Ну, пойдём. Эй, Чур, просыпайся, к тебе гости. Вон ту комнату Синдри именует своим кабинетом. Вот там и располагайся. А он не будет против? Против? Да он будет счастлив. Хоть не зря дом, понимаешь, вылизывал. Неужели? Не думал, что когда-нибудь снова тебя увижу, Фрик? Не зови меня так. Я давно уже ею не являюсь. Но я рада тебя видеть. Я боялась самого худшего. То, что тебе довелось пережить. Ничто в сравнении с твоими страданиями. Фрейя, я очень, очень опечален тем, что случилось с Бальтром. Я помню его только ребёнком, но знаю, что для тебя он был важнее всего на свете. Да. А то, что ты отказалась от мести, послужит примером всем тем, кто, как я, верит в мир. Мир настанет лишь тогда, когда Один умрёт. Верь лучше в это. Значит, ты не хочешь остановить Рагнарёк? Ты хочешь его приблизить? Я хочу, чтобы Один никому больше не причинил столько боли, как нам. Вижу, я огорчил тебя. Прости. Я растерял вежливость своих речей. Привезти в дом богиню, это тебе не баран чихнул. На этот раз постарайся её не сердить, что ли. Воистину, я думала, что уже не увижу Тюра. Похоже, повод надеяться всё-таки есть. Но тебя не было два дня. Некому было за тобой присмотреть. Я же твой напарник. Почему ты от меня что-то скрываешь? Ты говоришь прямо, как отец. На чьей ты стороне? На чьей? Не знаю. И что вообще сейчас значит быть на твоей стороне? А вдруг ты возьмёшь и сбежишь в азгар? В таком случае я хоть что-то смог бы изменить. Так, ты это брось. Такие речи до добра не доведут. Почему Один мог меня убить? Но не убил ведь, а предложил учить меня. Если бы я знал больше, смог бы предотвратить. Что предотвратить? О чём ты говоришь? Это не важно. Просто забудь, ладно? Но тебя не было, братья. Некому было за тобой присмотреть. Я же твой напарник. Прикрути ему голову на место. Да покрепче. Ты вернулся. Ты готов мне ответить? О чём? Что ты видел? Где ты был? У Одина? Что? Вот что ты думаешь? А я не прав. Отвечай! Ты был в азгарде? Нет. Конечно, нет. А если бы да, то что? Моё будущее, моя жизнь. Ты мой сын. Тогда поверь мне. Если хочешь доверия, говори правду. А правда в том, что ты просто придурок. Парень, спорами ничего не решить. Он в меня совсем не верит. Ему можно что-то скрывать. И маме тоже. Дело не в можно. Её тайны окутывают каждый наш шаг. А, ясно. То есть теперь ты и ей не доверяешь? Речь не о твоей матери. А о том, что ты солгал. И кто меня этому научил? Ну всё, хватит. С чего вдруг ты на его стороне? С того, что он разумней тебя. Слушай, я только думал не пойти ли к Одину. Но клянусь, у меня есть причины. Ни одна из причин не оправдание. Он затуманит твой разум. Я хочу помочь нам. Не дать чему-то дурному случиться. Дурное уже случилось. Вот он я. Вот Фрейя и Тюр. Один сломал нам жизни. А с чего это все собрались и разорались? А Трей собрался идти в Асгард. Асгард? Он что, башкой ударился, что ли? Ясно. Теперь все против меня. Ты должен выбрать, кем ты будешь. Ты тот, кто лжет и скрывает от меня правду? Или же мой сын? Выбрать? Ты не даёшь выбирать. Отстань от меня. Слушай. Отпусти меня. Слушай. Сказал он. Какой вы хер? Смотри. Это Синдрей. Попробуй совладать собой. Слушай. Попробуй. Отлично. Лютая стужа, куча скитальцев. Это точно, мистер. Подходите. Так я хотя бы не замерзну. Если я пойду в Асгард, будет как в пророчестве, где отец погибает. Но если я буду сидеть дома, то не смогу его предотвратить. В Асгарде я смогу хоть как-то проследить за Одином. Осторожно выведу его план и приму меры. Кого я обманываю? В Асгард пути нет. Стоп. Это что, красные листья? Дом Фреи. О, нет. Чарли! Нет. Чарли! Ответь. Нет. Чарли! Привет, Крепыш. Я с тобой. Не волнуйся. Надо тебя согреть. Тебе придется встать, а то я не пролезу. Попробуешь? Давай, Чарли! Если не встанешь, я... не смогу... помочь тебе! Хемели! Хемели! Молодец! Что тут было? Я знаю, дружище. Знаю. Очень холодно. Первонаперво нужно закрыть это окно. Фрея тебя не навещала? Ясно. Была занята охотой на нас. Ладно. Давай тебя отогреем. Из мусора, наверное, получится сделать костер. Какая красота. Никогда не видел ничего подобного. Из ее дома в Ванахейме она, наверное, по нему скучает. Не верится, что она ни разу не вернулась проведать, как тут ее дом. Как ты. Это не оправдание. Не за что. и куда же мне идти? Я не могу остаться. Но и отца бросить не могу. Наверняка что-то можно сделать. не волнуйся, дружок. Думаю, это за мной. Все хорошо. Наверное. Давай. Я готов. Забери меня. КОНЕЦ 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 А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! КОНЕЦ КОНЕЦ А-а-а! Эй, я тут! Один! Птица! Это Асгард? Эй, подожди! Что это за место? Здесь чудесно! Не следав, им был... Стена! Это точно Асгард! Постой! Я иду! Здесь чудесно! Не следав, им был Винтера! За стеной наверняка безопаснее. Только, как мне туда попасть? Винтер не упоминал. Если Хримтур и сделал в ней лаз, рассказал он об этом только Фрея. Я не подумал, что спросил. Стоп! А почему Фрея была у нас дома? Она к нам переехала? Так, ну-ка соберись, Локи. Стоп! Кажется, я слышу людей! Тебе помочь? Ты, кажется, потерялся. А-а-а! Я просто осматриваюсь. Ну, на что смотреть-то, кроме стены? А в ней есть ворота? Не-а. Пройти могут только Асы, но если ты Ас, то и так это знаешь. Я? Нет. Я из Мидгарда. Что? Да ладно. Я тоже. Я с Хьёльд. Локи. Постой. Вы что, все из Мидгарда? Ага. Ну, всеотец спас нас от опустошения. Привел в безопасное место, но мы туда не ходим. В город без владения магией не попасть. А ты ведь не владеешь магией, а? Немножко, да. Что? Да ладно. Ходишь сквозь стены? Пока нет. А просто перелезть нельзя? Ха. Стену? Без снаряжения? Нет. Ты не боишься умереть? Ну, боюсь. Она высоченная. Но Один ждет. Стой. Ты знаешь все отца? Я, вроде, его ученик. Обалдеть! И чему он тебя учит? Я не знаю. Сколько учеников? Я не знаю. И надолго ты с ним? Ты не знаешь, понял. Ну, пойду, заберусь на стену. Не могу такое пропустить. Помочь? Спасибо, но я лучше пойду один. О, я и не собирался лезть с тобой. Я обязан Одину с жизнью, но не смертью. Но ты, ты, конечно, не свалишься. Все, забудь, что я сказал. Это был Хуген? Хуген, твой проводник? Кто? Ворон Одина. Не знаешь? Хуген и Мунин. Отличный проводник. Хотя, вряд ли он знает, как лазать по стенам. Ты знаешь, что нельзя смотреть вниз? Мне нравится смотреть вниз. Тогда вижу, сколько преодолел. Отлично сказано. Я запомню. Забавно будет звучать в качестве последних слов, но... Да что? Ничего, ничего. Слушай, все отлично. Ты исправишься, Локи? Спасибо, Сквёрт. Надеюсь, ты прав. Что ты взял? Крамтюра? Ох, теперь ясно, почему оттуда мы не попали сюда. Ладно, у меня получится. Все в порядке. Полезем дальше. А теперь куда? Эй, Хуген, может, ты что-нибудь расскажешь мне, чтобы скоротать время? А? Ну, я так и думал, что ты это скажешь. Интересно, почему я не слышу твои мысли? Ходим, вроде бы, их слышал. Ведь это ты был в нашем доме, так? Ты и, наверное, твой брат. Будем считать, что да. Других лазеек не видно. Надо забраться еще чуть выше. Или сильно выше. Но не отступать же. Эй, Хуген, давай я расскажу тебе историю. Жил-был великан Локи. И решил он принять приглашение Одина, который звал его в Асгард. Один решил испытать Локи. Заставил его в одиночку лезть на самый верх стены Хримтура. И что же Локи... И что же Локи сделал? Полез наверх. Он лез все выше и выше. У него ныли руки, онемели пальцы, сбилось дыхание. Но Локи лез все выше. Лез понемногу, потихоньку. На самый... самый верх. Отсюда только вверх. Ладно, ладно. Продолжим. Ну же, нельзя отступать. Да что б вас? Привет. Привет. Итак. Ты увидел огромную стену и подумал... О! Там обрадуются гостям. Вообще-то меня ждут. Сам Один. Тебя ждет всеотец. Ха-ха. Да. Тогда почему ты там, а не здесь? Спросим у него вместе? Да. Да. Могу продолжить? Итак. И зачем Одину? Всеотцу. Королю асов. Может понадобится такой, как ты. Это наше с ним дело. Ты сам не знаешь, так ведь? Может поднимешь меня и... Ну, пожалуй, что нет. Пожалуй, я тебя сброшу. Нет. Нет, нет, нет. Да, я тебя сброшу. Прощай. Стой. Подожди. Только представь, как рассердится всеотец, узнав, что ты убил его гостя. Локи из Йотунов. Врагов моего народа? Я тебе не враг. Ну, это мне решать. Сюда, Локи из Йотунов. Стой. Это Гьялархорн? Ты Хеймдель? Естественно. Можешь насладиться великолепием Асгарда. Мало кто из чужаков его видел. Особенно из великанов. Ну да, конечно. Тащи все, что плохо лежит. Хозяевам это понравится. О, уже насладился видом. Значит, оплот цивилизации Девяти Миров для тебя недостаточно хорош. Ясно. Ой, эээ... Нет, потрясающе. Задавай уже свои вопросы. Как ты узнал, что у меня есть вопросы? Это моя работа. Дальше. Что у тебя за работа? Я защищаю свой мир от всяких бед. Ты считаешь меня бедой? Мы же едва знакомы. А я уже вижу, как сильно ты хочешь показать себя. Слишком сильно. Видимо, из-за сильной фигуры отца, чьи ожидания ты не оправдываешь. Неплохо. Кроме того, предположу, что ты... Дерзкий. На. И порывистый. Ты совсем меня не знаешь. Я хочу помочь. О, то есть ты пришел помогать? Нет. Нет. Ты стараешься лишь для себя. А остальным ты врешь. Используй их, чтобы добиться того, чего хочешь. Я знаю, что ты еще юн. Хотя, пока ты лез, у тебя наверняка успел сломаться голос. Но душонка-то у тебя уже грязная. Ты хаос в обличии мальчишки-лочника. Я вижу, как твои речи обращают города в руины. Из твоего визита в Асгард не выйдет ничего хорошего. Вместе с тем, если ты пришел помочь всеотцу и не замышляешь ничего дурного, значит, ты наш союзник. Голд Топор. Кто твой любимчик? А? Кто твой любимчик? Ого! Впечатляет почти, как Бальдер, укоротивший дракона. Бальдер мог играть с огнем, не боясь обжечься. Моя сила в уме. Я перехитрю любого. Это что, все боги-асы? Что? Ты думаешь, все асы боги? Но Скьёльт сказал, что... А, ну если Скьёльт сказал, разумеется, кто бы это ни был, он явно знает про богов-асов куда больше, чем бог-ас, с которым ты говоришь. Ты хоть что-то знаешь о нашей кольде? Я много чего знаю. Что эту стену построил великан. Великан. Построил стену, защищающую от великанов. Римтур, сын Тамура, я знаю эту историю. Вот как. Я с нетерпением жду, когда ты одаришь меня своим новаторским знанием об истории архитектуры Асгарда. Это дворец Одина? Дворец? Думаешь, всеотец любит окружать себя роскошью, как смертные царьки? Наверное, нет. Это великий чертог, который собственноручно построил всеотец. Мне жаль, что я тебя разочаровал. Видишь ли, истинное могущество не выставляют на показ. Оно проявляется само в нужный момент. Разве не так? Эй, шлямы! Я привел вам куклу для битья. Я думал, мы идем к Одину. Видишь ли, у тебя и впрямь нужные намерения. Так что я и близко не подкачу тебя к сердцу. Молодец! Сам это заслужил! Чудесно! Как это при таких талантах? Йодуны проиграли все войны за единой. И это твой главный хлопок. Вот потеха. Лежать. Ну, как неинтересно. Угадай, что дальше? Ты хочешь, чтобы всеотец ждал? Как ни странно, именно хочу. Да, я более чем уверен в своем решении. И ты думаешь, это тебя защитит? Видимо, настоящий щит твои ручонки не поднимут. Дюра-то! Даже это не сработало. Вот теперь мне точно конец. Я встречусь с Одином, так или иначе. Ты встретишься с ним за порогом смерти. Что? Это бессмыслица! Что? Ого! Что это делать? Слабовато! И все, что ли? Это все, что ты можешь. Да! Да. Надо сказать, Локи, я совершенно не впечатлен. Знаешь, лучше не вставай. Прекрасно. Прекрасно. Хочешь или нет? Он гость всеотца. Тут ее вонь почувил. Еще один шаг, и это для тебя плохо кончится. Да что ты? И как ты намерен мне помешать? Взгляни мне в глаза. Больной ублюдок. Больной ублюдок. Локи! Добрался! Я так польщен! Я вижу, тебя встретил Хеймдель. Он читает для меня мысли. Мальчик лжет, всеотец. Этот юноша, а он мой гость, весь в грязи. Объяснись. Он хочет тебя предать. Это так, Локи? Ты у нас хитрец? Да я это в шутку. Конечно, он хочет меня предать ей. Хеймдель. Зачем бы еще он пришел? У него нет поводов мне доверять. Пока. Зато у него есть много вопросов. А я могу дать столько ответов, что ты встал. Свободен. Иди. С радостью. А ты почисти одежду. Но всеотец. Все охват. Хеймдель, да хватит уже. Ты хотел убить меня при первой возможности? Вот. Что, этого тебе недостаточно? Иди отсюда. Да, тяжко с ним. Проницательный, но порой забывает подумать. Понимаешь? Меня ждут кое-какие дела. Пойдем. Как твой отец воспринял новость, что ты решил принять мое приглашение? Я не хотел бы говорить об отце. Так обрадовался? Не буду его винить. Моя бывшая жена и бывший обиженный подчиненный наверняка помогли ему составить свое мнение. Но ты, ты любопытен и непредвзят. И это важно. Гриш, Мист, продолжайте. Меня здесь нет. Честно скажу, Локи, тебе повезло, что я не отозвал свое приглашение, когда ты помог сбежать Тюру. Но думаю, его компания стала тебе достаточным наказанием, да? Куми мира, хотя бы чувство юмора есть. Но это все былое. Я смотрю только вперед. Эй, эй, эй! Я велел их натренировать, а не обезглавить. Ниже шеи, понятно? И часто тут такое, когда меня нет рядом. Всеотец. Королева Гнат. Эйнхерии ждут вашего благословения. Я ведь для того и пришел. Хм, так у Валькирии новая королева. Эйнхерии славные воины, но из Вальгалы они выходят немного растерянными. Я делаю для них что могу. Помогаю вспомнить, кем они были при жизни. Согласен, что это очень важно. Знать, кто ты есть. Это придает. Сместно? Мунпеннафен Гротгар. Мунпеннафен Горм. Мунпеннафен Джана. Итак, теперь сюда. Книги отлично. Это для него. Насколько я знаю, ты любишь читать. Я отложил для тебя кое-что из своего личного собрания. Эм, спасибо. Йорген, только не говори мне, что это грибы. Спасибо за приглашение, конечно, но я не знаю, что от меня ожидается. Пока ты просто мой гость, Локий. Не торопи события. Не налегай, Карл. При всем уважении я пришел сюда учиться, а не служить. Мне не нужен еще один слуга. Мне нужен кто-то смелый, любознательный, кто-то инициативный. Неплохо. Тушеный, да? Но почему я? Потому что я полувеликан? Подумаешь, тор тоже. Эрленд, не спи, а? Я тебя прошу. Ладно, но... Слушай, не накручивай себя. Я кое-что задумал, интересное и для тебя. Это шанс научиться чему-то важному для нас с тобою. Моя семья, мои друзья. Я должен знать, что они не пострадают. Почему они должны пострадать? Если ты помнишь, я с самого начала просил о перемирии. Слушай, ты уже здесь. Хватит переживать. Все будет хорошо. Мы почти дошли. Моя комната? Да, еще немного. Хочешь, заходи, хочешь, уходи. Бери, что надо, ходи, где хочешь. Ты мне не пленник. И самое главное, я тебе не отец. Все, отец, ситуация требует твоего внимания. Сир, ты опоздала на встречу нашего гостя. Поздоровайся с Локи. Это он? Здесь? В наших стенах? Как мило. Моя переговорщица. В новом Мидгарде все в порядке. С беженцами все хорошо. Возникла проблема с гномами. Вернулся сам знаешь кто. Не одно так другое. Положай книги, надо еще кое-куда заскочить. Ладно. Что это? Ладно, я здесь. Где он? Он? Вон там. Всеотец, господин. Командир, давно не виделись. В чем проблема? Да ни в чем, если ты намеренно строишь смертельные ловушки. Я лично одобрил проект и механизм. Причем достаточно давно. Что за муха тебя укусила, что ты ко мне прицепился? Что за парень? Карманников натаскиваешь? Знаешь что, дурвин, от тебя несет паршивым медом. И это лучшее, что тебе можно сейчас сказать. А теперь слушайте. Говорит, ваша машина с золотом. Я хочу, чтобы вы знали, я в вас уверен. Уверен, что вы сделаете мне эти механизмы, как и обещали. Вовремя, заговоренную цену и, конечно, без травм. Но мы никогда не подводили меня и сейчас не подведут. Так? Хорошо. Ладно, сынок, переведи меня. Как будешь готов к работе, приходи в мой кабинет, дальше по коридору. А ты переоденься, будь добра. Локи, да? Надо сказать, это почти забавно. Это была его комната. Его? Моего брата. Брата? Моди. А, брата? Правда? А, я и не знал. Ага. Она твоя. Привыкай. Труд торс, дотер. Выдыхай. Заменить тебе его будет несложно. Без него только лучше, Локи. Поверь. Идем со мной. А ты забыла меч? Кто-нибудь уберет. Так, а что это за меч такой? Он новый. Других таких нет. Отец подарил для обучения с валькириями. Ты хочешь стать валькирией? Могу рассказать по дороге в большой зал. Но если тебе пора, иди вниз по лестнице. Кабинет деда там. Это моя комната. Раньше тут жил Магни. Считай, меня повысили. Не беспокой, Форсетти. Он весь в работе. В этой комнате жил Бальдер. Когда хоть где-то жил. И как ты собираешься ею стать? Освою все необходимые навыки и буду ждать, пока дед заметит. А потом, надеюсь, они с папой убедят маму. Знаешь, мы с отцом раньше встречали очень много валькирией. Да ты что? Где? Непременно расскажи мне. Расскажу. Какой изощренный способ покончить с собой. Отравить Тора. Да куда проще срыть гору с помощью ложки. Я ему так и сказала. Я надеюсь, более вежливо. Ну, разумеется, гораздо вежливее. Но это его, конечно, не убедило. Он стал такой нервный. Даже пуще прежнего. Ну, его можно понять. Что-то еще случилось? Я тут видела Форсетти. Соболезную. И что он делал? Лазал по кухне. Зачем? Он вбил себе в голову, что кто-то хочет отравить Тора. Какой изощренный способ покончить с собой. Отравить Тора. Но что-то не так с брагой. Все с ней так. Словно мед в ней прокис. Мед не прокисает. Не неси чего. Я не несу чушь. Это ты ее несешь. Ах, ну, серьезно. Сив постоянно на кого-нибудь смотрит. У нее ведь есть глаза. Ну, а что это значит? Мне конец? Тебе конец. Если ты продолжишь так орать об этом, придумал. Нет, нет, нет. Я что-то сделал не так. Я принесу ей дар. Не надо. Не надо. Может, принести ей браги? Заткнись и пи. Но что-то не так с брагой. Мама, ты знакома с Локи? О, теперь он и тебя в это втянул. Во что втянул? Он ведь гость. Это же дипломатия. Ты же понимаешь, кто он такой? Знаешь, что сделал его отец? Зачем его сюда пустили? Мам, хватит. Не позорь меня. Поговорим позже. Ты уж извини. Мамы, они такие. Так ты как? Хочешь еще тут пройтись или тебе надо браться за дело? Пожалуйста, не пытайтесь впечатлить друг друга за мой счет. Брось. Неужто Хеймдаль тебе еще не надоел? Идем. Слушай, что бы дед от тебя не хотел, помни. Это твой шанс проявить себя. Кто-то о таком всю жизнь мечтает. О, ладно. Буду стараться. увидимся. Да, я понимаю. Да. Видишь, как я киваю и говорю, да, понимаю. Я, я, ага, да, да, ясно. Угу. А, пойми, это ты меня перебиваешь. Нет, Хугин, мне не надо прочистить уши. Просто перестань каркать и, и, и выслушать то, что я сейчас тебе скажу. Я просто смотрел на него. Это сталье? У меня он с очень давних пор. У тебя есть имя? Ингрид. Правда? Ну, почему нет? Возьми, если он тебе нравится. Правда? Считай, награда за труды. Спасибо, я серьезно. А еще говорят, что я плохой. Давай, пошли. не за что. Никто меня не понимает. Думаешь, я ищу войны, власть, богатство? Нет, это все не то. Знаешь, что я ищу? Чего я в самом деле хочу? Ответов. Прямо как ты. понимаешь, у смертных все просто. Когда у них возникают какие-то важные вопросы, они смотрят на нас, и жизнь обретает смысл, божественная благодать. Тот еще фарс. Но если вопросы возникают у нас, зачем мы здесь? Чтобы давать смысл жизни смертным, а самим жить без него? Нет, мы нечто большее. Я нашел тому доказательство. что это? То, что ведет меня. Ты чувствуешь, так ведь? Словно знание. Правда. Истина. Все ответы. Можно узнать, зачем мы здесь. Узнать, как изменить судьбу, остановить Рагнарек, может, а также спасти своих близких. Как? Я нашел его еще в юности. Целую вечность его изучал, хватался за самые тупиковые подсказки из скалы и, наконец, от эскалета. Ты видишь? Такая же странная энергия. Появилась щель. Может, заглянем внутрь? Я бы не советовал. Так зачем обломок маски? Узнаешь какую-то надпись? Не из девяти миров. тлеет обсидиане спита из тлеющей земли и искры вулкана и поля не случившейся битвы. Ты уверен? Если это подсказка, то я ее понял. И что там? А ты помогай мне и узнаешь. Не надо никого убивать. Не надо предавать ни отца, ни себя. Давай! Ты ведь тоже это ощутил. Все ответы там. Получим их. Ты ведь с такой легкостью перевел этот язык. если я помогу, что дальше? Тор! Иди сюда! Все, отец. Не делай так! Дальше надо найти след. Возьми маску и эту бесшумную тушу и посмотрим, что будет. Я могу не справиться. Чепуха. Ну, удачи. А ты не задирай его, понятно? Муспельхейм? Другая часть маски здесь? Все отец отправил нас сюда. Значит, здесь. ты бери маску и делай свое дело. Так и куда мы идем? А я мать твою откуда знаю? Все отец считает, ты знаешь, что делать. Так делай. смотри, смотри, вон там уступ, до него можно дотянуться, если это долго. не не вот так хватать людей. А что же мне было делать, кинуть тебя? ха-ха-ха-ха. Хм, но все впереди. Это твой. твой твой Я не заплатил кровавую дань за то, что случилось с моими странами. И вот видите. Пока. О чем ты? Потомскому. Не стоит засчитать всяц. Кстати, об этом. Маску. А, да. Нам нужно миновать эти камни. Не мог бы... Ага, спасибо. Только представь, что он делает с костями. Кровавый долг, да? А как же великаны, которых убил ты? Они были моей роднёй. Тамур, Грумгнир. Они ведь тоже твой народ. Великаны были плесенью на девяти мирах. И я упивался каждой смертью этого... Смотри мне. Давай сменим тему. Знаешь, когда мы были тут с отцом, мы смогли пройти все испытания сурта. А ты бы... Ты меня не отурачишь. Слушай. Моди был не подарок, но он был моим сыном. Я еще не раздавил тебя в кашу только из-за этой сломанной деревяшки. Слушай, ясно же, что в одиночку никому из нас не справиться. И я тоже хочу уважить все отца. Пусть я тебе не нравлюсь, но мы должны друг другу доверять. Хоть немного. Доверять? В общем, неплохо, но, на мой взгляд, недостаточно жестоко. Не хочешь присоединиться? Нет, я тебе доверяю. Ха-ха-ха. Слишком просто. Ну, куда говорит идти, Маска? Маска тянет туда. Надо придумать, как спуститься. Конечно. Я тебя не дурачил, кстати. Испытания очень веселые. Ты вообще умеешь веселиться. Твоя дочь на тебя совсем не похожа. Она была... Эй, посмотри на это. Как будешь готов. Тор, ты что... Стоп. Светилище Сурта. Эй, ты там как? Не помер? Нет. Но я думал... Что ж, очень плохо. Испытания как раз за этим утесом. Ты бы мог пройти и смысл их круть. Сперва разберемся здесь. Да ладно, Тор. Пойдем посмотрим, чего тебе терять. Время. Не думай встать. Ура, Тор. Всеотец ждал тысячи зим. Подождет еще немного. Это весело. Ладно. Жди прямо тут. Хорошо. Это займет его ненадолго. Надеюсь. Мне нужно достойное испытание. Теперь к светилищу. Маска хочет, чтобы мы шли туда. Но сначала сходим к светилищу. Другой фрагмент отыщем, как он вернется. Ты веришь асам? Я так, конечно, не верю. Мне просто нужно, чтобы они поверили мне. Но так будет только, если они решат, что я верю им. Да. Ангар-бота? Знаешь, по-моему, для настоящего воина ты просто невероятно пуглив. Я... я не... Что ты здесь делаешь? А девушке нельзя просто заглянуть в светилище? Ты пришла за камнем сурта. Возможно. Ты решила искать камни великанов. Знаешь, на что это похоже, да? На историю жизни одного из моих родичей. А еще, пожалуй, на кладовую. Нет. Это скорее похоже на вызов судьбе. А, кстати, ты-то здесь зачем? За своей историей. Это тебе Один дал? Да нет. Ну... Да, но это не... У меня нет с ним дел. Я не расскажу ему про Ярнвид, если ты об этом беспокоишься. И я уж точно не служу ему. Слова пророчества не мои. Мне нужно найти камень. Хочешь, можешь помочь. Хорошо. А ты точно готова вот так нарушать правила? Нет пророчеств о том, что ты будешь собирать камни? Наши истории еще не дописаны, так? Пошли. Герой. О, привет. Разумный меч. Хм. Еще один камень. Это Сурта. Но души в нем нет. Значит, он еще где-то там. Помнишь, мы говорили об оставшихся великанах? Ты иногда думаешь о них? Все время. Они где-то далеко. Далеко от Одина и Тора. Но мне любопытно, в какие земли они ушли, какие моря переплыли. А что? Я хочу найти их. Я спасу отца, а затем найду их. Начинается? Кто это? Ну уж точно не Сурт. Смотри, сколько снега. Синмара? Хм. Никогда про нее не слышала. А вот и Сурт. Ого. Наверное, была та еще битва. Да, а потом... Закончилась? Не остановились? А, нет, нет, смотри. Просто они сражались вместе. Похоже, даже стали друзьями. Очень близкими. Они что? Да, я так думаю. О, ну... Рада за них? Кажется, любовь соединила их и превратила в какое-то огромное создание. Рагнарёк. А потом... Рагнарёк уничтожит Асгард. Ну да, я видел в святилище Гроа. Да, это было... Познавательно. Кстати, помнишь змею, которой мы скормили душу? Это я забыть не смогу. Я ее видела. Она... Растет. И куда быстрее, чем обычные змеи. Да, чего-то такого я и ожидал. Хм. Я задержусь тут. Не хочу, чтобы твой... Друг увидел, что великаны еще остались. Конечно. Только будь осторожней. Пожалуйста. Ты тоже, Локи. Эй, Ингрид. Кажется, Тора убила. Ну, конечно. Признаю, это было весело. Я оставил позади себя горы трупов. Они падали, как подкошенные. Лава стала покрытой. Здорово. Не хочешь помочь? Пройди ты сам эти испытания. Тебе бы моя помощь не понадобилась. Или ты только смотрел за отцом. Эй, чего так долго? Ты мог сделать это в любой момент. Мне казалось, ты неплохо держался. Я тебе доверял. Ну, куда теперь? Нужно пройти через врата. Вот как? Не сидеть же без дела, пока ты дерешься. Все равно. Проверь снова. Ладно. В эти ворота. Как я и сказал. Тор. Ну, как впечатляет. Просто божественно. Ты же и есть бог. Вот именно. И я тоже. Это здесь. Вот это место. Ну, и где же оно? В лаве? Не знаю. В лаве? Нет! Зараза! Дам тебе добрый совет. Не суй руку в лаву. Будет больно. Я не подумал. Хорошо. Мне так больше нравится. Ладно, уходим отсюда. И... Локер. Больше не вздумь о меня. Дурачить. Ты нормальный парень. Но все-таки великан. И твоей смертью я тоже буду убиваться. Что ты сделал? Локи. Разлом стал ярче. Смотри, ты справился. Да. Теперь одну фразу можно прочитать. Прямо целиком. А перевести? А перевести? А перевести? Пока нет. Есть у меня теория. Если найти все остальное, она поможет посмотреть туда и не потерять глаз или что похуже. Согласись, мы отличная команда. Правда? Правда? Мы отличная команда. Прямо как ты, Бальтер. Вы хорошо себя вели? Тор молодец. Я многому научился. Научился у него? Неужели? Так-так. Какой же это был урок? Никакой. Чему я мог его научить? Именно. А, вот значит, куда они делись. Впрочем, я уже догадывался. Передумал? Я сам не знаю, зачем пришел в Асгард. Но понял, что не хочу быть шпионом. И будь уверен, ты можешь мне доверять. Но чтобы я справился, я должен доверять тебе. А доверие надо заслужить. Возьми, доделаешь дело, если решил остаться. Объясни мне, что именно ты там ищешь? Переведешь надпись, я все расскажу. На этот счет, юноша, не сомневайся. А ты всегда так строг к Тору? Ты как будто зол на него за что-то. Ох, какой любопытный. Хочешь про личное? Да нет, я понимаю, но все не совсем так. Дело в том, что по-другому он не понимает. Серьезно. Попробуй к нему быть со всей душой. Увидишь, чем кончится. Драконий череп среди книг. Подумаешь. А насчет меча. Ингрид имя души, обитающий в нем? Интересно, почему я ее не слышу? Душа? Кто говорит о... Слушай, сынок, хочешь совет? Не вздумай разговаривать со своим мечом при посторонних. Ладно? Пойдут слухи. Это старый гобелин? Или его так изображают? Ты вернулся? Ну как, отец вел себя хорошо? Да, в смысле, пожалуй, лучше, чем я ожидал. Это меч из кабинета дедушки? Ага, это Ингрид. Привет, Ингрид. Ого, все отец, похоже, правда тебе доверяют? Я рада, что тебе удалось пережить первый день. Да, я тоже рад. Завтра поговорим о Валькириях. Конечно. Ого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброго утра, брат. Боюсь, новостей нет. Есть идея. Вот оно что. Норны. Ты же их нашла. Можешь найти снова? Возможно, но я не понимаю, зачем. Они богини судеб в этих землях, так? Пусть расскажут, что знают. Не уверена, что они согласятся. Главное их найти. Так где искать? В Мидгарде. Но если от Рэй в Асгарде, без большой армии его не вернуть. Нужно ее собрать. Да, только большой войны нам сейчас и не хватает. Паренек не глуп. Может, если дать ему немного времени... Ты и сам не без греха. Ты поощрял его заблуждение. Его глупость. Я не хочу войны. Но если Один отнял у меня сына, я готов пойти на все, что угодно. С тобой давно все ясно, Кратос. Но ты, Фрея... Сразу начинать с войны? Это на тебя не похоже. Надеюсь, Норны поведают тебе все, что нужно. А мои советы вам больше ни к чему. Тюр, стой. Сейчас неподходящее время для ссор. Прошу тебя, сядь. Почему молчишь? Удивляюсь, что ты решил обратиться к будущему. Но пока твое чутье тебя не подводило. Отыщем, Норн. Кто я такой, чтобы ему советовать? Я лишь хотел помочь мальчику найти ответы. И не преуспел. Что я должен делать теперь? Тюр, у тебя во всем этом главная роль, как и всегда. Потому Один и бросил тебя в темницу. Он тебя боится? Очень в этом сомневаюсь. Но это так. И не только из-за пророчеств. Никому не удавалось больше объединить миры так, как тебе. Но я уже не тот, кем был тогда. Сейчас ты считаешь, что это так. Мне тоже случалось терять себя. И не раз. Но поверь, есть вещи поглавнее этого. И что это? Цель. Цель направить тебя, чтобы ты нашел себя вновь. Ты предлагаешь мне смириться с судьбой? Возглавить армию, развязать войну ради твоей мести? Если не хочешь помогать нам восстанавливать справедливость, найди себе другую цель для твоего же блага. Когда соберешься искать Норн, я с тобой. А пока просто жду. Не пытайся зазвать меня. Норн со своими сказками о нашей судьбе. А не воплощать все, от чего я отказался. Болит? А это, только когда волнуюсь. Как от Рейма попасть в Асгард? Извини, но с этим вопросом к Одину. Он ведает обо всех путях. Я знаю, какого ты высокого мнения о наших познаниях в этой области, и жаль тебя подводить. Но он во всем опережал нас. Постой! Я кое-что для тебя припас. Синдре! Иду! Прежде чем ты убежишь на подвиги, вот возьми. Думаю, ты по нему соскучился. Ну ладно, давай уж без такой бурной радости. В общем, не за что. Я взяла все, что нужно, чтобы найти Норн. Идем? Нитхёк. Думаю, эти события нам еще аукнутся. Белка. А, господин Кратос, прошу прощения. Исчезновение, дорогой Нитхёк, занимает все мои мысли. Она твоя подруга? Не столько подруга, сколько давняя соседка по древу. Обитала здесь еще до моего прибытия, а с тех пор прошли века. Как представлю, что она не может добраться до своих малышей. Ужасно, просто ужасно. Мы уверены, что Атрэй не в Миткарде. Я только что оттуда, ни следа. Если Один позвал его, то, скорее всего, помог и добраться. Нет. Это не единственное объяснение. Скажи, где искать этих Норн? Я нашла у Ледяного озера несколько их нитей. Одну прихватила для колдовских дел. Она поможет нам их найти. Только они очень не хотят, чтобы их нашли. Ну, наконец-то нам придется чуть попотеть. Возьмем твои сани и отправимся к озеру. Миткард. Я скучал по ледяному ветру и вечным атакам налетчиков. Они верят, будто Кратос виноват в приходе Фимбул Винтера. И если его убить, все закончится. И откуда только они взяли эту идею? Конечно, от меня. Конечно? Нужно идти к волкам, брат. Сюда. Тихо. Теперь она друг. Лучше дай им это сам. Когда волки возьмут след Норн, нам останется только довериться их чутью. Открою ворота. Хватит скулить. Их шерсть вблизи, когда ты их вычесывал. Они же волки. От грязной шерсти бывают болезни. Заботься о них, и они позаботятся о тебе. Брат, а что именно ты собираешься спросить у Норна? Как отыскать сына? Больше ничего. Может, есть смысл попытаться разобраться в этом пророчестве? Узнать их мнение насчет твоей предполагаемой кончины? Ты не говорил, что тебе напророчили смерть. Когда мы с Атроем попали в Йотунхейм, то нашли там скрытую фреску. Великаны и сама Фейн давно предвидели весь наш путь. С кем мы встретимся, с кем сразимся, они предвидели все, что будет. Но ты не умер. Этот рисунок относился к будущему. Вот как. Я думала, уж ты-то не боишься смерти. А, дело ведь не в этом. Нет. Смерть заберет меня, когда заслужит этого. Тогда, вероятно, тебя заботит на будущее. Фей отправила тебя в путь и сделала так, что в конце пути ты увидел пророчество. И ты все еще не знаешь, зачем. Я не хочу больше обсуждать это. Мы добрались до озера. Как нам отыскать Норн? Следи, что делают волки. Видишь, в какую сторону они смотрят. Озеро Девяти переживает не лучшие времена. Налетчики тут устроились как дома. Я не бывал в этих краях с нашей легендарной битвой с Сигру. Она тоже считает ту битву достойной. Ты об этом знаешь? Она рассказала, когда нашла меня. Она поверила в то, что ты можешь быть союзником задолго до меня. Королева Валькирии. Союзника. Я королева Валькирии. Как Сигрун раз за разом упорно мне напоминала. И как я сразу не понял, что это Сигрун тебе помогла. Она верная и мудрая и такая высокая. Не надо быть богиней любви, чтобы понять, о чем твои мысли. Это нить судьбы, что ты нашла. Это не нить жизни, если ты об этом. Выходя за пределы Источника, Норна отмечает ими свой путь. Норны живут в Источнике? Нет. Источник Урт. Их дом. Трудно объяснить. Он не где-то конкретно. Открывается в разных местах. Это место полностью им подвластно. Там их примерное становится реальным. Это как попасть в собственный разум. Но если мы войдем вместе, то будем в головах друг друга? Что-то мне не нравится эта идея. Мимир, а ты встречался с Норнами? Лично нет. Фрея права. Они умеют обескуражить и расстроить. Один внес свой вклад. Так и не сказал, что там случилось. Или он сдался, или решил забыть увиденное. Фрея, не расскажешь, как все прошло в прошлый раз, когда ты пришла к Норнам? Если честно, я не помню деталей. Все как в полудреме. Лучше всего я помню, что изменить судьбу моего сына было невозможно. И это побудило меня пытаться еще усерднее. Это нужное нам место. Но на санях дальше не проехать. Брат, а ты? Ты ведь и сам имел дело с богинями судьбы. Легенда о призраке Спарты не сильно преувеличена. Преувеличена. Я не про праведную я, растелющуюся кровь. А про ту часть, где ты вернулся в прошлое, чтобы выиграть проигранный бой. В это как-то трудно поверить. Слух, что Тор одним ударом отправил мирового змея из Рагнарёка в прошлое, это одно. Так и было. Нити судьбы опутывают все. Сестры судьбы злоупотребили властью. Я пошел против них, и они пригрозили вычеркнуть меня. Поэтому я убил их и обернул их силу против Зевса. Не слышала ничего более безрассудного и опасного. Такой силой не обладают ни Норны, ни кто-либо другой во всех девяти мирах. Да, представляешь? Если бы она была, ее бы, безусловно, заполучил Один. И мы были бы куда в более глубокой заднице. Я не стал бы просить их изменить прошлое. Я хочу только ответов. Это, насколько я знаю, само по себе весьма опасно. Тихо. Надеюсь, Норны укрылись где-то внутри, в тепле. Должен сказать, я совершенно не скучал по Мидгарду, накрытому Фимбу Винтером. Мы скоро узнаем. Возможно, этот зловещий могильный камень рукоять меча. Брат, я знаю эту рукоять. Будь осторожен. Кому, как не тебе, знать, что в оружии могут жить призраки. Если оно не поможет найти Норн, может подождать. Продолжим поиски. Сюда. Я чувствую тут следы их чар. Попробую их развеять. Окна. Тут ничего нет. Ложный след. Боюсь, что так. Посмотрим, что еще и могут найти Волны. Типичная выходка Норн. Они знают, что мы их ищем. Я говорила, что будет нелегко. Но как с этим связана рукоять меча проклятого короля? Как знать, совпадение или отвлекающий маневр. Думаю, они бы сказали, что нам было суждено ее найти. Крадус, расскажи о своей родине. Она жестока, безжалостная. Все точь в точь, как у нас. Там было теплее. Наверное, это шлем со статуи Тюра. Тюр понимал, что самая важная война идет за умы и сердца людей. Жаль, что сейчас Тюру неинтересно ни то, ни другое. Тяя, я давно хотел тебя спросить. Что Хримтур тебе прошептал? Кто? Хримтур, сын Тамура Каменчика, который под чужой личиной построил стену вокруг Асгарда. Ах, да. Припоминаю. Тогда Один в который раз решил втянуть меня в спор без моего согласия. Увы, это даже не худшая из привычек моего супруга. Какой спор? Я же рассказывал, фраг. А теперь пусть она расскажет. Тут нечего рассказывать. Сперва я ни о чем не знала, ведь Один был уверен, что выиграет спор. Некий каменщик должен был выстроить целую стену всего за три зимы. Две! За две! Если бы он не успел, то ничего бы не получил. Но в случае успеха ему пообещали встречу с королевой. Я узнала об этом много позже. Один тогда ввалился в наши покои, злой и пьяный, и велел пойти узнать, что этому каменщику надо. И я пошла. Хоть и не представляла, чего мне ждать. На всякий случай я спрятала кинжал в складках платья. А этот каменщик, переодетый великан, его звали Хримтур, улыбнулся мне и, как ты уже сказал, шепнул мне кое-что. Он сказал, что асы убили его отца, и что однажды они должны за это поплатиться. Я ответила, что теперь я тоже одна из асов. А он надарил меня таким взглядом, будто я ему ловлю, и продолжил. Он рассказал, что оставил уязвимость в стене за башней Асгарда. Я так и знал, как ей воспользоваться. Никак. Он сказал, что Сурд знает, что делать. Но если Сурд окажется у стены Асгарда, Асгарда... Значит, Рагнарёк уже настал. Эх, проклятие. Я думал, у нас будет обходной путь. Вот это место. Посмотри. Я чувствую, что... Вон там. Что именно? Ещё одну иллюзию. На этой стене. Норны что-то спрятали. Опна. Ничего. Ещё один тупик. Засада. Вроде это все. Поиск будет становиться всё опаснее. Значит, продолжим искать. Вернёмся к волкам. Волки снова взяли след. Брать туда, куда они стоят. Фрейер. Твой брат сказал, асы сожгли его. Да. Тогда мы ещё не воевали. Но отношения ванов и асов давно были враждебными. Брат, в чём дело? Волки отвлеклись. Думаю, теперь всё. Это были налётчики. Те самые, что... Едят волков. Мы с Андреем спасли наших из такого лагеря. Это хороший поступок. Налётчики бич этой земле. Они причинили множество страданий её зверям. Возможно, нам стоит принять мир. Возможно. Как знаешь, брат, раз Норны видят... ...будущее, значит, знают, что мы задерживаем. Вот это место. Фрея, спасибо за помощь. Я знаю, для тебя это не было главным. Чем скорее мы найдём твоего сына, тем скорее ты сможешь собраться. Надеюсь, всё получится. И всё же. Спасибо. Это очень мило, но может, оставим сентименты для более приятного места? Надеюсь, не один я слышал странный шёпот. Похоже на зуд. В голове. Это значит, мы вошли в их владение. Будьте готовы ко всему. К иллюзиям. Возможно, к видениям. Но точно не знаю. Кто знает, кого ещё они обманом заставили их охранять. Чудесно. Это место кажется почти знакомым, но иным. Как спутанные воспоминания. Причём не самые приятные. Они должны знать, что меня не напугать. Брат, я вот что подумал. Может, в следующий раз мы устроим засаду? Нет. Сюда. Норны где-то совсем рядом, в пещере. Снова этот внутренний зуд. Обычно мне нравится, когда дамы шепчут мне на ухо, но это начинает раздражать. Ты знал, что когда тебе страшно, ты трещишь безумно? Страшно? Хочу тебе сообщить, что я очень глубоко обеспокоен. А сбивать градус напряжения юмором это святая обязанность каждого спутника. Да как ты смеешь? Трещишь. Дверь. О, похоже на главный вход. Мама. Сын. Я с тобой. Чувствую. Бальтер, прошу, послушай. Стой! Зачем ты привела его сюда? Тебе здесь не место. Подожди! Бальтер, вернись! Поговори со мной! Мама. Ты мой, все виноват, Мама. Мне надоело, чтобы выняти в мои дела. Что ты там нам делала? Что ты такое делала? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Нет! Фрейер! Брат, сюда! Забери меня отсюда, я не хочу тут быть! Мимир! Сигрун? Брат, постой! Почему ты не пошел против Одина? Я хотел, я пытался остановить его, как мог! Не смейся! Ты служил Одину с первым огнем! И до того, как он заточил тебя в небе! Ты искал его визу, влануровал его в битвы! Смотри, как он издевается! Надо сняли! И тебе, Кур! Облик, пара! Парахот, не вредно тебе! Я знаю, Сигрун, все это правда! Но к лучшему, я стал поборником мира, другом для всех, кто... Другом страдал, когда она страдал, другом сказали, что... О, иди, дашь! Нет! Ведь ты дал мой зеркал мужчин, которые их использовали! Так, осторожно, это не все! Даже теперь, жестокий бог, он отключен, и не просто обязанить ему помочь и называть ему братом! Ты не застой, дай мне! Ты готовой в ней ездить! О, и ты... Всегда... Дай мне! Это не она! Нет! Разумеется! Ты сделал, что должно! Брат, дерево, меня затягиваем! Эмир! Отец, помоги мне! Товище! Атрей, я иду! Бери, холли! Почему ты не поверишься? Своему сыну! Я не хочу стримотру! Отраю! Почему ты не принял его таким, каким он хочет быть? О, о! Я не хочу, держал! Он не хочет перейти! Адрей, я здесь! Он мне подбыл, бедвец! Все, отец, помоги! Он в чудовище! Вроде бы все. Мы прошли испытание. Я бы не назвала это успехом. Ну, зато дверь исчезла. Или всего этого и не было. Они с нами играют. Что это? Келпи! Вообще-то здесь они не водятся. Это их Келпи. Она отведет нас к ним. Я ее попрошу. Тише, тише, девочка. Хорошо. Не хочешь рассказать, чем норны испытывали тебя? Нет. Садись. Вот и умница. Чудные существа, но славятся дурным нравом. В моих родных краях детям говорят не ходить к озерам, а то Келпи утащит их на дно. Конечно, ни одна знакомая мне Келпи так бы не сделала, если ее не оскорбить. Они ходят по воде? Да. А в Греции нет волшебных водяных лошадей? Там есть гиппокампы. Они служат богу морей. Я убил одного стоя на Титане. Кажется, эта тема ей не нравится. Мы на месте. Есть. Тайное пристанище судим. Знал, что мы доберемся. Кратос, Фрея и головами мира нерешительно вступают в Дом Норм. Они наконец пришли туда, куда стремились. Кратос говорит первому. Я ищу сына. Ты ведь знаешь, что он в Асгарде. Нет. Ты хочешь того же, что и все, кто нас ищет. Узнать конец своей истории. Призрак Спарты мрачно и угрожающе хмурится. Подавляет желание зарычать. О, не вышло. Вы приходите, жалкие архетипы, в поисках свободы от своих ролей. Как будто, если вы будете знать реплики, то сможете менять их. Говори проще. Ты умрешь, Кратос и Спарты. Но ты назвала его разрушителем судеб. Должен быть способ изменить судьбу. Должен быть способ изменить судьбу. Судьбы не существует, Пак. Главные герои безмолвствуют. Они не понимают. Нет никакого великого плана, никаких ролей. Есть лишь ваши решения. Только они так предсказуемы, что мы кажемся вам провидицами. Когда родился мой сын, заткнись! Твоё пророчество гласило, что он умрёт бессмысленно. Так и есть. Потому что ты не могла его отпустить. Потому что он жаждал отмщения. И потому что ты убиваешь богов. Но Кратос сделал это не из ненависти. Мне выдать ему за это награду? Он продолжает убивать богов. Но мучается совестью. Вы сумма своих решений, вот и всё. А поскольку твои решения одни и те же, ты узнаешь, что Хеймдаль хочет убить твоего сына в Асгарде. И сделаешь то, что привык делать. Потом, Рагнарёк. Небо горит. Завесы спадают. Все уходят. Уходят. Хеймдаль. Ха! Он так ничего и не понял. Помнит лишь про второй акт и забывает о финале. Типичная ошибка персонажа. Мы уходим. Мы уходим. Он уходит, и Фрейя идёт следом. Твоя история развлекла меня, Кратос. Жаль, что она так быстро закончится. Ну, это было познавательно. Давай уйдём отсюда. С радостью. Так лучше. Всё понемногу приходит в норму. Стой. То дерево. Надо же, как интересно. Что это? Это петля, брат. На ней повесился Один в рамках своего бесконечного безумного поиска секретов жизни, смерти и всего такого. Что ты делаешь? Это зачарованная вещь, важная для Одина. Она может мне пригодиться. Брат, то, что они сказали... Не случится. Нет, я не спорю. Не случится. Мы не позволим. Ну, разумеется. Вопрос в том, как это сделать. Ты ведь не всерьёз размышляешь о том, чтобы убить Хеймделя? Я сделаю то, что должен. О, и это всё. Зря отговариваешь, Мимир. Ты ведь знаешь Хеймделя. Я не спорю с тем, что он злобный и коварный ублюдок. И он так предан Одину, что тот доверил ему Гьялорхорн. Так что, если будет возможность убить его до начала Рагнарёка, лучше это сделать. Учитывая его дар предвидения, это если просто фантастических размеров. Даже если предположить, что всем нам нравится идея спланировать его убийство, а я, честно сказать, от такого же отвык, мы не сможем подобраться к Хеймделю и уж тем более его убить. Я убивал богов и посильнее. Не сомневаюсь в этом, но я веду речь о другом. Думаю, мы не поняли, что имели в виду нормы. У всех нас свои привычки. Твоя – бросаться навстречу опасности, чтобы защитить тех, кого любишь. Я не намерен меняться в этом вопросе. Да и зачем бы. Вот у меня, похоже, привычка убивать тех, кого люблю. Фрейер. От тебя утешения мне не нужно. От вас обоих. Их слова были жестокие. Мы оба не верим... Правда, бывает жестокой. Кто-то хочет с этим поспорить? Нет. Но к смерти Бальдра привело многое. В том числе пророчества. Что ты имеешь в виду? На моей родине немалая история тех, кто пытаясь обмануть пророчества, помог ему сбыться. Так вышло, когда Фрейер хотелось защитить Бальдра. И когда я обвинил сына в желании отправиться в Асгард. Тогда дело ясное. Глупо пытаться убить Хеймделя. Нет. Если нужно убить Хеймделя, чтобы спасти Атрея, я убью Хеймделя. Как ты можешь говорить такое, зная то, что знаешь? Если Хеймдель угрожает жизни моего сына, я не стану ждать. Это в мо... В твоей природе. Отличный ход нормы. Расскажи мне о силе Хеймделя. Он видит будущее? Скорее, видит людей насквозь. Понимает намерение. Моим намерением будет убить его. Понимание этого не даст преимущества. Брат, не стоит его недооценивать. Он способен предсказать любой твой ход. Если ты хочешь его сразить, нужна хитрость, преимущество. Понимаешь? Хорошо. Поговорим с гномами. Ах, неизбежное поговорим с гномами. Господин, у вас не найдется минутки. О, нет, о, нет. Что же делать? Что тебе надо? До меня дошли сведения, что Нитхёк повержена. И теперь ее потомство осталось без присмотра в девяти мирах. И что? К сожалению, теперь, когда у них нет модели для подражания, маленькие негодяи скоро займутся непотребствами. И со временем эти непотребства могут привести к полному уничтожению девяти миров. Чтобы избежать подобного исхода, я прошу вас принести линдвурмов сюда. Полагаю, я смогу стать для них достойной заменой отцовской фигуры. Сейчас они, вероятно, прогрызают дыры в девяти мирах. Изловите их с помощью этого устройства и принесите мне. Обещаю, в накладе не останетесь. То есть ты хочешь сам их вырастить? Конечно. У меня есть опыт работы с трудными подопечными. Я буквально все время сражаюсь с собственными эмоциями. Так что управиться с кучкой линдвурмов будет проще простого. Так, вы еще о чем-то хотели поговорить? Насчет Нитхёк. Ты должен знать, что у нас не было выбора. Один вынудил нас. О, безусловно, я осознаю, что так называемый всеотец приложил руку к этой трагедии. Увы, вряд ли он собирается что-то исправлять. Редкого бога волнуют ошибки прошлого так же, как вас. Прошу вас, возьмите ловушку и попробуйте поймать сбежавших линдвурмов. Если я что-то выясню, вы узнаете первыми. Все, наболтались уже. Проваливай. Ну, хотите о чем-то спросить напоследок? У нас новости. Ооо, норны сказали, как вернуть Атрея. У нас есть план? Норны сказали, что от Реи убьет Хеймдаль. План успеть убить Хеймдаля. О, так, ладно. Хеймдаль никогда не проигрывает, все предвидит нежеланный гость. Будет нелегко. Какие бы преимущества у него ни были, я обязан их превзойти. Отличная мысль. Надо ошеломить его по всем фронтам. И я знаю, что именно тебе в этом поможет. Нет. Синдри, неси Драупнер. Драупнер? Но как же мы? Как же сырье? А, у нас его еще надолго хватит. В любом случае, Драупнер не оружие. Зачем бы... О, думаешь, в сочетании с... Точно! И когда он... Тогда оно... О, это просто блестяще. Хорошо. Видимо, тогда остается только достать Драупнер. Драупнер так и знал, что вы его умыкнули. А Один винил меня в его пропаже. Драупнер украли они? Ничего мы не крали. Просто забрали обратно то, что никогда не следовало дарить. Как это поможет убить Хенделя? Можешь даже не гадать. Это будет сюрприз. Мы ж творцы. Но чтобы хранить Драупнер, вам нужно... Так о чем? Значит, ты хочешь убить Хейнбаля? Насилие порождает насилие, Кратос. Что ж ты-то должен это понимать? Мне не важно, что ты думаешь. Мой сын в опасности. Я никому не позволю ему доверить. И развяжешь войну? Самое оружие. Это не просто. Конечно. А. Да. А. 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 О, я буду по тебе скучать. Нашел? Надеюсь. Мы переживаем за твоего сына, но мы... Хеймдель опасен не только для Атрея, но для всех. Он левая рука Одина, и у него Рок, вестник Рагнарёка. Если есть возможность убить его, мы... Скорее всего, это ловушка, потому что ублюдок в курсе твоих намерений. Кратос, ещё никто и никогда не сумел его ранить. Ни разу. Ну, я собрал всё, что нам пригодится. Сколько нам ждать? За остальными материалами надо идти в Сварт-Альфхейм. К тому же придётся навестить... Деву. То самое. Кратос, как будешь готов? Дева. Понятия не имею, о чём он, брат. Я знаю, что ты желаешь только готовить. Но, если честно, мне не понравилось то, кем я стал в прошлом походе. Я не хочу окунаться в насилие, которое он несёт. Вы оба несёте. Прости. Только сейчас я понимаю, сколько мелких дел у меня было из-за хранения Драукнера. Мне нравилось переплавлять кольца в золото, но... Полагаю, запасов нам до конца Рагнарёка хватит. Зря сказал. Что ж, пора навестить Деву. Дальше давай я. Ну, нет уж. Это всё я придумал. Я с ней поговорю. А то я ни единого раза с ней не встречался. И на то есть причины. Брок пойдёт. Что? Не-не-не-не. Так, слыхал его? Вот. Не суетись, всё пройдёт как нельзя лучше. Что за... Ах вы, вонючие козявки. И это нас остановит. А вот же Гренас-2. Что это такое было? Да, просто Синдри хотел выкидриться. Ну, как обычно. Да нет. Врата. Что не так было с вратами? Да, скорее всего, кто-то из Недовелира решил нам подгадить. Вероятно, после того, как вы там шлялись туда-сюда. Но не волнуйся, башка. Брока так просто. Не подловить. У меня на примете есть старые ходы, которые эти ублюдки и не подумают искать. Потому что не додумаются. Брок, где это мы? Ну, вам сюда. Это старый служебный туннель. Идёт прямо к кузнице. Там и встретимся. Всё, валите. Брок. Исчез. Ты точно уверен, что он для этого подходит, брат? Я ему верю. Он говорит прямо. Итак, цветисто. Значит, туннель для выпивки и взрывчатки. Прям-таки типично для гномов, не кажется? Высмеиваешь народ, который помог истребить? Очень тупик, азово. Ну ладно. Упрёк заслуженный. Алта! Теперь понятно, почему это заброшенный служебный туннель. Послушай, ты должен позволить мне занять место Брока. Он не может разговаривать с дамой. Не должен. Нет. И больше не проси. Но... О, нет. Он не виноват, что от Рейс бежал. Или это ты за Брока заступаешься? Ну вот опять. Ты снова на что-то намекаешь? А что, умнейший из живущих никак не догадается? Великаны скрывают загадочную личность, которая изменит судьбу Рагнарёка. А у вас под носом единственный подходящий кандидат. Тот, кто выиграл войну с богами. Я не их воин. Ну, каждый имеет право на своё мнение. Хм. Вы ведь уже видели такие желоба, брат. Да! Получилось. Пойдём. Это твоё мнение. Из-за него ты решила ко мне присоединиться? Ты ждёшь, что в Рагнарёк я возглавлю твоих воинов? Это дело Тюра, а не моё. Очевидно, что Тюр больше не бог войны. И я тоже. Это уже в прошлом. А вот убийства богов нет. Или зачем мы тогда в этом мире? Ты сам решил выковать это орудие, зная, зачем оно нужно. Я только хочу защитить... Я знаю. Знаю. Мы оба понимаем, куда это может тебя завести. Мать Атрея была великаншей, ведь так? Она была из йотунов. Да. Я не имела в виду, что она была размером с домом. Я знаю, что не все великаны... Хотя нет ничего плохого в том, чтобы отличаться от других по размеру. Или числу конечностей. Совсем ничего. Вот, теперь можно открыть другие ворота. Почему ты спросила? Я просто подумала, что Один много поколений истреблял великанов. Чуть было дважды не уничтожил их род. А теперь, вероятно, ты можешь помочь это остановить. Не думаешь, что твоя жена этого бы хотела? Не думай, будто знаешь, чего она хотела. Ты об этом сам уже давно думал. Она ведь сказала, тайно окутывает каждый твой шаг, так? Может, если бы ты озвучил свои опасения, они бы не прорывались в разговоре с сыном? У меня нет опасений. Она знала о моем прошлом. И никогда не попросила бы о подобном. Зачем просить? Она видела твою судьбу. Трое отпрысков Одина мертвы, потому что ты пошел по указанному ею пути. Не думай, что она знала, что будет в Йотунхейме. Это лишь домыслы. Довольно строить догадки, госпожа. Между прочим, каждый из нас пытается внести свою лепту. Ты прав. Не мне это говорить. Послушай, я не хотела злить тебя или порочить твою супругу. Но мне кажется, что твои мысли не поспевают за твоими инстинктами. Это чувство мне знакомо. Когда мы выберемся, я от тебя отстану. Подумай, как следует о том, что значит сделать такое оружие. И использовать его. А я постараюсь разузнать что-то еще, пока мы здесь. Может, отправлю парочку эйнхериев в Альгаллу? Ну, развлекайся. О, добрались. А вы не спешили. У меня тут все готово. Теперь надо выдвигаться к кузнице. Салки! Сейчас уже почти. Вот. Ну, заходи, незнакомец. Никогда не привыкну к этому фокусу. Там местные. Веди себя культурно, и, может быть, никто не поднимет тревогу. Да хватит вам нытики недоделанные. Напялить свои защитные доспехи. И тряплются. Что вы, никогда живой легенды не видели, что ли? А вот это нехорошо. Видишь, в чем засада, да? Эти летающие глазюки сделали гнездо на канатах. Надо придумать, как туда забраться и прогнать их. Берегись! Сверху! Наконец-то! Теперь можно ехать наверх к кузнице. Пошли, дева ждет. Эй, вот тебе еще одна загадка. Больше убавляешь, больше становится. Так, сейчас. Это что-то абстрактное. Может, апитит? Нет, не подходит. И впрямь дубина. Как остроумно. Балбис. О, холодный бриз. Захвачу немного для дамы. Чего захватишь? Ветра? Нет, идиот. Звука ветра. Как? Смотри и учись. Магия гномов основана на нематериальном. На тонкой связи между тем, что ты можешь потрогать и что нет. На осознании. Осознании чего? Того, что природа вещей, куда важнее их формы. Так, это дама. Дева кузницы. Во всем этом мире нет создания более чудесного. Я мечтал увидеть ее еще с тех пор, как был ростом Некки по колено. А Синдри не вкопую. Говорил я слишком неотеком. Но этот день наконец настал. Аж мурашки бегут по мозолям. Брок, никогда не видел тебя в таком благоговении. Ты взволнован? Что? Заткнись. А нет, иди нахрен. Ну, давай же, поверни маховика и вперед, вперед. Не работает. А? Что на этот раз? Подвинься. Дай-ка гляну. Ах ты ж гадина. Мне что, все в этом городе придется чинить своими руками? Мне кое-что надо. Давай за мной. Ть, на чего ж можно место довести, а? Ну, что за свиньи так поступают? Надо, чтобы этот наш топор поцеловал вон тот композит. Серебристо-шипастый. Придумай что-нибудь. Это дева. Что она может? Ну, скоро мы с тобой это выясним, так? Но точно знаю, если нам очень повезет, она даст свое благословение. Это не каждой вещи достается, но когда она соизволит, оружие выходит на славу. Топор? Ну, конкретно с твоим топором была целая история. Может быть, как-нибудь даже расскажу. Фэй единственная понимала мое изысканное чувство юмора. Толковая была женщина. Жаль, только в мужиках не разбиралась. А теперь отколи мне кусок бронзы рядом с той кучей древесины. В те дни я так хотел быть лучше всех, кто работал до изнеможения. Со временем нужда кому-то что-то доказывать отпадает. Ты бережешь силы для стоящих дел. Например, когда, наконец, выпадает шанс блеснуть талантом перед госпожой. О, козлина, быстро же ты сдался с этой загадкой. Я не сдаюсь. Больше убавляешь, больше становится. Верно. Понял. Это желание. Нет. Что значит нет? Желание растет, если лишить себя того, чего ты желаешь. Да не идеально. А у тебя что за ответ? О, так просто я тебе не скажу. Ладно, вернемся к делу. Повернем этот маховик, займемся кузней. Здесь нет кузни. Тут нет формы кузни. А нам нужна ее суть. На один момент я его даже понял. Готово. Валяй. И где кузница? Тсс. Дело здесь. Я... 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 КОНЕЦ 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 Та вовсе, Фрейдер, чуть не забыл. Госпожа, окажи нам великую честь и благослови его. Эй, а вы не... Эй! Эй! Да какого хрена? Как будто я в пустое место. Русалки говорят не с физическими телами, а с определенной частью души. С той, которой ты, видно, лишен. Сука. Сука! Мать твою, Синдри, лживая ты морда! Я знал, я помер. Я тогда помер! Хрена тебе надо. Благословение. Ну, та, что могла его благословить, умотала на глубину. Нужно благословение великого кузнеца. Что? Нет. Нет, ничего у меня не выйдет. В моей душе не достает части и благословения ни хрена не даст. Но ведь важна лишь природа вещи, а не форма. Ладно. Добьет это оружие в цель. Да используется оно мудро. Да будет опущено, свершив свое дело. Возвращаемся домой. Так, разве можно тащить в дом новую штучку, не опробовав ее как следует? О, смотри, вот и добровольцы. Эй, может, испытаешь на них свое новое копье, а? Вот это дело. Смотрю, ты не впервые держишь в руках копье. В парте с копья начинаешь обучение. Ну, надо же! Как в старые добрые времена, да? Я бы сам более зловеще не сказал. Заскет Раупнир, в общем-то, готово к бою. Посмотрим, поможет ли оно нам отсюда выбраться. Слушай меня, швыряй его прямо туда, где послабже. А теперь бум! Ага. Помнится, парнишка так лазил. Слушай, спасибо за то, что ты сказал. Приятно иметь друзей. Особенно, когда брат оказался паршивым фруном. Он просто хотел тебя защитить. Не ему было решать. Когда умираешь, имеешь право хоть знать об этом. Не вынывай, Брок. Мы все порой умираем. Что-то даже не один раз. Все, забыли об этом. Нам надо понять, на что способны копьем. Вперед! Возможно, придется придумывать на ходу. И еще идея есть, Калавач? Сейчас. Больше убавляешь, больше становится. Это время. Потому что чем дальше ты от памятных дат, тем важнее они становятся. Нет, забудь. Слух как-то глупо оказалось. Сегодня неплохо. У меня есть к вам обоим последняя просьба, и мы будем в расчете. То, что там случилось в кузне с той дамой, об этом ни слова. Ясно? Ну да. Эх, ладно. Так теперь это спуск. Сейчас я запущу эти ворота. Надеюсь, Синдри будет цел, когда Брок с ним закончен. Отношения между ними были непростыми и в более приятных обстоятельствах. Куда все делись? Теперь не занят? Я поговорить, как отец с отцом. К слову сказать, я очень удивился, когда ко мне в гости пожаловал Атрей. С ним, кстати, все хорошо. И ему ничего не грозит при условии, что я вернусь в Асгард. В ближайшее время. И потом нашему другу есть, есть ради чего жить. Спорно. Ну, ступай. Только не шали. Новое кофье. Да Брока мне дела нет. Но он и правда мастер. Ты же не хочешь войны, а, Кратос? Кровь на твоих руках. На руках сына. Я ведь тоже стремлюсь к миру. Давай поможем друг другу. Он лжет. Знаю. Этот наш мальчик такой, как я и думал. Он умный, добрый. Он точно твой? Шучу. Ты можешь гордиться им по праву. Он ключ к обретению мира. С ним мы освободимся от таков судьбы. Мой сын тебе не ключ. У вас на родине не знают, что такое метафора? Вернее, не знали. Нет, прости, так нечестно. Я знаю, ты не тот бог, каким был. Сейчас твой шанс это доказать. Верни мне сына. Не то увидишь, каким богом я был. Ну и каким же? Скажи, Кратос. Что ты вообще знаешь об этом? Хоть кто-нибудь когда-нибудь тебе поклонялся? Молился тебе? Ты можешь представить такую любовь? Нет? Тебе плевать на смертных. Тебе плевать на всех, кроме себя. Кроме изувера, который убивает без разбора. Ты боишься того, чего даже понять, не в состоянии. Чего удивляться, что твой сын не спешит обратно к тебе? Не слушай его, брат. Он хочет влезть к тебе в разум. Самоуверенный ублюдок. И хватило же наглости тут появиться. По крайней мере, ты задел его не хуже, чем он тебя. Вот это оружие? Копье Драупнер? Да, копье Драупнер. Точнее, копье Драупнер в любом количестве. Пошли, я нашла ворота. Надо только спустить вагонетки. Если говорить честно, я волнуюсь. Мы создали оружие, способное убить бога. Можно даже сказать, что ты почти вернулся в форму. Боишься помогать очередному жестокому богу? Я боюсь за тебя, брат. Это копье может развязать войну. Ту самую. Если тебя это больше не тревожит, то Фрей, наверное, права. Может, великаны и правда говорили о тебе? Это копье Драупнер. Ты готов пустить его в ход? Для защиты Атрея. Я воин лишь для него. И ничей я не бог. Я такой по форме. Но не по сути. Ты понимаешь? Думаю, разногласия — это меньшее, с чем приходится мириться в нашем союзе. Если мы хотим убить Хеймделя, остальное меня мало волнует. Да, кстати, Один имеет некоторые представления о наших планах. Так и думала, что слышала воронов проклятие. Что он сказал? Врал, угрожал и опять врал. А ты чего ждала? Думаешь, он врет, что Атрей в Асгарде? Нет. Боюсь, в этом вопросе я ему верю. Тогда остальное не важно. Неподалеку у залива я видела ворота. Твое копье проложит к ним путь. Сюда. Теперь у тебя есть оружие, способное победить Хеймделя. Осталось к нему подобраться. Да. Если план остался тот же. Тот же. Я буду защищать сына. Ну, тогда изначальная идея избежать Рагнарёка потеряла свою значимость. Это дело Одина. Именно это меня и беспокоит. Слушай, брат, то, что он тебе говорил... Его слова ничто. Верно. Хотя, по-моему, возмездием просто так не грозят. Нужно тщательно продумать все последствия. Ты слишком торопишься. Сперва узнаем, что удалось Синдре. Девушки отдыхают... Тишина. Думаю, для этого годится только твой топор, брат. Линдвормов нет? Продолжайте искать, мой друг. Кого еще мы можем встретить из твоих самостоятельных эмоциональных проекций? Вы наверняка познакомитесь с невротиком. О нет, почему вы говорите обо мне? Что я сделал? Каким дерьмом они тебя поливали? Ужас. Что? О нет, о нет. Не было такого. Постыдись, пакостник. Это точно? Да, невротик. В нашей беседе не было ничего оскорбительного. Я едва успел представить тебя нашим друзьям. А, люди! Ну, как-то так. Берегите себя, друзья. Ты... Ты не понимаешь? Разговор окончен. А вот и он! Эй! Иди покажи копье. Глянь, что у нас вышло. А теперь бум! О, ты посмотри! Это особое оружие. Будто я сам не знаю. Ты нашел путь в Асгард? М-м-м, не совсем. Была пара идей, но не сработало. Удачно. Брат, что же нам делать, если пути в Асгард нет? Я не знаю. Мне надо подумать. Я устал. Так у девы с вами точно ничего странного не случилось вообще? Абсолютно ничего. Все прошло, как по накатанному льду. А что, у тебя был повод думать, что все пойдет через задницу? Что? Нет, конечно нет. Я рад узнать, что все прошло как надо. Так и было. И к тому же очень развлекательная прогулка вышла. Я все им разжевал насчет формы и суть вещей, и в чем разница. И вышел прям целый форматив. Опять придумываешь слова? Ничего такого. Я сказал мотив, причем отличный. Ты невозможен! Я самый возможный из всех присутствующих. Брат, ты куда это? Спать. Значит, мы так и будем брести вслепую? Надеясь, что не упремся в Рагнарёк? Таков твой план? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. тренируетесь без меня а что неплохая идея с тобой ну по-моему идея отличная но если твоя мама узнает разозлиться верно но ты не учел не учел и мне совсем не больно в общем тебя хочет видеть дед о понятно дед ладно тогда вот держи и передай привет сив леди сив а трей увидимся и труд пока труд миттерские мальчишки странный странный не значит плохой что в кувшине сливки мама любит а он об этом знает дед у себя в кабинете до встречи ты не понимаешь собираешься сложнее чем ты думаешь тебе не надо знать причин надо только послать но я уже взрослая дело не в твоем возрасте а в чем тогда в моем возрасте магни и моде были вынуждены пойти дорогой которая привела их к смерти я не понимаю ты не пытаешься так помоги мне почему ты так хочешь пройти тем же путем еще и в компании этого юнца дело вовсе не в нем я просто это моя мечта разве ты никогда ты ведь не простушка мы же асты у нас нет мечты только долг и тебе пора к этому привыкнуть я тебя ненавижу что ты хочешь сказать я не понимаю это маска а потом и великан убивший моего сына зачем что ж я могу тебе объяснить но я не смогу за тебя понять хватит позволять своей жене думать за тебя она лишает тебе остатков рассудка дело вовсе не в ней нет дело в твоих недостатках прими их и живи дальше иди разбей что-нибудь честно говоря пьяница и ты мне нравился больше лапки подойди я наконец-то понял здесь ты убил эмира первого великана скажи можно ли убить оползень задушить бурю он ведь был ходячей стихией вместилищем силы я был молод и глуп я увидел шанс сотворить что-то новое по твоему это жестоко но мне пришлось это сделать для защиты рода почему твой дом здесь что там если ты не скажешь я пытаюсь объяснить после смерти эмира я кое-что увидел разлом может колыбель самой реальности я заглянул в него и что-то возрилось на меня оттуда оно шептало мне вещи которых я не мог уразуметь но знал это правда оно ослепило меня я подумал все больше туда не заглянуть а потом нашел ее и понял она позволит мне наконец узреть ответы видишь ли я не знаю что меня ждет за гранью уж точно не вальгалла грянет рагнарёк а дальше я должен знать что это не все я должен знать что будет со мной это правда клянусь своим глазом это правда здесь говорится о неких холодных вздохах вздохи ветер это про хельхием хельхием значит хорошо я знаю кого позвать тебе в помощь я надеюсь вы справитесь с ответственным делом мы не подведем не то я тебе устрою а забыл сказать с вами пойдет хельхием какая честь для всех для всех нас эй 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 погоди нельзя отправляться в студионы хельхием без вот этого эфри лав вот это тебя согреет не за что мне мир сказал даже Один не выдержит стужу хельхием вы верите всем может поговорить старый хрэч круто мне жаль что в свою первую вылазку ты оказалась в хельхием ничего мы и тут повеселимся как бы мне не хотелось вас понянчить мне нужно кое-что сделать для все отца если попадете в беду покричите чтобы я знал где искать ваши тела ну я придурок ну пошли искать наконец-то я увижу на что способен знаток валькирий во первых скитальцы вообще не похожи на валькирии во вторых я думал ты мне не веришь если хочешь знать я верю что ты дрался с валькирией только не верю что это дед свел их с ума и вызвал опустошение в Митгарде и убил всех великанов было еще что-то эм много чего ну и что же еще такого ужасного совершил мой дедушка посмотрим уничтожил ванахейм пытал тюра убил гроа убил эмира и много чего еще любопытно и кто тебе это рассказал фрейм и мир а его жена предательница и обиженный советник ясно слушай ты мне не веришь но что либо ты врешь либо лицемеришь помогая ему давай сосредоточимся на деле труд мой отец не всегда был таким как сейчас но он изменился может и один способен я понимаю как тебе тяжело но ты должна знать правду а что делать с этой правдой решать тебе ну теперь там большая дыра может через нее и пройдем я справлюсь ага конечно слушай ты же не в обиде да нет может нашим семьям суждено враждовать но не нам я в это не верю зато я верю что из тебя выйдет отличная валькирия я и твоей маме это скажу хоть она и пугает меня до смерти приятно слышать спасибо а теперь поищем этот фрагмент кажется нам сюда погоди я открою что то она никак не поддается ты что нибудь видишь? елки не знаю что это было но грохнуло знатно пойдем глянем на дыру ну я много рассказала о маме а ты братца? он строгий как будто уже давно за меня решил каким я должен стать ну мне это хорошо знакомо только вот я сам не знаю чего хочу я тебе завидую это придет так как ты захотела стать валькирией? не сразу как то я поссорилась с мамой сбежала и попалась в туалет каждое их движение было исполнено смысла словно они точно понимали где должны оказаться в тот момент поняла и я просто была тяжело? заткнись тут что то мешает я посмотрю но потом договорим ну ладно тяжело ты видела тяру? ах неплохо а то так вот когда я увидела как ведут бой валькирии увидела их силу их грацию меня осенило передо мной открылся путь вперед как на ладони великаны должны следовать пророчеству да наплюй проложи свой путь вот как мы сейчас так пойдем-ка отсюда но маска мы близки к цели да и он мне кажется не опасен мы смотрим на одно и то же его небось не просто так заперли я знаю что он чувствует великаны так умеют он просто хочет на свободу фрагмент где-то за ним верь мне начнем с замка который не рядом с вами ч вот так соня давай следующий и 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 Не за что, шапка паршивая. Давай посмотрим, что он охранял. Ничего? Скажи мне, что оно где-то под водой. Что? Как это? Она не отвечает. Такого никогда не было. Ты сказал тебе поверить. И мы отпустили эту тварь. Дедушка меня убьет. Надо уходить отсюда живо. Какой же ты бездарный дурак? Ты знаешь, что он прогрызает дыры в мирах, да? Ну, впрочем, чего еще можно ждать от полукровок? Не называй... Я буду звать тебя как захочу, мальчик. Оставь его. Он ошибся. Нет! Ошибкой было дать тебе поверить, что ты готова. Ты ему помогла, да? На чьей ты вообще стороне, рыбка? Лучше не дерзи мне. И что же ты можешь мне сделать? Пойми, перед тобой все заискивают, потому что боятся твоего отца. А я нет. Он просто никчемный, жирный пьянчога! Эй! Еще! Да, да. Я вижу, в вашем роду все тугодумы. Ну, хорошо. Покажи, что можешь. Тебе нужно многому научиться, девочка. Для начала усвоить, кто свой, а кто чужой. Погоди, вот стану Валькирией. Ты правда думаешь, что всеотец тебе позволит? Прошу. Не давай больше этому харьку подпитывать твои заблуждения. Хватит! Почти. Стой! Он хочет тебя разозлить. Да? Получилось. С вами, детки, так скучно. Если вы закончили биться в истерике, то пойдемте. Мне не терпится послушать, как вы будете оправдываться перед всеотцом. Ах, это будет штат. Хунин! Проклятье, его нет. Пойдем в его кабинет. Он будет просто в ярости. Отец меня защитит. После того, как всеотец отослал его прочь, как нашкодившую псину? Сомневаюсь. А ты, Локи из Япанов, твоя неумелость стала моим кошмаром. Я из-за нее узнать не могу. Отстань. Нет, правда. Разнообразие твоих нелепых ошибок меня почти что завораживает. Если бы мы сумели обуздать твою бесполезность, ее мощи хватило бы на весь бак. Ладно, я во всем виноват. Только ее не впутывай. Мне твоя помощь не нужна. Прости. Оставь это для всеотца. Нам нужно многое обсудить. Локи, я зайду к тебе, когда мы закончим. Это быстро. Ладно. Свое задание я выполнил, всеотец. Нашел предмет, о котором шла речь. А что дамаски? Ну... Они ведь еще просто дети. Взрослым надо поговорить, Локи. А ты беги, поиграй. Вот спасибо. Рут, я... И слышать не хочу. Все было хорошо, пока не появился ты. Я заглажу свою вину, клянусь. Я сейчас не хочу говорить. Что это твой ненавидит? Она ненавидит меня, Тор. Моя малышка. Как можно сводить на нет все, что я делаю? Тренировать ее за моей спиной? Она все равно поступит по-своему. Ты не хочешь, чтобы я помогал ей, знал, к чему она стремится, берег ее? Нет, я хочу быть семьей. Я хочу, чтобы ты хоть раз меня поддержал. Ты лишаешь меня той хрупкой связи с ней, что еще осталось. Я делаю все возможное, чтобы сохранить нашу семью. Если так, мог бы хоть раз делать по-своему, а не как велит тебе отец. Ты права. Милый. Нет. Ты права. Какой пример я ей подаю? Похоже, все, что я теперь могу, это разрушать все, что мне дорого. Просто... Ты нужен нам. Ты нужен мне. Я не могу справиться одна. Я совершил ошибку. Сейчас я так скучаю по дому. Ингрид, у тебя был дом? Раньше, до этого. Кто-то о тебе заботился? Похоже, на да. Может, я смогу помочь тебе отыскать дорогу назад? Как тебе план? СТУК-ТУК-ТУК Можно войти? Хеймделя я выслушал. Теперь расскажи мне ты, что стряслось. Его там не было. Я ошибся. Ну, кто из нас не ошибался? Но выпустить Гарма... Это надо постараться. Хаос уже расползается по другим мирам. Асгарду он не страшен. Но всем остальным... Я хочу вернуться домой. Ну что ж... Хочешь, ступай. Я ведь тебе говорил, ты здесь не в плену. Выбор твой. Иди, очисти разум. Потом вернешься. Но перед уходом... Верни мне маску. Понимаешь, тебе-то я доверяю. Но не твоим друзьям. А, и Ингрид. Прошу, мне надо уйти. Илоки, когда ты решишь, что готов продолжить работу, Хугин будет ждать тебя в твоем старом доме. Ты дал маху. Но все равно мы будем рады тебя видеть. А, и привет от меня Мимиру. Никогда не думал, что так буду рад вернуться. Если ты остаешься, тебе придется подождать. Так, пора с ним встретиться. В сей раз я не убеду. Так, я почти дома. Все будет хорошо. Все в порядке. Нет, нет, нет! Это ты! Стоп! Это ты! Защищайся! В живом, ребят! Присоединяйся в драки! Атрей, перейдись! Атрей, перейдись! Где отец? Пытается добраться к тебе. Но это потом. Сейчас на нас нападают. Не тратится, пока не закрыть разрытное зимирание. Атрей, не подпускай дверь! Да! Что сигнала? Леса Рифа. Леса Рифа. Леса Рифа! Атрей! Отец! Вставай! Помоги Фрея. Я их отвлеку. Удаль! Удаль! Н예 шут, вера! Удаль! Покупайте! Леса Рифа! Лица! Лица! Всё кончено? Не с твоей помощью. А где Атрэй? Атрэй? Бегляд свернулся и привёл с собой гостей. Да, не дёргайся. Сказал же, я цел. У тебя кровь. Хватит кудахтать. Как тебя называть? Шук-пнулез Шук-пнулез Адрай, что случилось? Я виноват. Эти скитальцы, они повсюду! Повсюду! Ты не виноват. Нет, виноват! В Хеле был волк. Он был в цепях, и я его выпустил. Я думал, если... Гарма! Чтоб тебя перекосило! Выпустил Гарма! Гарма? Кто выпустил? Это же безумие! Это ведь не ты, да? Если пес Хеля на свободе, он прогрызет ткань всех миров. И скитальца это лишь начало. О чем ты думал? Да! Так на беда курить надо было еще постараться! Что заставило тебя так поступить? Это деяние Локи? Хватит! Оставьте его. Адрай допустил ошибку. И мы ее исправим вместе. Дивно! Если ты не против, я лучше останусь тут. Хватит с меня визитов в Хельхейм! Только я не уверен, что знаю, как теперь попасть в Хельхейм! Может, Белка знает. Мы должны немедля поговорить. Немедля! Господа, приношу извинения за резкий тон, но то, что недавно произошло в Хельхейме, абсолютно неприемлемо. Я настаиваю, чтобы вы немедленно разобрались с ситуацией. Заклинаю, скорее вернитесь в Хельхейм и исправьте то, что было сделано! И рискну прибавить, больше так не делайте! И постарайтесь не облажаться! Ты что, не будешь, ну, отчитывать меня? Нет. Я рад, что ты в порядке. Ладно. Ого! Может, мне стоит почаще убегать? Атрэй! Шучу. Прости. Откуда у тебя новое копье? Брок сделал. Из Драупнера. А что это? Это... Кольцо. Ну, что за кольцо? Не знаю. Был бы ты там, спросил бы. Атрэй! Он, наверное, испугался. Долго просидел на цепи. Давай не будем делать ему больно. Животное в отчаянии самое опасное. Я знаю. Один велел тебе его освободить. Что? Нет. Почему? Разве ты не работаешь с ним? Не так, как ты думаешь. Что бы он ни пообещал, не верь ему. Я не верю. Но у него есть то, что мне надо. Трудно объяснить. Ты работаешь на Одина. И говоришь, это трудно объяснить. Почему? Тебе просто надо мне довериться. Я понимаю, что не имею на это права. Но все же прошу. Что есть у него, что нужно тебе? Почему ты не можешь сказать? Все запутано. Ну, а ты? У тебя новое оружие? Ты же вроде не хотел войны. И не хочу. Но... Все запутано? У всех есть тайны. Иногда только так можно защитить своих близких. Не переживай насчет Одина. Я туда не вернусь. Я рад это слышать. Разрыв между мирами. Гарм постарался. Кажется, я знаю, как Фрейя его закрыла. Сможешь отвлечь врагов? Смогу. Будешь готов, скажи. Думаю, если пойдем за скитальцами, найдем Гарм. Спасибо, что ты пошел со мной. Коти не обязан был. Я твой отец. Я всегда буду помогать тебе. Пока смогу. Но все равно спасибо. Скажи мне, что ты делал в Азгарне? Я переводил тексты для Одина. Он нашел одну маску и с ней связан магический разлом. Все довольно... Запутанно. Да. Но я встретил там ровесников. Мы друзья. Думаю, еще друзья. Нельзя верить тем, кто предан Одину. Доверие не всегда плохо. Оно мешает рассуждать трезво. Может, но я устал от одиночества. Атрей, я... Давай сначала разберемся с воротами. Атрей. Я не хочу, чтобы ты расстраивался. Но твое решение пойти в Азгард, помоги мне понять. Один не хочет Рагнарёка. Да, ему нельзя верить. Но мне нужна была помощь. Я тоже хочу предотвратить Рагнарёка. Я знаю, но... Погоди, вот он! Тихо, тихо! Все хорошо, малыш. Все хорошо. Успокойся. Тише. Нет, мы просто... Если Один хочет избежать Рагнарёка, значит, у нас общая цель. Да? А копье тогда зачем? Защищать тебя. У тебя есть другое оружие. У тебя есть план? Я придумываю на ходу. Но ты спрашиваешь не о Гарме. Одина не перехитрить. Пока получалось. Умеренно. Что теперь? Попробую его укоротить. Укротить? Ну да. Волков я укращал. Ладно. Я отвлеку Гарма. Заморозь его цепи топором, чтобы он не сбежал. А потом закрепили. Нет! Слишком опасно! Это хороший план. Вперед! Стой! Андрей! Уходи! Ты в порядке? Мы же... Кто научил тебя контролировать превращение? Один? Нет. Мы не будем делать так, как он сказал. В следующий раз будет по-моему. Хорошо. Кажется, я его слышал. Теперь сделаем по-моему. По-моему, значит... Ровно то, что ты подумал. А если как-нибудь... В наших силах предотвратить новые разрушения. И мы это сделаем. Хорошо. Только тут. Давос! А-а-а! А-а-а! Субтитры делал DimaTorzok Назад! Он опять поднялся! Держи мне! Держи мне! Он упал! Один! Атрей! Колонна! Скорее! Сейчас! Все кончено! Мне так жаль, что это случилось! Из-за меня он сбежал! И погиб! Иногда по-другому нельзя! Я знаю! Идем! Ворота открыты! Пока тебя не было! Я нашел норм! Они сказали, Хеймдаль хочет убить тебя в Асгарде. Хеймдаль? Норне? Я думал, ты в это не веришь. Так! Держи! Скорее! В полу есть брешь! Перекрыть! Прыгай! Если мы не найдем его, мертвецы заполонят миры, и они рухнут! Научись усмирять свой разум. Я узнал, что мне проще в хаосе. Что еще ты узнал? Что нам лучше доверять друг другу. Слышал? Где он? Сберегись! Сберегись! Ты цел? Да. Теперь сражимся. Получилось! Сберегись! Дверь копьем! Есть уходи в пистанцию! Хеймдаль, пораним шею! Видишь ее? Это наш шанс! Драк оглушен! Хватай! Давай! Хоть бы сработало! Хоть бы сработало! Прости! Сбегья! Хватай! Аааа... Аааа.... Аааа! Что теперь? Найдем его! Пошли! Думаю, он пошел сюда. Поищем другой путь наверх. Что ты сделал? Помнишь, мое заклинание дома, когда умер Фенрир? Тогда я не понял, что случайно запер его душу в своем ноже. Души очень сильны, и я подумал, душа Фенрира могла бы... Изменить его суть. Да, посмотрим, что вышло. В Мидгарде, перед тем, как на нас напала Фрея, ты сказал, что должен меня защитить. Отчего? Я видел пророчество. Ты умер у меня на руках. Я тоже видел. В Йотунхейме. Что? Ты знал? Поэтому ты так усердно меня всему учил. Когда-нибудь тебе придется выживать без меня. Этому не бывать. Я этого не допущу. Нет. Всякий путь заканчивается. Но не наш. Только не так. Ты как? Прости, что ранен. Уже все? Честно? Фен? Это ты? Ты? Молодец! И я скучал. Я не знал, сработает ли. Получилось! Сидеть! Как такое возможно? Это магия великанов. Я научился. В Асгарде. Асгард здесь ни при чем. Опять секреты? Нет. Обещание. Кое-кто верит, что я его сдержу. Как ты сдержал обещание маме. Вот что я могу, если ты мне веришь. Домой. Дело сделано. Нужно сказать остальным. И решить, как быть дальше. Значит, ты добыл копье, когда Норны сказали, что Химдель попытается меня убить? Да? Да. Химдель ублюдок, но ты ведь уже не тот, что прежде. Ты не убийца богов. Ты не хочешь войны. Нет. Но я сделаю что угодно, чтобы тебя защитить. Смотри. Это Хрёсвелька. Роговорим с ней? Хрёсвелькер! Гарму лейса керку! Она говорит, что осталось шесть, и что нам не стоит ждать благодарности. Их вообще не должно было быть. Она права. Мистические врата засыпало. Сейчас. Что с тобой? Я опять становлюсь собой прежним, злобным, недоверчивым. С тобой. С тобой. Сейчас и тогда. Я... и оттолкнул тебя. Без тебя я безрассуден, самонадеян. Я совершаю ошибки. С чего я вообще решил, что справлюсь один? Ты был прав. Нет. За это время ты стал настоящим воином, достойным своего имени. Это я. Я был не готов Ты не должен быть кем был Лишь потому что я не рядом Договоримся Я буду в мыслях обращаться к тебе Когда ты не рядом За советом И ты делай так же Ладно? Я должен знать Что без меня ты будешь в порядке От рай Извини меня Не извиняйся, отец Стань лучше Идем домой Все, что написано Можно перечеркнуть Помнишь? Пророчество не должно решать за нас Тогда мы сами определим свою судьбу Ты хотел еще что-то сделать, прежде чем вернуться? Нет Сперва Заберем Нимира Потом расскажешь, чему научился в Асгарде А потом Будет видно Ты правда относишься к нему как к брату А что, Фрейя? Она теперь тоже живет с нами? Направив свой гнев на Одина Она поняла Она поняла, что у нас не общие интересы Я пытался убедить ее в этом, но... Когда это? А, до того, как я сказал тебе, где был ночью Вот как Она же меня не убила Я и молчу Эй, начальника ищешь? Прости, но его нет Пошел прибирать за гармон Давай в другой раз Вернулись? Как все прошло? Зверь нас больше не потревожит Ого, как хорошо-то Старине гарму конец ведь, так? Да, вроде А, Трей Ты хочешь пойти в Асгард, несмотря на все, что он сделал? Этого мне не понять Но я очень надеюсь, что ты вернешься с чем-то полезным Я тоже надеюсь Вот, я знаю, что Один задумал Вот, что волнует его больше всего Больше Рагнарека и вообще Эта маска Кто-нибудь узнает? Маска? Дохлый номер Он с ней носится, сколько я его знаю Я уверен Великаны просто разыграли его и все Ну, хорошо Нет О, нет, Мимир Маска, реально Работа не великана И лишь немногие из них видели ее в грезах Они не знали, откуда она Но верили, что она поможет раскрыть тайны мироздания Это Оракул? Нет, гораздо больше Представь Что ты один владеешь бескрайним знанием Это То, почему Один пытал меня А ты что скажешь? Узнаешь? Нет Этой идеей он не хотел со мной делиться Я вот что скажу Даже когда Один не лжет Его намерения ложны Так или иначе Мы не можем отвлекаться на это Наша цель Хеймдаль или нет Мы перепишем судьбу По-другому Тогда я вернусь в Ванахей Раз мы не будем сражаться с Одином Я помогу брату свергнуть его Мы придем к ней, когда сможем Отец Я хочу изучить свои заметки насчет маски Придумать какой-нибудь план Но если ты куда-то отправишься Я с тобой И послушайте Простите меня за то, как я отсюда ушел Вы ведь знаете Я бы ни за что не причинил вам вреда Ну, если ты способен нечаянно превратиться в медведя То всякое может случиться Так Вы меня простите? Конечно, Атрей Мы знаем, что ты это не со зла Синдри Я прощу тебя Со временем Ладно Уже что-то Раз уж мы говорим об ошибках Я надеюсь, что вы простите меня за бездействие Во время нападения скитальцев Какие бы взгляды на насилие у меня ни были Они не должны влиять на мои действия Когда ваш дом подвергся угрозе Особенно со стороны нежити И все же я взялся за щит, а не за меч Ты правильно указал мне на это, друг мой Если подобное произойдет снова Я буду готов Хорошо сказано Надеюсь, так и выйдет Брат Прежде чем мы отправимся к Фрее Подумай, нет ли у тебя неоконченных дел в других мирах Парнишка был бы рад помочь Это пригодится Так ты цел Чтоб меня свалить, кучки вонючих костоедов будет маловато Или вы чего ждете? Что я замотаю голову тряпкой И буду старательно страдать? Меня вообще-то ранил медведь Как по мне, скорее погладил Мы отправляемся в Банахейн О, мы заглянем к Фрею? Да Здорово, что я тоже иду Что случилось в прошлый раз в Банахейне? Я так и не знаю, как ты убедил Фрею не убивать тебя Мы сняли заглядя Одина в ее деревне Освободившись, она поняла, что я ей не враг Ты упустил тот забавный момент, когда Брока подвесили вверх тормашками в лагере Фрейра Вы видели Фрейра? Какой он? Не похож на сестру Не такой настойчивый Зато и не такой злопамятный Ты еще никчемный командир Но у него добрая душа Вот тебе понравится Ого, как красиво И... Мокро И еще опасно Опаснее, чем в Хелле? Лагерь Фрейра справа Спешить некуда Не каждый день парень видит новый мир Тогда к лагерю Фрейра Узнаем, как Ваны без нас справлялись Лагерью из Фрея в порядке Она за себя постоит Мы же все равно зайдем Войско ее брата в меньшинстве А я у нее в долгу Никого нет Где же все? Путь начеку Что-то не так, брат Сейчас это будет Кратос, Атрей, славная встреча. Неожиданная, но славная. Ты знаешь нас? Неужто? Это правда ты? Ах ты, скользкий гад. Я почти рад снова тебя видеть. Для разнообразия в виде человека. Ну, почти. Так тебя заставили вытащить голову из задницы. Может, теперь ты перестанешь быть пьяным, похотливым, трусливым лжецом? Он куда большая свинья, чем я. Я тебя не знаю. А ты не узнаешь свою работу? Хельди-свини! Помнишь, как мы впервые повстречали фрею в лесу? Тогда я... Ой... Мне очень совестно за тот случай. Кабан-фрей. Ее помощник. И друг. Советник Ванов. И правда, когда меня изгнали в Мидгард, я был заперт в теле кабана. А ты меня подстрелил. Это я ему велел. Нет. Моя стрела – моя ошибка. Забыли. Сейчас Ванахе ему нужна наша помощь. Даже... Мимира. Идемте. Но... Смотри, куда нацеливаешь лук. Сейчас моя шкура куда тоньше. Как скажешь, так и пойдем. Куда мы идем? У меня есть просьба. Расскажу по дороге. Где Фрейя? Она пошла помочь брату. Она повела отряд искать Фрейра и Бюквера. Их схватили Эйнкерии. Как это случилось? Засада. С вашего последнего визита врагов стало больше. А что еще хуже, небесных волков не видели уже несколько дней, если я правильно понимаю. Не просто отслеживать время без луны. Без луны. Как в их святилище. Святилище? Долгая история. Нам узнать, что с ними? Я был бы благодарен. Нас мало. А если кто и сможет помочь Сколью и Хате, то только собрат великан. Хорошо. Фрейя говорил, и вы знаете, что делать. Вы не разочарованы. Идите на север и найдете их логово. Удачи. И не стреляйте в кабанов. Ха, думаешь, он правда простил меня за тот раз? Поверь, парень. Если бы старый хряк затаил обиду, ты бы понял. Что между вами произошло? Да как обычно. Недопонимание, конфликт интересов, обман. Тебе волноваться не о чем. Я не волнуюсь. Мне любопытно. Любопытство это хорошо. Но только в меру, да? Ладно, ладно. Я понял. Ищешь что-то полезное? В лагере Фрейра я заметил кузнек. Брок все это время им помогал. А-а, ты же еще не знаком с Лундой. Что за Лунда? Давняя соперница братьев Хульдр. Она работает в кузнице Фрейра, следит за снаряжением его команды. Ого, еще один легендарный кузнец? У нее должно быть много историй. Будь осторожнее, Трей. Что? Почему? Она слишком... дружелюбна. Хе-хе-хе. Что за чепуха? Парнишка для нее слишком юн. Э-э-э... Что? А знаешь, раз ты побывал в Ванахейме, значит ты был во всех девяти мирах. Ха, ты ведь прав. Мало кто из смертных может этим похвастаться. Даже мало кто из богов. Твой отец, к примеру, еще не бывал в Асгарде. И особо туда не спешу. Хильдис Винни сказал, что Фрейра с Бюкгером схватили. Это тот светлый эльф, который хотел разузнать о библиотеке в Альфхейме, да? Верно. Ученый-изгнанник. Его жена Бейла, воин. За что его изгнали? Ну, лучше спросить его. Но я так понимаю, их намерение объединить свои народы было неодобрено. Так Бейла темный эльф? Да. Ого. Ну, теперь только больше вопросов. Надеюсь, он цел. Заслоны и инхериев. Плохой знак. С нашей последней встречи они только углубились в джунгли. Мимир, ты сказал, Рагнарёк начнётся, когда Сколи Хати поймают Солнце и Луну. Я сказал так предсказанно. В пророчестве. А после Норн мы этими пророчествами сыты по горло. Но Один верит. Видимо, поэтому Эйнхери украли Луну. Он пытается остановить Рагнарёк. Или готовится к нему. Ведёт здесь войну чужими руками, отвлекая врагов. Да, может и так. Я их чувствую. Наверное, там их логово. Не терпится встретить с Колей Хати? Ну, я помню твои истории. Странно будет увидеть их воочию. Встреча легенды и реальности. Во всяком случае, это будет очень забавно. Эй, кажется, они спят. Ну вот, пожалуйста. Легендарные небесные волны. Очень забавно, я же говорил. Помнишь святилище? Они не вернулись на небо, пока вновь не появилась Луна. А затем помчались по небу за стрелой. Так значит, нам надо найти Луну и вернуть её на место, да? Абсолютно обыденная задача. Империи, судя по всему, тоже сыграли свою роль. Если память не подводит, они спрятали Луну в ящик. Но куда они его дели, не сказано. С этими пророчествами всегда так, ведь правда? Маловато конкретики. Рядом с деревней есть военный лагерь. Крепость, где хранят добычу. Начнём оттуда. Кто ещё есть в армии Фрейра? Кроме Фельдесвина и Эльфа? Тьфу, что же мне армия? Хотя Биргер был воином, он прошёл дорогой путника. Я думаю, он ловко орудует своим огромным мечом. Путник, который не хочет нас убить. Неплохо. Это опять она! Видимо, узнали про нас. Странно, что здесь никого нет. Прячутся. Не все ваны. Закалённые воины, как наша Фрея. Выжившие в войне предпочитают прятаться в джунглях. Природа их защищает. Пусто. Куда они делись? Стойте. Это... Это луна. В ящике. Внизу. Наверняка она. Это определённо засада. Да. Можно подобраться сверху. Берегись. Так и знал. Отец, пищи там! Надеюсь, эта потеря замедлит Одина. Хотя бы на какое-то время. Вряд ли в Асгарде скоро закончатся солдаты. Готовы вернуть луну на место? Да, согласен. Звучит очень странно. Эй! Скорее! Она уходит! Давай! Слушай, то, что мы делаем, я про это. Это же почти один в один то, что мы видели в святилище с Колей и Хатти. Волки вернулись в Ванахейм. Мы пытаемся спасти луну. Да. Я помню пророчество. И тебя это не волнует, если то, что мы сейчас делаем, было в святилище Йотунов? Не забывай о нашем с тобой уговоре. Пророчество нам не указ. Да. Нашим соратникам нужна помощь. Сейчас это наша цель. Что это? Неверно! Открыть вас! Осторожней! Открыть вас! Холодная. Это... Это из Хельхейма. Хеймдаль, видимо, схватил ее, пока я освобождал Гарму. Я был там, но я не знал. Сейчас ты борешься, чтобы все исправить. Не стоит винить себя. Да. Нет, ты прав. Так мы вернемся в логово. Они пойдут за нами. Будьте начеку. Отец, почему ты так уверен, что у нас есть свобода выбора? Сомнения – непозволительная слабость. Кто говорит о сомнениях? Пока что мы делаем все, что предсказали великаны. Мы все решаем сами. Ничто нас не принуждает. Но если все, что мы делаем, приближает нас к Рагнареку? Есть ли способ избежать судьбы? Твоей судьбы? А если мы не остановим твою... Ты бы отвернулся от волков. От этого мира. Помни наш уговор. А парень-то дело говорит. Путь что будет, лишь бы Атрей был жив. Попробуем. Играет музыка. Как в их святилище? Если сделаю это, судьба тобой не руководит. Делай то, что нужно, а не предсказано. Это! Молодец, парень. У них для нас подарок, чтобы мы всегда могли позвать их. Мы должны отнести его к одному из алтарей? Может, Фрея знает. Значит, в итоге мы получили ключи от ночи. Неплохо вышло. Нужно вернуться к Хильдисвинье и рассказать ему об этом. Да. Идем в лагерь. В прошлый раз все было не так, да? Да. Они возвращаются быстро, но не настолько. Что еще ты видел в армии Одина в Асгарде? Все эти энхирии, с которыми мы сражаемся, один раз они уже умирали в бою. Мы их убиваем, а они просто просыпаются в Вальгале. Не умирают насовсем. На войне нам бы не помешала своя вечная армия солдат-мертвяков. То есть армия Хельхейма, как в пророчестве. До этого не дойдет. Значит, мы расскажем все Хильдисвинье. Что дальше? Мы здесь, чтобы помочь Фреи. И не уйдем, пока не спасем ее брата и светлого эльфа. Ладно, но Один будет продолжать поиски обломков маски. Это его заботы, не наши. Конечно, но если маска может дать ответы... Значит, у них есть своя цена. Ответы никогда не даются легко. Кто это? О, эта морщинистая рыла принадлежит Хельке. Она из породы блодхундов, из щейк, которых ценят за острый нюх. Она славная. Кратос, Атрей. Затмение ваших рук дело? Спасибо, что пришли. Бюгвер сумел вырваться. А что твой брат? Мы знаем, где они его держат. Бейла уже приготовила взрывчатку. Если вы со мной, то выступаем, как будете готовы. Меняющийся пригодился бы. Иди с ним, Атрей. Я помогу Фрея. Понял. Запал на 30 ударов сердца. Этого хватит. Увидишь сигнал, начинай отсчет. Идем, Кратос. Нужно двигаться. Отлично справились, волки. Никогда раньше не видел в Ванахе и Мезотмении. Да, это случилось, когда мы выпустили Луну. Много странного я повидал. Но Луну в сундуке впервые. Волки дали нам скипетр. Теперь мы можем их призвать. Хорошо. Днем до храма Ньорда можно добраться коротким путем. Эйнхерий держит Фреера в храме вашего отца? Он пустует, сколько я себя помню. За той рекой небесный алтарь. По словам Бюклера, раньше с помощью алтарей можно было передать послание волкам. А у нас для этого есть скипетр. Гергер, как он? Ммм, отдыхает. Есть неотложные дела перед тем, как спасать Фреера? Только это. Я так успокаиваюсь. Огненный. О, привет. Так это твой малыш? Какой сладенький. Хе. Видела бы ты его две зимы назад. Он уже в меня перерос. Ну-ка, цыц. Мальчик растет. В этом нет ничего такого. Это вы, что ли, изменили время суток? Ребята, я вам поражаю. Я не хватаюсь, я не хуже, чем пронюшать. Ему надо. Брок, ты ведь знал, Фэй. Она... Давай сразу проясним, здоровяк. Брок своих не сдает, даже когда речь о безвременно ушедшем. Я же не треплюсь направо и налево, чем занимаешься ты, правильно? Кузнецы не болтают. Так заведено. Брок, раз Лунда может путешествовать между мирами, как ты, значит, вы с ней познакомились в гильдии. Может быть. А может, мы просто налокались, и я показал ей пару трюков. Или я ему показала. Ты нас не знаешь, умник. Лунда, ты случайно не знаешь, как твои друзья, темные и светлые эльфы, в этом замешаны? Ты про Бюгвера и Бейлу? Ну, они оба побывали в плену одной из сторон, а может, в обеих? Вместе сбежали, и с тех пор их друг от друга за уши не оттащишь. Темный и светлый эльф, сбежавший вместе? Это риск. Любовь — это всегда риск. Тем она и хороша. Да, примерно как расплавленный сыр. Лунда, что ты знаешь о Биргере Путнике? Не особо много. Он парень неразговорчивый. Как я поняла, он одно время следовал тропой Путника, но потом случилось что-то такое, что заставило его резко с нее свернуть. Знаешь, что он видел? По-моему, он разглядел, куда ведет эта тропа, и перспектива ему не понравилась. Небось, когда он понял, что плясал под Одинову дудочку, у него все в штанах скупожилось. Какой у нас план? Когда мы доберемся до храма, я подам сигнал. Бейла и Биргер начнут отвлекать противника. Улей темных эльфов. Приятно, что на этот раз не я буду целью. Как только враги отвлекутся, мы с тобой начнем наступление сзади. И в суматохе от Рейхельди свиньи освободят твоего брата. Да. Они подадут сигнал, мы встретимся на берегу реки и уплывем на лодке Фрейра. Фрейра держат в тюрьме на севере. Брат, иди за Фрейей! Все, что мы делаем в этом мире, уже предсказали великаны. А Трай верит, что Рагнарёк неотвратим. Норны весьма ясно объяснили суть пророчества. Они сказали, что результат наших решений был предсказан. Но мы изменились. Ведь правда? Возможно. Норны говорили, что ты убьешь Хейна, но ты отказался от этого намерения. Когда мы только встретились, ты бы так не поступил. А ты? Еще жаждешь Рагнарёка? Один должен за многое ответить. Если Гроа права, то мой мир сможет вздохнуть спокойно. Может, и я тоже. Я, конечно, просто голова на поясе, но разве мы не пришли к выводу, что пророчество — это вздор? О, боги, Мимир. Что? Да куча ливейшая из живущих. Увы, бедняга неит Хёк. Она нам мешала. О, я не сомневаюсь. Но любопытно, что она тут делала? Один заколдовал корни мирового древа, чтобы помешать мне покинуть Мидгард. Нитхёк защищает корни древа, где бы они ни были. Ясно. Один использовал ее. И, увы, она за это поплатилась. Один как есть. Главное, наведи побольше шум. Если мы надолго их отвлечем, то Хильдисвинь и Атрей успеют и зайти, и выйти незамеченными. Я не волнуюсь за Атрей. Он может за себя постоять. Мы идем к тебе, Ингви. Черт. Выдали свое местоположение. Как глупо! Неужели сама королева Амелы? Кстати, очень смешно. Сколько лет? Хеймдель. А ты... Видимо, отец полукровки. Что за день? Ты за многое ответишь, солнышко. И ты предатель. Лучше предатель, чем шавка Одина. Иди. Это битва моя. Я помогу. Знаю. Но ты нужна в другом месте. Кстати, он прав. Шкварка там, кажется, неважно себя чувствует. Я знаю, ты этого не хотел. Но мы знаем, что будет. Увидимся. Мы оба знаем, это не так. Но ничего, Фрик. Когда я закончу здесь, я приду за тобой, твоим братцем. Ясно? Ну. Начинай. Сколько ядностей, сколько злостей. Дови его, кулкопа. Не стану гадь. Я работаю. Ну что, весело? Ну ладно. Значит, и я. О нет. Ты что, все целом подкался на эту палку? Ну, я заждался. Немоверно приятно. Что дальше, брат? Вся надежда теперь на копье. Эй, осторожно. На ручи жену. Умора. Потомок асов. Папы. Отросьте старого бердуна. Ты правда меня ударил? Не спеши. Даже не помню, когда в последний раз меня кто-то бил. Ты убьешь, как сонная корова. Эй, болезнь. Распылся. О! Я забыл, что вот это не так уж страшно. Ты не спеши. Эй, брат! Тебе просто повезло! Стой! Стой! Что это взбрело в твою пустую голову? О, нет, 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 нет. Неужто ты пощадишь меня из жалости? Отступись и будешь жить. Так все дело в твоем мальце? Ну, теперь я дачно выпущу ему кишки. Последний раз предупреждаю. Предупреждением тут не отделаешься. Ты думаешь, я тебя просто отпущу? Нет. У нас так не принято. Ты не будешь вершить мою судьбу! Тебе конец, солнышко. Ты начинаешь меня бесить! Ой, ой! Ты ведь не таким хочешь быть! Кратос. Это... Не знаю, мы ломаем судьбу или она нас. Эй, нужна помощь! Ну, хотя бы спасение идет по плану. Не сможешь. Ау, ау, ау! Полегче! Сюда! За мной! Эй! Нас догоняют! А, нет. Ладно! Ладно! Осталось чуть-чуть, да? Лучники! Доги! А, вы серьезно! Нас! Ладно. Спасибо. Здорово ты его. Привет! Я Адрей! Ты в порядке? Привет! Нет! Ты держись! Ау! Аааа! Ааааа! Аааа! Ну что ж... Мы уже рядом, да? Браво! Не останавливайся! Мы почти улетели! Какое счастье! Меня сейчас страшно. Где лодка? Брось это в реку. Скорее. Надолго их не задержать. Ого! Ну точно! Скидбладнер! Лодка Фрейра! Они вернутся. Уходим. Лодка Фрейр! Брось это подведение на улицу. Ха-па. Древесihi запретено. Продолжение следует... Так... Это плохо. Держитесь! Видели бы вы свои лица. Расслабьтесь. Летит? Мы... мы летим! Я знал, что так будет. У нас гости! Там еще один! Все шло уж слишком хорошо. Так, помогите! В них не попасть! Берегись! Не могу прицелиться! Сзади! Дойерфа... Дойерфа... Дойерфа ин... Дойерфа... Дойерс галффу ridesаман. Да! Эквитейн ад альдридойер. Доммр, умтаун... Иргер, не азованный хейм! Субтитры создавал DimaTorzok Проклятье, Биргер Да, да брось Биргеру это нипочем, уверяю тебя Думаешь, он пережил такое? Он уже, небось, ногти чистит перьями этой зверюги Вот видишь Он... Надеюсь, так и есть Мы почти на месте, Ингви Продержись еще немножко Мне кажется, у меня нет выбора Лунда! Лунда, неси тряпки и кипяток Краснокоренький... И сердечник, знаю, знаю Что я никогда ран не штопала Только не переживай Я не копалась в твоих вещах Пока тебя там пытали Чтоб тебя, Лунда! Легче! Я-то чем провинилась? Это же не я пырнула тебя, как свинью! Без обид Фрея Давай ты ей поможешь А лучше Сама все сделаешь Потерпи Остановим кровь, и я отведу тебя в дом Синдри Все мои травы там А мы будем защищать этот мир Вчетвером Ванахем в надежных руках Тогда перо ему Синдри Знать бы, где это Твоя лодка Нет Твоя Да, да, забирай Пари в небесах И грейся на солнце Загореть тебе не помешает У вас, Бог Иванов Он отдал тебе лодку? Здорово Он не оставил мне выбора Он сделал это Потому что так было нужно В пророчестве Кьялорхорн Вестник Рагнарёка Что бы это ни значило Я читал о нем в книге Ходина Там сказано... Постой, Атрей Обсудим наедине Мне жаль Бергер нашел меня в джунгля Раненого Когда я пытался найти дорогу обратно Приглядывал за мной, пока я спал А я не поблагодарил даже Хочешь поблагодарить? Больше никогда не попадайся Обещаешь? Да, милая Рад снова видеть Кратос Ты случайно не был с тех пор в Альфхейме? Бюквер Лучше не сейчас О, точно! Я чуть не забыл про тайное святилище Итак Что нам теперь делать? Затаиться Отгоревать Перевести дух И потом продолжить бой Всем четверым? Нас пять Считай собаку Хелька сбежала перед тем, как ты вернулся Надо решить, остаемся мы здесь или бросаем лагерь Его могли раскрыть За мной никто не следит В чем-чем, а в этом я уверен Хеймдель мертв Слава Правда? Слушайте, я в судьбе не разбираюсь Но Хеймдель это мерзкая, вонючая дрянь высшего уровня Если он хотел причинить зло твоему пареньку То так ему и надо Норны, в общем, так не считали Мнение этих трех старых кошелок для меня Что козий пердешь, ураган Дело сделано Чего теперь ныть? Ну что, надеюсь, у вас с отпрыском не появилось никаких новых дырок? Мы целы О, дорогуша, ты за него не беспокойся Я его осмотрела сразу же, как подлатала, как следует, фрейра Правда, что ли? Хотел тебе сказать Я прочитал в библиотеке Одина о том, что делает Геалархорн Если в него дунет бог, звук разнесется по всем мирам И сонастроит пространство между ними Если подуть в него, например, в храме Тюра Это все равно, что разом открыть все путевые башни Рок брешь в его защите Интересно, почему он его не уничтожил? Иные артефакты неразрушимы Что ж, надо рассказать об этом фрей Ты правда замечательный Ты всегда была такой Эй, скажите оно лучше О, вот и вы Сегодня вы герой Расскажите же мне все Все исправить Ну, с этим я не спорю Знаете В юности мы вместе стояли Во главе Ванахи Нам было почти столько, сколько тебе Ну, во главе стояла она А я не давал всем скучать Предводитель, честно сказать, из меня не очень Вот как Твой отряд в Ванахи Кажется, в тебя верил Но Я могу вдохновлять других, так сказать Помогать им, поверить в себя Все такое Не знаю, это ли делает предводитель Я бы скорее Был музой? Постой Был кем? Музой Отец рассказывал На его родине они вдохновляют людей на творчество Что? Как слабо Это работа? О, почему у нас такого нет? А, вот это работенка по мне Ну, кажется, они все богини Да, ну ладно Так нечестно Нечестно Я же просто рожден для этого А о чем был разговор? Ингви Отдыхай Ты понял? Так нужно Прошу Просто Хватит Болтать Ладно Извини Но кто-то из вас Собирался нам рассказать, что там произошло с Хеймдалем Я же Правильно понял? Терпение Любовь Чего? Загадка Больше убавляешь, больше становится Любовь Ты вообще хоть раз заводил нормальную интрижку, Мимер? Ну это ж просто чужд Согласен Ах да Я не стану слушать поучения касательно отношений от таких, как вы Больше убавляешь, больше прибавляешься Хватит Ну и ну Ты правда смог? Как? Как? Во имя девяти миров Ты смог одолеть Хеймдаля? Я знал, что копье себя покажет Ну Счастливого Рагнарека всем Выпьем Это правда? Хеймдаль мертв? Не верится Значит, теперь все Один обещал хранить мир, если больше не прольется кровь асов И я отказался Но он держал слово А теперь И что? Уж нам ли с тобой не знать? Его слова мало чего стоят У нас преимущество Сейчас Пора покончить с Одином Нет Вы не понимаете, что грядет Одином будет двигать лишь жажда мести Не только это Маска Знания, что за ней кроются Именно они нужны Одину больше всего Я пойду назад в Возгар Назад? Пойдешь назад? Слушай Если я закончу то, что начал Пробужу маску Найду ответы Может, это все решит Но нужно спешить Пока они еще не поняли Атрей Ты вернулся домой Я не подвергну тебя риску снова Он рискует и здесь, Кратос Как и все мы Все, что мы сейчас делаем Сопряжено с риском Но Одину я нужен Он мне верит Меня не тронут С точки зрения тактики Я не прав? Хоть мне это и не нравится Но да, он прав Если отвлечь Одина Мы выиграем время И будем знать, что творится в стане врага Но Если этот источник знаний существует Он не должен достаться Одину Да И когда он получит то, что искал Я стану ему не нужен Я понимаю Буду умнее Отец Я справлюсь Помни наш уговор И ты Надеюсь, ты знаешь, что делаешь Я тоже, Син Так ты расскажешь, как ты его убил? Как мы его убили? Да, именно так Тут есть о чем рассказать Патрей, слушай Я не могу отпустить тебя без этого Молотка? Дай мне свой ключ Если тебя вдруг загонят в угол Брось его на землю и скажи Хверги Одноразовая Хверги Спасибо Надеюсь, не пригодится Я тоже Так Один сказал Что Хугин будет ждать в хижине Мимир Что еще мне следует знать про Одину? Может У него есть слабые места? Не знаю Если сдернуть с его глаза повязку Он развеется? Да уж Вот это было бы Да Прости, Мимир Твою речь мне не повторить На сей раз я один Ну, вперед Фен? Ты вернулся! Это твой волк? Хватит меня пугать О, я вам помешала? Похоже, я вам помешала Я пойду? Нет Прости Это Фенрир Все хорошо, Фен Она Так я была права насчет ножа? А? Рада, что нашлось место его душе Я тоже Эй, а Как ты меня тут нашла? Локи? Это мой камень И куда ты собираешься? Снова в Асгард Эй, это я использую его Ага Ангербода, слушай Если я не сдамся То буду знать Все Как спасти отца Остановить Рагнарек И Может Даже Как вернуть наш народ Локи Все это звучит Очень Благородно Но это Один Ты веришь в меня? Да? Конечно, верю Просто надеюсь Ты пишешь для себя Историю Которую сам хочешь Можешь Приглядеть за Феном Пока меня нет Я о нем позабочусь Да, мальчик? Будь осторожен Локи Ну ладно Значит Надо помочь Одину Собрать маску Но так, чтобы он не получил Никаких ответов Проще простого, да? Наверное, он в кабинете Если кто-то не может защитить себя Потому что его тут нет Он виноват? Что за логика? Хейм Дальмёрт И внезапно этот мальчик К которому тебя так тянет Куда-то пропал Он же буквально работает С дедушкой А, ну тогда нет Никаких причин для волнения Я к тому, что Тебе не казалось бы это Таким странным Если бы ты хоть раз С ним нормально поговорила Фарсетти во всем разберется Правда, выйдет наружу Очень надеюсь Лучше уйди Ладно Паника бесполезна Обуздай её Хейм Дальмёрт Ты что-нибудь Знаешь об этом? Хоть что-то Ну Его Все ненавидели Да Но ты Что-нибудь видел? Что-нибудь важное? Ну Понимаешь Он довольно сильно Заехал труд на прогулки Может Кто-то об этом узнал Отомстил Не знаю Ты считаешь Мой сын имеет К этому отношение? Я не знаю Правда Не маг не спросить Я конечно знал Что ты тут ни при чём Рад что ты здесь Кстати Я понял В чём была ошибка Я не так перевёл слово Да что ты Я думал там За криком Ледяного ветра Но на самом деле Там крик Первого ветра Это же Это же другое место Совершенно Я знаю Где это Тебе снова Это удалось Иди Возьми маску Возьми мяч Возьми птицу Найди Тора Ваш путь В Нифльхейм Я скучал Эй Ингрид Ты случайно Не знаешь Где Тор? Я так и думал Труд Прости Всеотец сказал Что я должен отправиться В Нифльхейм С твоим отцом Я не могу его найти Ты не знаешь Где он сейчас может быть? Он разве не с дедом? Нет Кажется я знаю Где он Пойдём Я Хотел поговорить С тобой Насчёт Хеймделя Нет Не здесь Ты права Потом В Нифльхейме Я сказал Что помогу твоей маме Понять Как важно Для тебя стать Валькирией Я хотел бы Чтобы ты знала Я не шутил Ты это сделал И ещё жив? Я не успел Но я поговорю с ней Как только вернусь Ещё успеем Вывести её Из себя Чуть позже Спасибо Локи С оружием нельзя Придётся его сдать Почему? Просто сдай Идём Сюда Ого Давай Давай Иначе тебя не пропустят Посмотрись Он где-то здесь Я пешилось Я не могу Я пешок Ру Я... Ничего Чего? Эй, Тор! Наверное, я пришел не вовремя. Если надо подождать, я подожду. Спешки нет, но… Так и знала, что ты здесь. Ты зачем пришла? Тебе здесь не место. Ты… Зачем ты ее привел? Что ты делаешь? Отдыхаю. Я сказал, спешки нет. В смысле, нам пора идти, да? А то нас ведь ждет все отец. Тихо! Он прав. Вам пора идти. Не надо. Не учи отца. Пусть знают, бог грома умеет две вещи – бить великанов и хлистать мед! А кто будет не согласен, получит мьёльнирам порожие. Я не могу. Ты сам не свой! Тор! Снаружи ждет Хуген. Прошу, пойдем… Я сказал, тихо, мальчик! Меня зовут! Что? Нет, я… Да бросьте! Нет, нет, честно, это не я! Ну хватит! О, как же я скучал! А вык не пропьешь! Что ты умишь? Что ты умишь? Отстань от меня! Тут просто мерзко! Мог бы вообще-то и помочь Останови Ты много думаешь Серьезно? 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 Сделай! Тодин не рассердится, что я убил Инферия! Они уже мертвы и не могут умереть снова! Белый знак! Подпишите меня! Сделай! Не бойтесь, что ты не можешь! Ты не можешь! Не бойтесь! сначала прямо сейчас просто опусти хватай за руки утащим его отсюда мне жаль что ты видишь его таким ничего все в порядке правда слушай я хоть и сильная но ты тоже помогай тут идти всего ничего а и и и и и Тор? Вставай. Труди. Ты отправишься в Нифельхейм с Локи. Все отец велел. Так что вставай. Я знаю, ты расстроена. Расстроена? Нет, 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 нет. Драка вышла знатная. Ты даже не станешь извиняться, да? Подумаешь, опять нарушил слово. Дед над тобой измывался. Тебе трудно. Я знаю. Но нельзя же... У тебя есть мы. Мы с мамой всегда за тебя. Даже когда ты здесь. Любим тебя. Ты знаешь. Ну, я думала, все это в прошлом. Я облажался. Да. Облажался. Может, принести тебе воды? Ты... Не надо. Хуген! Разберемся побыстрее. Хочешь скорее вернуться в Асгард? Веди уже, куда нам надо. Нам надо пройти сквозь эту стену. Можешь? Сперва надо кое-что сделать. Не спеши. Теперь можем идти. Локи, ты все пытаешься... Я даже не знаю, чего ты пытаешься добиться, но... Ты даже не представляешь, через какое дерьмо я прошел. Ну да, полувеликан и сын могущественного бога с невероятно высокими требованиями. И впрямь, откуда мне знать? Знаешь, я ничего не добиваюсь. Просто говорю, мы не такие уж и разные. Я не ищу себе новых родственников. Ладно. Я только еще добавлю, если тебе не дают быть собой, значит не дают и самому выбирать свой путь. Это тебе ничего не напоминает? Да, наша жизнь и правда похожа. Что это меняет? Глупо жаловаться на то, что мы не можем изменить. Почему не можем? Что ты скажешь им, когда снова увидишь? Я просив и труд. Если все, отец будет доволен, остальное не важно. Слушай, никто не просит тебя решать мои семейные проблемы. Найди маску и уберемся отсюда. Нам надо забраться на эту скалу. Я думаю, это... Не думай! Предвкушение только лучше. Это здесь. Держу. Чуть не сорвался. А спасибо, Тор. Я не хотел лишиться. Локи, ты смог. Мы стоим на пороге величия. Наша с тобой заслуга. Не за что. Извини. Ты здесь зачем? Его отец убил Хеймдель, а Форсетти узнал правду. Взять его. Нет. Я запрещаю его трогать. Ты сказал, что больше не прольется кровь асов. Что семья важнее всего. Это ведь месть за то, что мы держим его здесь. Он поставил под угрозу твою внучку. Из-за него страдает твой сын. Хеймделя убил не Локи, а его отец. Твоя дочь имеет право на свои ошибки. А твой муж снова запил по собственной воле. Свободно! Вы двое со мной. Ты не видишь, что происходит? Он не защищает нас. Магни, Моди, наши дети. Мы рассказывали им сказки у костра. Ты ведь помнишь? Вырезали лошадок из дерева. Играли, смеялись, пока не зайдет солнце. И они не уснут у нас на коленях. Всеотец швырнул их в своего врага, как хрупкие лезвия в камень. Ради чего? Труд ждет то же самое. Ты убил моих сыновей. Спишь в их постелях. Рассорил меня с отцом, с дочкой. Я не понимаю, о чем идет речь. Знаешь, я тут придумал, чему я могу тебя научить, Йотлана. Синдри не подведи. Кверши! Синдри. Ты знаешь, как спланировать побег. Отрой. Я рад, что ты цел. Едва успел. Но думаю, путь в Асгард мне теперь закрыт. Погоди, а что вы здесь делали? Синдри сказал, где тебя вынесут, если случится беда. А, а я-то подумал, вы пошли без меня. Нет, просто твой отец забеспокоился. Хотя, раз ты упомянул... Мимир. Брат, пожалуйста. Дома людно и тесно. Ты не скучаешь по тем временам, когда мы путешествовали втроем? Ты оттягиваешь неизбежное. Вот именно. Не самая плохая мысль. Мне хочется показать им маску, но я потерплю. А вот и он, тот, кто усмирил Гарма. Мои поздравления. Помимо всего прочего, я готов обсудить с вами что угодно. Рататоска, хочу спросить. Ты сказал, у Древа были на тебя планы. Чем именно ты тут занимаешься? Совершенно всем, мой головастый друг. Я поддерживаю стабильность и баланс миров. Слежу, чтобы все было под контролем. И, конечно, забочусь о мировом Древе. Слушаю его и удовлетворяю нужды. Ты говоришь с Древом. Древо не говорит ни на одном языке, но ясно дает понять свои намерения. Да, я понимаю, я кажусь с приветом. Простите за подобный лексикон. Но это так. А сейчас оно что-то говорит? Говорит, хватит задавать тупые вопросы. Пакостник, что за тон? Но, да, оно и впрямь говорит что-то подобное. Если я что-то выясню, вы узнаете первыми. Эй, я вернулся! Ты вернулся! Я позову Тюра. Если хочешь, посиди с нами за столом. Видишь? Я же говорил, что ключ не подведет. Потому что ты стукнул по нему молотком? Ничего не понимаю в магии гномов. Я тоже. Лунда как-то сделала мне нагрудник из собачьего лая. Ты жив? До сих пор не могла спать. Все в порядке? Да. Надеюсь, эта штука стоила всех усилий. Ты достал ее? Что она тебе показала? Я ею не воспользовался. Они узнали про Химделя, и мне пришлось бежать. Но и Один ею не воспользуется. Но если ты ничего не узнал от маски, выходит, ты просто украл то, чем Один дорожил больше всего. После того, как твой отец убил его самого верного слугу. Нам грозит опасность. Даже здесь. Выбора нет. Найдем Сурта, дунем в Гиалархорн и призовем Одина к ответу. Сейчас же. Ты готова уничтожить всех в Асгарде и зовешь это самозащитой? А он хоть иногда что-то предлагал или только критикуй? План очевиден, и вы на него смотрите. Чтобы ее использовать, Один не нужен. Мы можем пробраться в Асгард и вызнать все сами. Можем узнать, как, наконец, помешать этому пророчеству о войне сбыться. Вот только, прошу прощения, в Асгард не попасть. Но дудка-то у них, верно? Ты предлагаешь пробраться в Асгард и дунуть в дуделку, которую слышно во всех мирах? Я хочу, чтобы ты заткнулся уже нахрен. Прошу, просто обдумайте это. Маска. Знание, что она сулит. Я так скажу. Легких путей не бывает. А Трей, ты носил ее. Что думаешь? Может, это шанс. Сможем поторговаться с Одином в худшем случае. В лучшем, если она правда даст нам ответы, мы отыщем свой путь. И никто не умрет. Дивно. Осталось лишь попасть в Асгард. Я знаю, что был для вас обузой. Вы спрашивали себя, зачем было меня вызволять. Я тоже. Но я понял. Вот для чего я вам нужен. Вот моя цель. В последний раз я возьму свое копье и я отведу вас в Асгард. Постой-ка! Если ты знаешь дорогу в Асгард, какого же рожна ты все это время молчал? Это обоснованный вопрос, брат. Ты знал, но не сказал. Ты бы поставил нас под удар. А Локе нужно было время, чтобы найти свою судьбу. Вот она. Все вело к этому. Если мы проникнем туда, я пойду за Одином. Я не стану тебе мешать. Мы все успеем. Верно, брат. Если с Маской ничего не выйдет, хоть застанем его врасплох. Согласен. Тогда за дело. И скорее. Пока он нас не ждет. Сюрпризы он не любит. Нет, погоди-ка, Дилда. Я все-таки хочу сначала послушать, что же это за лазейка вот такая. Излагай. Это древний путь. Отсюда к нему не выйти. А откуда? Дай мне собрать вещи, я покажу. Да нет у тебя вещей. И куда это ты пошел с Маской? Брок! Это Маска парня. Он ее заслужил. А у тебя из заслуг только сносная похлебка. Брок, все нормально. Ненормально. Неправильно это. Что-то тут одно с другим вообще не сходится. Скажем, с чего это вдруг он назвал тебя Локи, а? Ты знаешь, его зовут не так. Эй! Я с тобой говорю! Когда-нибудь согрешься! Брат! Вот прицепился. Водин. Отпусти его и сразись со мной. Скажи брату, чтобы кинул мне маску. Тогда стой. На месте. Эх! Если он умрет... Тише. Я так не задумывал. Но если умрет, за Хеймдель мы в расчете. Хотя обмен неравноценный. Я тебя убью. Думай об этом. Так приятно снова тебя видеть. Крэя! Сюда! Везде сразу не поспеешь, фрик. Эй! Я стою и ты стой! Не то еще пожалеешь. Я жалею о многом. Но твоя смерть меня не опечалит. Отпусти сына! Здесь командую я! Брась мне маску! Живо! Жаль, сынок. Все-таки быть в войне. Пожалуйста, спаси его. Ты должна... Не вдумай. Не смей. А если я вернусь к озеру? Хватит. Я знаю, что ты сделал. Я прощаю. Только перестань. Просто смирись. Брюц. 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 Все, это время. Ну, что нам теперь делать? Теперь мы убьем Одина и всех, кто встанет на пути. Патрой, идем. Что? Куда? Это не важно. Ты уходишь? С нас хватит. Ты не можешь взять и уйти, Кратос! Мы должны остановить Одина! Ты нам нужен здесь! Отец, куда мы идем? Домой. Отец, может… Я… Я хочу помочь. Поохотиться. Тогда веди. Мы с тобой, Атрей. Кто добыча? Олень. И куда мы идем? Туда, где есть олень. Хочешь поговорить о случившемся? Кажется, я что-то слышал. Сюда. Ему нужно время. Вот. Следы. Ведут в том направлении. Атрей, насилие нас меняет. Чувствовать эти перемены – не слабость. Мы все их чувствуем. Мы на верном пути. Вот тут он сломал ветки. Идем. Я все… Вижу его… Нож… Брока… Лицо Синдри… Сын. Вон он. Локоть вверх? Не спеша и точно в цель. Зачем? Он убегает! И мы тоже. Я… Не понимаю. Когда животное ранено, ему надо излечиться. Иначе смерть. Мы были ранены. А это… Это отвлекает. Я виноват. Нет. Я виноват. Нет. Нужно найти Синдри. Я даже знаю, где он может быть. Веди. Веди. Может, поедем на санях? Ах… Мне надо подумать, что ему сказать. Конечно. Я всюду вижу напоминание о своих ошибках. У наших действий есть последствия. И память о них – это не наказание. А похоже… Если бы я… Разоблачил уловку, на которую мы все попались, остановил нападение, которое не мог предвидеть… Нет никакого «если» от Рэй. Твой отец прав. Не все в мире можно держать под контролем. Рамтюра… Вот куда нам надо… Эмир, есть ли шанс, что Брока можно вернуть? Синдри же смог один раз. Может быть, получится снова? Боюсь, что нет, братишка. Когда у души нет фулгия, направление, как у души Брока, покинув телесное пристанище, она… не может добраться до озера души. Он не просто мертв. Он лишён посмертия. Возвращать нечего. Значит, всё. Атрей, если бы мы могли сделать хоть что-то, клянусь, мы бы это уже сделали. Я знаю. Да и глупо было на что-то надеяться. Возвращаясь. Жаль, что в озере нет воды. Вот ты сейчас сесть в лодку и плыть подальше отсюда. Подальше от всего. Нельзя уплыть от своих ошибок. И забыть их нельзя. Я пытался. Да. Они всегда будут тебя преследовать, братец. Если хочешь плыть, лучше плыть куда-то. Подъёмник у моста ещё должен работать. Там мы сможем подняться в храм. О, нет. О, нет. О, нет. 3 почему ты уверен что синдре там будет там они воссоединились и чинили то что сломалось он там будет и синдре синдре мне мне так жаль нет не хочу ничего слышать что-то знаешь о жалостях мы заставим одина заплатить за это того самого которого вы привели в мой дом у нас одурачили но некоторых из нас одурачили больше так ведь я отдал тебе все свои умения свою дружбу свой дом мои тайны сокровища а ты брал и брал и что у меня осталось даже семьи нет тебе жаль вот как выглядит твоя жаль я я что нам сделать нам нет никакого мы есть только ты и ты ни с чем не считаешься все что ты можешь это это уйти нахер отсюда отсюда идем от рай оставь его не будем тебе мешать я думал что и мы были его семьей но мне станет лучше когда один ответит по справедливости справедливости мы ищем несправедливости мы ищем мести любой путь которым я иду ведет к мести может это все что нам осталось пора возвращаться к фрее когда мы вернемся мы начнем войну выходит что так да да когда мы искали тюра сват альхейм я не хотел чтобы так случилось только не ценой жизни брока мы знаем о трей мы знаем ты уверен что фрея все еще в доме отчего бы нет тайны лосподина вел в обе стороны теперь он убрался и больше не прячет ворона в коморре с метлами так что в доме безопасно и тех кто поможет ей отомстить она не отвергнет да теперь эта месть касается нас всех и никакой подложный тюр не сможет сбить нас с толку надо же было так исказить стремление тюра к миру и мое мастер кратос молодой мастера трей как я рад видеть вас в добром здравии мои глубочайшие соболезнования я не знаю что сказать то что случилось с мастером броком просто чудовищно подумать только что подобное могло случиться в моем доме мне невыносимо больно мастер синдри в порядке нет но он цел он вернулся в мидгард ясно даже представить не могу силу его горя прошу берегите себя ну я вас оставлю все наболтались уже проваливай вернулся ты с нами хорошо пора просвети пора что пора объединить миры против Одина раз и навсегда тюр пытался это сделать настоящий тюр его все любили но и он не смог тогда нужно постараться если не мы то уже никто не сможет приближается Рагнарёк и Один уже выведал все наши планы да застать его врасплох не получится более того есть лишь один способ попасть в Асгард на пролом гейлорхорн то есть пойдем через храм Тюра здесь стена Асгарда здесь и у нас на пути встанет воинство Эйнхериев значит нам нужны свои армии столько сколько ответят на зов сколько он не ожидает увидеть это чтобы дойти до стены а чтобы разбить ее нам будет нужен сурд Рототоск смог кое-что раздобыть мы пойдем втроем я знаю где искать славно союзники кто у вас на примете я пойду в Хельхейм вас зову к армии мертвых а я вернусь в Альфхейм объединю эльфов так запросто объединишь их после столетий войны но в Альфхейме меня любят а ты в Ванахейм да поищу Сигрун и свободных валькирий у Мидгарда армии нет и у Нифельхейма и у Йотунхейма остается Свартальфхейм Свартальфхейм пойду я Синдри? ты уверен? я же сказал решено удачи нам всем и так в Муспельхейм за последним огненным великаном почти завидую другим им попроще давайте Свартальфхеймскую руду я пущу ее в дело привет ребята я хотела сказать если вам что-нибудь понадобится приходите я буду либо здесь либо в одной из старых лавок Брока и Синдри да, нам всем сейчас тошно но я люблю чтобы руки были заняты делом ты сказал что знаешь где Сурт да, нашел кое-что в его святилище когда был в Муспельхейме Стором Стором? не волнуйся он этого не видел я не об этом волнуюсь в общем когда мы найдем Сурта нужно будет убедить его слиться с его женой Синмарой слиться? да в результате их ээээ союза появится огромное чудовище которое уничтожит Асгард ух ты прошу простить я слегка сомневаюсь в успехе наших переговоров с Хрёсвельг в Хельхиме полагаю что она к нам прислушается если говорить будет один из усопших Мимир ты тут нужен о смерть это теперь навык ну пожалуй я могу ненадолго оставить этим двоих брат будь так добр хорошо благодарю мы вас позже нагоним кажется там вдалеке показалась кузница Сурта мы должны быть готовы вдруг Сурт не захочет нам помочь готовы? пророчество предрекает их с Синмарой союз но что они подумают об этом сейчас? ты хочешь заставить этих первородных существ подчиниться? ну не знаю без них эту войну нам не выиграть верно? да я вам не помогу кто ты? остаток того кого ищешь почему не поможешь? просто не хочу объясни мы умрем ну да тебе же точно есть ради чего жить не мне ей какой в этом смысл? ты покинул Синмару и просто сидишь тут и ждешь своей смерти объединившись с ней вы были бы вместе мы и так вместе и в сердце моё 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 и её этого мало но хватает но ты даже не ты уже был влюблён? это приятно это приятно если Один победит все миры кроме Асгарда падут да он должен умереть правда но я не пожертвую ей как и ты не пожертвуешь им прости идём стой эти клинки можно взглянуть? можно взглянуть? в них есть первозданный огонь они не из этих земель неважно не важно да может сработать что да? вставь их сюда и я пойду с вами но вмешивать её не надо но в пророчестве сказано что вы должны быть вдвоём точно сработает? а ради чего мне жить? не здесь иди за мной 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 куда мы идём? к искре мира что это? место где сливаются Нифльхейм и Муспельхейм где возникли самые первые миры вы не сможете здесь пройти да? а это я мне так удобно передвигаться что ждёт нас у этой Искры мира Магия Первородная магия Если взять ее, твои клинки И мое сердце Все получится Я стану большим Начну крушить Тебе понравится Ну каким ты станешь? Не знаю Это буду уже не я Но как ты Вернее, новый ты Поймешь, когда нападать на Асгард Рог видны и вас Да? Да Тогда все в порядке Суд В начале всего сущего Да И каково это? Громко Что ж Вот она Искра мира Ого, как красиво Что у вас там? Это слишком просто Один знает, что Гьялор Хорн у нас Он знает, что маска у тебя И знает, что после смерти Брока Мы будем искать Сурта и воевать Но разве у нас есть выбор? Нет Это он тоже знает Это здесь А как же Синмара? Может, надо ей сказать? Нет Ей будет слишком больно Больнее, чем не знать, что с тобой стало? Иногда Приходится выбирать Меньшую боль Для того, кого любишь Ну, это просто нелепо Обещайте, что не навредите ей Даем слово Сурт Если всадить в тебя клинки, можно создать нового тебя? Сердце Синмары холодно Изумительно холодно Теперь в клинках твоего отца мой огонь Если влить в нее вдоволь огня Мы его и Искры Все должно получиться Ладно Подойди Клинки Отойди Будет больно А теперь Будет по-настоящему больно Мой огонь И ее сердце Соедини их И будет рак далек Пора Субтитры создавал DimaTorzok Как думаешь, долго придется ждать? Балькерик Их прислал Один Пусть улау Помоги мне Помоги мне Сурт Вот сейчас нам очень нужна помощь Ау-ка! Уйди от него! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получилось? Сурт Ты здесь? Отец, подойди Отец, подойди Нам только нужно будет позвать его Гьялархорном Пойдем обратно в Муспельхи Оттуда уйдем через мистические врата Сработало С ума сойти Нам помогает Рагнарек План Сурта Сработал Ну, Валькирии нам чуть помешали Но теперь Один точно занервничал Он знает, что мы идем за ним Подумай вот о чем Мы войдем в Асгар Настанет Рагнарек И все рухнет У Одина не будет шансов Победа будет за нами Гроа была права Гроа не смогла предсказать Чем нам придется пожертвовать Может, она не видела подробностей? Мы ведь справимся, правда? Должны Слушай Ты ведь повидал много воин И у тебя никогда не было такого союзника, как Рагнарек Был И это существо не гарантирует нам победы Ну да Ты молчишь То есть Ты всегда молчишь Но сейчас как-то иначе Я надеялся, что побоище для меня в прошлом Я надеялся, что мой сын не застанет войн Рагнарек ждет нашего Зола Как и армии Хеля В основном благодаря мне Кажется, война наконец нас настигла Мимир Что еще ты знаешь о Маске? Только то, что она была страстью всей жизни Одина Ради нее он отправился через пылающий океан Эгера К самому сердцу безмолвной матери Вся его команда погибла Но он утверждал, что она стоила и не таких жертв О, привет Так и думала, что вы заскочите Вы же знаете, что все встречаются в Мидгарде, да? Спасибо за эту находку Видела Синдри? Да У него сейчас не лучшие времена Как у всех нас Мне жаль, Лунда Я знаю, вы с Броком Обещайте мне, что вы убьете Одина Обещайте, что в любом случае ему это с рук не сойдет Ни за что Хорошо Я буду крайне вам признательна Если в процессе вы понаделаете в Одине лишних дырок Да побольше Ну, час настал Это начало конца Для Одина А для всех нас Это станет началом новой жизни А Трей? Знаю Просто жду не дождусь, когда все миры объединятся и дадут ему отпор Эльфы, гномы, даже Хель Уверен, что объединятся? Они должны После всего, через что они прошли Должны Верно? Тебе остались дела в Мидкарде? Ну, пока можем ими заняться Фрей и остальные все еще готовятся к наступлению Время есть Брат, а оракулы в твоих землях? Они, по-твоему, управляли событиями? У них была какая-то цель? Я не сомневаюсь, что они блюли свои интересы Но, судя по моему опыту, они сами могли стать жертвой своих пророчеств Должно быть интересный был опыт, брат Я обратился за помощью к оракулу, чтобы вырваться из рабства Ореса У одной жрицы были видения, будто Олимп падет по вине бога войны И она решилась помочь мне, надеясь ослабить Ореса и защитить свой мир Но не предвидела, что я убью Ореса и займу его место В итоге, я помог сбыться ее пророчеству И оракул сама приблизила то будущее, которого надеялась избежать Отличная у нас подобралась компания Я готов, жду сигнала Все армии, наверное, собрались в своих мирах и ждут сигнала к Яллархорна А я надеялся, кого-нибудь из них увидят здесь Когда разом откроются все башни миров, то еще будет зрелище Один такого точно не ожидает Нет, Один ждал этого очень давно И в облике Дюра он услышал правду Не стоит его недооценивать Брат, отличная речь, очень вдохновляет Ого, Валькирии выглядят иначе С возвращением Хильдис Винни сказал, что у вас все получилось Мы учли это Ну, что за Рагнарёк без Рагнарёка? Кто еще нас поддержит? Я вижу Валькирии Не совсем Они переродились Благодаря магии Иванов они обрели тело и свободу воли Теперь они воительницы Отлично А твой брат? У него получилось Эльфы объявили перемирие и объединились против Асгарда У нас будет преимущество в воздухе И с армией Хиль в авангарде А как там Синдри? Гномы придут? От него ничего не было слышно Но время еще есть И теперь мы можем открыть дорогу зверю Рагнарёка Ты так говоришь, будто все пройдет гладко Сигруд Славно видеть тебя такой Живой О, да В прошлый раз я была сама не своей Я рада, что ты жив Моя королева Воительницы будут распределены в отряды Прорывающиеся из Альхейма, Хельхейма и отсюда, из Митгарда Мы готовы Кратос, Атрейх, Немир Прошу меня простить О Что ж, доброй ночи Фрея Ты решила, как мы покинем Асгард? Если попадем туда через башню, надеюсь, увыить и сможем так же А если нет? Тогда мы все знали, на что шли В нашем плане недостает одной малости Лидера Это должна быть ты Это место твое по праву Войска пойдут за тобой И ты уже сталкивалась с нашим врагом прежде Я смогла остановить его вторгшуюся армию А сейчас на его землю вторгаемся мы Войска должен возглавить самый опытный полководец среди нас Мне не нужна слава Меня не волнует, что гласят пророчества Мне нужна только победа Фрея Я понимаю, о чем прошу Просто подумай Подумай Мы пришли Кратос, твоя палатка справа А Трей, твоя слева Моя? Молодому воину положена отдельная палатка, разве нет? Ну да Ого, спасибо Обдумай то, о чем мы говорили И утром скажи, что ты решил Прости Можно поговорить с Мимиром? Не знаю, что ждет нас завтра, но Если эта ночь станет последней Я не хочу провести ее в ненависти и злости Расскажешь мне глупую историю? С огромным удовольствием Я бы лучше станцевал Но, боюсь, потерял темп И со всем уважением Мои истории не глупые Они у тебя все такие Никогда не мог с тобой спорить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно мне тут поспать? Дима Торзок Усмири свой разум Не могу Давай Я Расскажу историю Если я засну Дима Торзок Да расскажешь ее завтра Конечно Ну Закрой глаза Жил-был старик Он рубил дрова Для всей деревни Каждый вечер он Нагружал себе на спину бревна И разносил их жителям Бревна были тяжелые А старик становился все слабее И однажды Он бросил бревна Не в силах больше их нести И призвал смерть прийти к нему И когда Смерть пришла О Адлодисменты Закрой жил-был старик Открылся ШУМ Смерть ШУМ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Она была особенная. Она хотела защищать людей. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Просьба тебя расстроила? Смерть. Это часть жизни, любимая. Я хочу быть готова, когда придёт моё время. Для нас, смертных, это обычное дело. Я рада, что мы готовимся вместе. Ты молчишь? Мне нечего сказать. Ну, скажи хоть что-то. Мне нравится твой голос. Костёр. Я бы выбрал другое погребение. В моей стране для любимых строят гробницы. Ты бы хотел, чтобы я вечность провела под землей? Чтобы ты была рядом. Как мило. Моё истлевшее тело тебя бы успокаивало. Ты уже пытался изменить судьбу, разве нет? Это не то же самое. Обстоятельства иные. Но цель та же. Ты готовишься к будущему. Что наступит ещё не скоро? Когда этот день придёт, я хочу быть уверена, что вы справитесь. И ты, и наш сын. Мы связаны навеки, Кратос. Ты всегда будешь частью меня. Я всегда буду частью тебя. И когда тебя не станет, она тоже умрёт. Фэй, такая утрата. Нет. Кульминация любви — это скорбь. Но мы любим, несмотря ни на что. Мы миримся с неизбежным. Как погаснет костёр, и ты соберёшь мой прах, разве его самая высокая из вершин? Сделай это ради меня. Кто глубоко оскорбит, тот истово любил. Открой своё сердце миру, как открыл его мне, и ты поймёшь, что есть множество причин жить в нём. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что такое? Нам пора. Я подожду снаружи, отец. Сэр. Субтитры создавал DimaTorzok Мы мечтали снова пойти с вами в бой, госпожа. Я тоже. Но я не госпожа вам. Мы сёстры. Ты готов? Да. Я возглавлю войско. Для нас будет честью сражаться под вашим началом. Да, брат. Я буду рядом. Ну? Каков приказ? Идём к храму. Я не буду рядом. Эй, генерал Кратос. У меня есть кое-что, что лучше взять на войну. А вы не хотите закупить припасы перед боем? Может, другого шанса не... генерал спасибо генерал генерал командир спасибо дро генерал и я бежал в эти земли от своего прошлого за новой жизнью но хватит прятаться я не хочу этой войны довольно страданий не пророчество привело нас сюда и битва но не выиграет войны выигрывают те кто готов пожертвовать всем если такова цена отмщения так домой быть один слишком многое у нас отмел довольны мирам страдать любой ценой пора положить этому конец если нужно уйти в сияние славы чтобы в нем сгорел один я уйду широкой улыбкой на лице за брока а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приготовьтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пашня Мушбельхейма пала. Если Один пойдет на Нифельхейм... Хотят остановить Рагнарёк. Надо отключить машины. Не лучшее начало. Подождите. Нингрид, времени нет. Я знаю. Подождите. Нингрид! Ну, у нас полно дел. Вы трое за ним. Атрей. Фрея со мной. Прикрывайте. Мы к машинам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дина, новая королева Вальгирии Офи. Это многое усложняет. Ну, еще бы. Надо спешить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торманган! Какое зрелище! Но он же не следовал за нами из Мидгарда. Любопытно! Он хоть отвлечет Тора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оливь не терпение. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вам и предупреждение из Альфгейма. У нас заканчиваются войска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большие великаны все-таки добрались. Змей будто другой. Он изменился. Но пока меня не было... Ладно, потом. Связь Эйнхериев с Вальгалой. Я с сестрами должна ее оборвать. Иди. А гномов все не видать. Синдри не подведет. Верьте ему. Созывай всех. Мы пойдем к башне Свардальфгейма. Знаю, я опоздал. Где твоя армия? Гномы не будут гибнуть за это. Замолчи! Один заставил их сделать эти военные машины. И я здесь, чтобы их уничтожить. Сначала нам надо направить их в ЛАЗ. ЛАЗ! Наконец-то изволил явиться. Что теперь? Отныне мы тебя не снули. Ты ведь этого хотел? Этого я не хотел. Нет. Закрой свое сердце. Закрой сердце. Кто они? Мидгардцы. Один их приютил. Их здесь не должно быть. Они не воины. Он нарочно послал их на смерть. Война. Война. На войне. Побеждает, готовый пожертвовать. Всем. Что ты делаешь? Сын. Послушай меня. Ты чувствуешь их боль, потому что таков твой дар. И ты не должен им жертвовать никогда. Ни для кого. Я был неправ, Атрай. Неправ. Открой свое сердце. Впусти в него их страдания. Такова воля матери. И моя тоже. Сегодня. Сегодня. Мы станем лучше. Но... Что мы можем? Видал, какой исполин? Считай победа за нами. Если... Нас не убьют раньше. Что же ты медлишь? Рагнарёк здесь, и Один наконец-то получит по заслу... Мы его остановим. Но только не ценой невинных жизней. Мы пробьем стену у Лаза Хримтура. Какими силами? Хватит нас с Атреем. Это самоубийство. Может быть. Но во имя справедливости, а не мести. Это оружие может разбить Лаз? Вот мы скоро и узнаем. Вы трое. Отведите этих людей в безопасное место. Да, хорошо. Мы с Фрейей попробуем замедлить его. Раньше он не был бездумным. Может, его можно уговорить. Один от нас не уйдет. Если уйдет, я клянусь. Знаю. Фалхи! Нет! Нет! Защищай его! Я помогу тем, кто в западне. И нагоню тебя у Лаза. Иди! Иди, Атрей! Синдри, осторожно! Прячься за мной! Самый осторожный. Я пришел сражаться. Зиндри! Соберись, соберись! Синдри! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, ждешь благодарности? Нет, я хотел... Плевать, чего ты хочешь. Это ничего не меняет. Я ведь правда поверила, что мы сможем изжить вражду. Труд, ты цела? Но мама была права на твой счет. Ты убийца, как и твой отец. И ты пришел нас всех убить. Нет, лишь Одина. Синдри, нет! Мы друзья. Друзья не приводят с собой в гости ходячую пакетель, Локи! Ты права, права. Я здорово оплашал. Не в первый раз. Это не оправдание. Конечно, нет. Я хочу загладить вину. Скьольт в порядке? Ты его видела? О чем ты? Что с ним может быть? Один намерен пожертвовать мидгардцами. Он выставил их вдоль стены, хотя знает, они не могут сражаться. Они погибнут только, чтобы задержать нас. Зачем ему это? И почему я должна тебе верить? Потому что он прав. Таков Один. Таким он был всегда. Мама, почему ты здесь? Что? Он пожертвует кем угодно, если это потребуется. Мидгардцами. Твоим другом. Нами. Да всеми. Я надеялась, твой отец даст ему отпор, но если не он, значит ты. Что ты хочешь сказать? Я никогда не сомневалась, что из тебя выйдет лучшая Валькирия. Каких видел свет. Но не для него. Ты понимаешь? А наша семья? Без Одина мы станем ею снова. За правду. Сейчас он творит зло. Он сказал нам держать здесь оборону. И что мы у него в долгу. Не жизнь уже платить? Да уж. Отец ни за что не пропустит их к деду. Иди с ними. Тебя он послушает. Ты готов идти на поиски своих? Да. Да. Я люблю тебя, мама. Я тебя тут же. Наконец-то. Стреляй. Стреляй. Молодец, сын. Молодец. Меняю! Это кто такая? Привет! Я Трус Дорждотер! Дорждотер? Моя подруга! Великий чертог. Вот куда нам надо. Не послушал. Но сейчас это не самое большое. Вернись к сестре. Вы должны сдержать Рагнарёк. Это битва моя. Но я могла бы. Забери от Рэй и маску и не оглядывайся. Мой сын тебе верит. И я верю. А, стой! Вы с сыном мне надоели! Хватит с меня, Игор! Дорждотер, на сей раз я тебя убью. Нам не за чем драться! Такова наша природа. Дорждотер, на сей раз подумай сам. Что будет с твоей землёй? Хватит! Но что ты обо мне знаешь? Грозить моей дочери! Нет! Я не обращусь на мой дом! Я не обращусь на мою семью! Иди сюда! И какого хрена ты ждёшь? Твоя дочь. Мой сын, её друг. Если ты её тронешь! Ни за что. Ты же знаешь... Что я сделал! Да! Но что ты сделаешь теперь? Мы не меняемся. Разрушители! Хватит. Хватит. Ради наших детей мы должны стать лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему он еще жив? Ты болтаешь? Кто тебе разрешил? Не говори! Не думай! Я думаю, ты бьешь! Это же твою мать элементарно! Свиржа Сив была права. Я просто не желал видеть. Что с тобой? Ты сломался? Я твой отец! Бери свой молот и убивай, кого я прикажу! Нет. Ты меня вынудил. Ты сам меня вынудил. Нет! Рут. Вообщем, это их вина. Это они сделали. Рассорили нас. Рут! Опять все приходится делать самому. Родного сына! Свою же внучку! Да что? С труд все будет хорошо. Я ее спасу. А то... Это ваша рина. Вы настроили его против меня. Вы настроили всех против меня. Стоять! Ааааааа! Аааа! Аааа! Стоять! Шолдан! Ааааа! Ааааа! Ну... Ты доволен результатом? Твой план правда оказался лучше моего? Я надеюсь, ты получил ровно, что и хотел. Пока еще нет. Думаешь, лишь тебе подвластна чара сдерживания? Много очень долгих зим. Я размышляла, что скажу тебе, глядя, как ты испускаешь дух. Но теперь поняла, что ты должен знать только одно. Больше ты надо мной не властен! Узнаю, майор Фрик. Я и забыл, как тебе идут крылья. Муж мой. Ты всегда искал знаний. Что ж, давай я покажу тебе, каково это все потерять. Склонись предо мной! Я тебя любил. Правда? Ты никого не любил! Брюк! Отец! Фрейя! Молодец! Локи! Нет, нет, нет! Нет! Хватит драк! Нет! Все это уже не важно. Настал твой час, Локи. Гро хотела спрятать тебя, но это твоя судьба. Быть воином Йотунов? Лишь он может надеть маску. Узнать всю правду о сути бытия. Раскрыть тайны жизни и смерти. Конец тревогам, конец сомнениям. Вот твоя цель. Надень маску, Локи. Спроси. Задание и вопрос. Решать тебе, сын. Я тебе верю. Нет, нет, нет! Зачем ты это сделал? Ради чего тогда все? Ты хочешь быть никем? Как и быть. В атаку! Ты так давно этого ждала. Правда, Фрик? И я тоже. Слишком поздно. Рад уйдет. Рад уйдет. Рад уйдет. Рад уйдет. Нет! Мы всё испортили! Всё, ради чего я работал! Всё, ради чего я убивал! Я лишь искал ответы! Если бы ты просто сыграл свою роль, ничего этого бы не было! Ты ради чего? Ответь мне, Локи! Ради чего? Своими лианами! Это был наш шанс, Локи! Я мог получить ответы! Я мог познать правду! Ты меня этого лишил! Я мог сделать жизнь лучше! Мы могли сделать девять миров лучше! Тебя волновали не миры и не я, а лишь ты сам! Ты всё уничтожил! Мой дом, семью и царство! Ты это сделал! Ты так решил! Убил родного сына! Не было выбора! Мне пришлось! Выбор всегда есть! Остановись! Ты можешь стать лучше! Не могу! Я должен знать, что будет дальше! Я не отступлюсь! Ну зачем ты это сказал? Софна... Апфра... Тесу... Софна... Кетан... Софна... Софна... Что нам с ним делать? Я поклялся, что дам тебе самой выбрать, жизнь или смерть. Я так долго ждала... Этого... Но теперь чувствую. Но теперь чувствую. Я исцелюсь и без этого. Мы остановили его. Вот самое главное. А дальше вот что. Рагнарёк! Он здесь! Рагнарёк! Он здесь! Пора идти! Куда именно? Нужен выход! Как? Магия великанов! Так, за мной! Скорее! Над! Уходи! Фрея! Пора! Фрея! Пора! Фрея! 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 Не бойся. Что бы ни случилось, я с тобой. Но у тебя есть свой путь. Иди по нему, и ты окажешься там, где и должен быть. Мам. Пришёл в себя. Проснись, Атрай. Проснись. Проснись. Рада, что ты очнулся. Да. Где... где мой отец? Где-то здесь, в этой рощи. Он будет рад тебя видеть. Спасибо, Эйр. Как мы все сюда попали? С помощью башен, твоей подруги с волком-великаном и удивительным талантом Валькирий к перевозке достойных, мы смогли доставить выживших в рощу Хадимира. Выживших много? Больше, чем мы надеялись. Мы занимаемся ранеными. Остальные разбивают лагерь в глубине рощи. Может, Фрейр всё-таки... Боюсь, что нет, Атрай. Ясно. Спасибо, что подлатали меня. Передохни. Тебе сильно досталось. Она ведь всё ещё где-то там. Она ведь всё ещё где-то там. Ненадолго. Фрейр об этом уже говорила. Мы покончим с гна. Так или иначе. Убила бы за шанс посмотреть. Мам, всё в порядке. Тихо. Труд. Локи! Я так рад, что вы уцелели. И ещё я хочу сказать. Я вам соболезную. Тор... Он был... Он... Попытался. Жаль, что я не смог сделать больше. Вашу скорбь ничем не сгладить. Но... Надеюсь, мысль о том, что Одину конец, хоть немного радует вас. Да, весьма радует. Локи... Сражаться вместе с великаном – большая честь. Знай это. Вы останетесь в Мидгарде? Недолго. Потом мне нужно кое-что отыскать. А я помогу Хильдисвине переправить остальных асгардцев в Банахи. И обустроиться там. Надеюсь, там они смогут начать всё заново. Как и вы. О, труд. Надеюсь, ты найдёшь то, что будешь искать. Удачи. До встречи, Локи. Береги себя. Сильно оба твоих оружия пострадали? Немного. Так пара царапин и вычерпин. Ладно. Займёмся ими позже. Думаю, незачем. Чепуха. Оружие воительницы должно быть в порядке. Сигрун прибила бы тебя за тупые клинки. Ну да, конечно. Я бы такого тебе не спустила. Ты нет. Я знаю. Хуги нацелел. Повезло. О, а если ты отнесёшь эту древесину брани... Спьёль. О, Локи. Рад, что ты меня не забыл после того удара по голове. Это же тебя ударили по голове. Всё как в тумане. Может, это кто-то другой был? Ну ладно. Слушай, я так рад тебя видеть. И я рад, что ты цел. Похоже, ты очень занят. О, я просто хочу быть полезным. Скоро всем будет на чём спать, а твои друзья-волки очень помогают с охотой. Думаю, еды для всех достаточно. Да ладно. Серьёзно. Да, и спасибо тебе за всё. Без тебя и твоих друзей нас бы тут не было. Мы сделали то, что должно. Жаль только, что удалось спасти не так много людей. Локи, ты молодец. Спасибо, Скальд. Береги себя. Ну ты же меня знаешь. Никто не видел запасных одеял? Снег, может, и тает, но тут всё равно довольно холодно. А, вот и он. Выпьем из-за паренька тоже. Скальд! За парня. Скальд. Нас бы не было здесь, если бы не вы. И не подвиг Фрейра. Верно. Мы как раз обменивались собственными байками о Фрейре. Да, да. Так, о чём я... А. Перед встречей я думал, что увижу воина. Гениального стратега. Прирождённого вождя. Слава бежала впереди него. Но сам он оказался совсем другим. Но всё равно мне понравился. Он был просто невероятно добрым. Он был ещё и симпатичным. Точно. К тому же очень обаятельным. Хватит. А то я из-за вас сейчас опять разрывусь. Извините. Мне надо найти отца. Береги себя! Ты очнулся? Хорошо. Фрейра. Он сделал выбор. Я не могла этого изменить. Он всех спас. Я этого не забуду. Я думала, у меня есть семья, но её отняли. Зато я обрела покой в семье, которую выбрала сама. Знаешь, твоя мама была права. Ты всё же дорос до этого лука. Ты выдающийся воин. Но, что самое главное, у тебя доброе сердце. Никакие испытания этого не изменили. Я горжусь тем, каким ты стал, Атрей. Спасибо за всё. Мне надо найти отца. Ступай. Атрей! Ох, ну и напугал ты нас. И я рад тебя видеть, Мимир. Слушай, я хочу сказать спасибо. А, ну а чего ещё ты ждал от умнейшего из живущих? Спасибо не только за твой ум. Ты меня слушал. Ты меня учил. И, словом, ты мне практически как второй отец. Парень. Нет. Я хочу, чтобы ты знал. Я очень тебе благодарен. Я тоже тебя люблю, братец. До встречи, Мимир. Рад снова тебя видеть, Атрей. А я тебя, Хильди Свини. Тут внизу здорово, да? Тихо. Всё у нас хорошо. Ты сегодня отлично справился. Я тобой горжусь. Может, позже найдём тебе угощение. Ладно. Теперь я. Кто это там? Да, мы знаем. Может, однажды я тебя подловлю. О, зато смог удивить. Ты был в хороших руках. Ух! Нет. Нет. Спасибо, что спасла нас. Я решила, будет лучше, если сама напишу концовку. Ты ведь еще не сказал отсюда? Не сказал о чем? Брось. Видение великанов. Я уже видела. Понимаю. Я твержу себе, что должен это сделать, но просто не знаю, как сказать. Идем со мной. Хочу кое-что показать. Вам, обоим. Я не хочу мешать. Это и для тебя. Адрей, я рад, что ты цел. А я рад за тебя. Ну, так чем кончилась та история? Что? Перед Рагнареком. Ты обещал рассказать позже, если я усну. Когда смерть пришла, то спросила, зачем старик ее позвал. Взглянув на нее, старик понял, что поторопился со своими пожеланиями. И попросил смерть, чтобы та помогла ему закинуть поленье за спину, и он мог продолжить путь. Он не был готов умереть. Он хотел продолжать жить. Как-то много дыма. Когда Асгард пал, его обломки разлетелись по всем мирам. Возможно, где-то там остались выжившие Энхири. Но я привела вас сюда вовсе не за этим. Асгард пал, его обломки разлетелись по всем мирам. Мама? Мой храм в Йотунхейме. Она его разрушила. Чтобы мы не знали свою судьбу. Из-за нее мы выбрали свой путь. Она пошла против своего народа. Нашего народа. Чтобы защитить вас. Не все открываются. Прости. Отец, я... Я хотел с тобой поговорить. Ведь есть и другие великаны. Я должен их найти. Я даже знаю, где их искать, но... Это только мое бремя. Я должен идти один. Я не хочу идти один, но... Я должен. Трудно объяснить. Тебе страшно? Тебе страшно. Вот поэтому и пойдешь один. Как ты учил. Да. Мы еще живы, потому что ты выбирал... Кто враг и кто друг. Сын, ты готов. Помни. Наш уговор. Локи уйдет. Атрей. Атрей останется. Береги остальных. Береги остальных. Атрей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нам просто надо ее найти. Но Один же сделал ее новой королевой Валькирией. Богиня Ванов, твоя подруга. Гна давно присягнула на верность Асгарду, и дружба сразу прервалась. Что случилось? Я сделала выбор, который она не смогла принять. Кратос. Она меня ненавидит. У нас с ней будут проблемы. Может, лучше нам найти ее первыми? По нескольку десятков в каждом. Семьи, конечно, разлучать не будем. Береги себя, Кратос. Спасибо. Я это ценю. Мы возьмем с собой все припасы, какие есть. Хотя их немного. Не переживай. Все, кто здоров, могут отправиться на поиски припасов. Асы и ваны. Вместе. Генерал, леди Фрея, Мемир, госпожа. Воительница. Блессадур, дорогая Фрея, ты нашла изменницу гна? Еще нет. Но скоро. Куда теперь? Можно завершить оставшиеся дела в других мирах. Или поискать обломки Асгарда. Так или иначе, мы с тобой, брат. Еще Лунда сказала, они собираются почтить память Брока в таверне Реба, в Сварт-Альфьеме. Попасть бы туда. Попасть бы туда.